Вопросы духовности Ведь у нас, может быть, физической боли нет, но настроение сильно испорчено А это значит, что неблагополучное поле, оно искажено Волны гармонии, которые нас все время накрывают, пока нам хорошо Мы искажаем, потому что у нас реакции такие на жизнь Реакция на отношения, опять же, в семье между мужчиной и женщиной Между детьми и родителями, между нами и чиновниками Нам это действительно не нравится, поэтому нас это выводит из баланса Настроение падает, мы сталкиваемся ежедневно с какими-то событиями, которых мы не хотим Но они невольно возникают в нашей жизни Негатив И как от этого избавиться, и каким образом противостоять этому, мы сейчас поговорим Но для этого говорю еще раз, нужна основа Нужно понять, что такое человек, и на какой почве он может дать отпор всему негативу К сожалению, доктрина материализма, она практически исчерпала себя Потому что мир, устроенный материалистами, трещит по швам Нельзя жить без души в этом мире Но у души есть своя физика Возьмем и изобразим бесконечность Пусть это вселенский разум или Бог, не важно Есть некое творение Многослойное Допустим, это сфера духовная Далее существует несколько других сфер И, наконец, мир проявленной материи Это физический мир То есть он устроен еще из электронов, протонов, нейтронов Сложенных в определенные формы, в атомы Атомы слагают молекулы Молекулы слагают какие-то ткани Есть минеральная материя Есть органическая материя То есть растительный мир Животный мир, в конце концов, человек Так вот, что нас роднит с природой? Минеральное царство, растительное, животное и человек Мы все созданы тоже из электронов, протонов Из тех же самых То есть набор химических каких-то соединений А в чем же тогда отличаемся мы как формы жизни? Вот стоит человек Вот, допустим, животное какое-то Вот растение И вот минерал там Кристаллические какие-то формы Формы жизни Есть еще и огонь Есть вода Есть воздух Стихии Все это создано благодаря некему посредничеству Отсюда как исполнительный механизм Вселенной Работают силы определенные Когда-то наши предки поклонялись Вот эти, называя их богами Был политеизм, так называемый Язычество А вот позже, когда дух стал понимать Что существует единый творец Это никому не навязывается от бога никогда Бог сознательно и терпеливо ждет Что мы пришли сами к вере Навязывать ее никому нельзя Потому что у нас есть свобода выбора Человек-существо, рожденное здесь Мы похожи, так сказать В образе на линзу, которая рождена светом Если терминология пользуется Дух Святой или Воля Божья Почему мы называем иногда в молитве верующие Вот чин наш Сущий на небесах Это вне пределов нашего мира Он не входит сюда Но его воля входит Так вот, если Дух Святой или Воля Божья Породило когда-то человеческое существо И научило когда-то общаться с ним Это есть откровение То, что в Библии когда-то называется Откровение святых Это связь, реальная связь В образах и в ощущениях И вот это существо когда-то Из бессознательного состояния Должно перейти в сознательное То есть из маленькой такой структуры света Должно познать этот мир И тогда бессознательное переходит в состояние сознательное В этом есть смысл нашего бытия В общем-то Такой, самый общий Но для того, чтобы стать таким Мы находимся как бы в состоянии семян Мы посеяли в эту почву Но чтобы стать сильным и знающим Надо познать все В безусловном личном опыте И поскольку мы вертикально не можем взлететь У нас силы на взлет не хватает Мы слабые Тогда нам предоставили возможность Уходить вниз в более плотные миры Приобретая определенные оболочки Способные участвовать в жизни этих миров В том числе, когда-то мы от обезьяны получили тоже оболочку И стали из нее делать человека Под напором вот этой духовной воли А в понятии дух я Заложена и творческая способность И способность любить Откуда взяли мы это все? Отсюда Бог есть любовь И Бог есть творец Поэтому он наделил свое дитя Способностью творить красоту Способностью любить И жертвовать во имя каких-то интересов Которые животному недоступны Животное отсюда происходит Из мира сущностных И никогда не было человеком Никогда человек не был животным Но мы используем оболочку сущностного животного И когда-то около 4,5-5 миллиардов лет назад Человеческий дух в нескольких оболочках Тонких, что есть понятие душа Внедрилось в обезьяну В самых передовых особей приматов С этого момента на земле пошло существо Наделенное и материальной оболочкой И в то же время под давлением света Учись жить Как только научиться жить на земле правильно Следующий твой мир Переходишь эфирный Потом сущностный И в конце концов ты возвращаешься Вот чей дом Вот наш маршрут духовного существа Из бессознательного Перейти в сознательное состояние Исследуя в личном опыте все эти миры Но дело в том, что когда человек пришел на землю Прошло какой-то период времени Сотни миллионов лет прошли И человек попал в грехопадение Так называемое К сожалению, этого нам не объясняют нигде Они в церкви Есть попытки эзотерических вариантов Сектантских и так далее На самом деле, чтобы понять эту систему Надо прежде всего научиться жить по заповедям Это и есть возможность выхода на откровение И получения достоверной информации Как поводыря, который тебя поведет Но пока человек не живет по заповедям Он никогда не получит точной информации Эксплуатируя нашу лень Или, скажем так, опираясь на нее Силы есть, определенные силы тьмы Они нам внедряют ложную информацию Вот есть понятие Люцифер или Сатана Называется Сатана На древнееврейском переводится противник То есть противник Бога Но противника Бога быть невозможно Противостоять воле Божьей невозможно Ибо он сам существо сотворенное Созданное Люцифер Он бывший архангел Он противостоит только людям Из-за их лени, из-за их глупости То есть нашей Нас так утопили в это болото А мы поддались этому Потому что у существа человек Есть возможность творить добро И есть возможность не делать добра То есть право на ошибку у нас есть В этом есть свобода выбора Если человек выбирает тропу зла, корысти Или каких-то грехов А грех есть отклонение от нормы закона Вот норма Поток света идет И любое отклонение от этого является грехом То есть отклонение от нормы закона Это давление силовых линий Воли Божьей Она миры творила Мы не можем противостоять ей Мало того, ему порождение тоже свет И дух наш никогда не ошибается Нас позволили опутать здесь Через рассудок и через чувства Опутать и мы неправильно живем Мы неправильно мыслим Мы неправильно чувствуем Это неправильная реакция на мир Отсюда тонем все глубже и глубже Мы это прекрасно видим Что в мире, несмотря на развитую науку На достаточно неплохое образование Интеллектуальное все Есть очень много теорий Которые близко подходят к правильным Почти точные Но на самом деле почти это не точно Сатана используя этот прием Всегда дает 99 правильной информации Вот так примерно правильный процент А вот остальное дает неправильно Но по самым ключевым вопросам Особенно связи вот этой Поэтому через него созданы понятия материализма Отказ от верхней связи А соответственно человек остался В объятиях материи И живет здесь, думая, что ничего больше нет Но есть часть людей, которые все-таки Считают, что что-то есть И в обход идет Вот если первый, скажем так Бастион Сатана построил как материализм Но люди, которые все-таки чувствительны Они пытаются искать Их называют ищущие И Библия-то их так называет Ищущие Они ищут Ищите и обрящите Вот так кто ищет Им предложен другой путь Когда-то Иисус предупредил Несчисла будут лжепророком и лженаставником Они будут чародействами своими вас соблазнять И многих соблазнят В этом и есть смысл Всех эзотерических вариантов Всех сектантских вариантов Не в этом прорыв Прорыв в том, что я когда-то научился жить по закону А жить по закону Это значит Не только мышление Вот оно мышление Здесь распространяется Слова Есть поступки Вот три сферы Поступки, слова и мысли Это все касается физического мира Потом между эфиром и материальным миром Существует область наших чувств В магии называют В парапсихологии Это астральный мир Если материя наша И мышление Распространяется Скорость мысли И скорость электромагнитных колебаний Называется С Констант Около 300 тысяч километров в секунду То чувство Область Примерно на два порядка выше То есть на два нуля выше скорость Там примерно, говорят Около 400 сил Вот этих С Поэтому это доступно было До определенного уровня Только что Это спецслужбам Это засекреченные материалы были То, что и коснулась когда-то Торсионная физика Это физика быстрых волн Изучена и применяется техника Сейчас уже такого Порядка Но человек состоит не только из мышления И чувств Слов и мыслей Но он состоит еще из более высших параметров То, что называется душой А душа у него закрыта Можно сказать Дух в нескольких оболочках Вот это и есть душа А тут волны Более быстрые Но открываются они Только при условии одном Выполнять заповеди Иисус когда-то сказал Такую фразу Никто не попадет К Отцу Небесному Как только через меня Что это за фраза? Я буду, скажем, немножко и физики Немножко и религии Сочетать, чтобы понятно было Что такое был Иисус Как явление? Если от Бога Пришла Некая единица света Пришла часть Творца Если можно так сказать Весь Бог не может прийти Потому что творение Конечная Конечная величина Почему называется Пространство-время Пространство-время Это термин Который говорит о том Что это конечная величина Сотворенное что-то А Бог есть бесконечность По определению Следовательно Бесконечность не может Войти в конечность Это разорвет ее Просто Сами понимаете Элементарно А вот А вот Та часть Которая необходима была Для того Чтобы убедить людей Не делать плохо Пришла Но дело в том Что Иисус не мог Заставить людей Исправиться Он мог только Предложить это Почему? Потому что Свобода выбора Вот человек Может делать Неправильные поступки А может делать Правильные Если он творит Добро Тогда по закону Что посеял Ты пожнешь И закон причины следствия К нему приходят Большие Удачи Здоровье Расцвет Личности и все Но если он Поступает Неправильно Ошибается То тогда Минусы большие Идут в жизни Начинаются болезни Начинаются проблемы В судьбе Это автоматически Действующая система Как автоматика На что нажмешь То и получишь Что по силу То и пожнешь Сторицей И поэтому Когда человек И правильно поступки Совершает Какие-то Но какие-то Отклонения В нем есть Пусть даже небольшие Это всегда его По судьбе Бьет Судьба происходит От слова суд Если нарисовать Некую Круглинию Личная жизнь Каждого человека Вот допустим Сегодня 21 мая Кто из вас Может сказать Что в прошлом Он был святой Наверное нет А следовательно Если человек Не свят Значит он Имеет Какие-то Отклонения Неправ 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 И не только Слова Допустим Человек хорошо Поступает Он не делает Никому пакостей Но он может Нагрубить кому-то Колкость сказать Это только слова Потом мысли Которые он не озвучивает Он может плохо подумать О человеке Иногда кажется Что заслуженно плохо Но он плохо думает Не понимая Неких других событий Есть эмоциональные То есть он раздражен Он обиделся на кого-то Он вошел в состояние ревности Или тщеславия Где-то прихвастнуть Где-то показаться Лучшим Чем он съесть на самом деле Для дела надо Вот Эти эмоции Слова И мысли Ну и поступки Иногда Это есть прошлое Было такое Можно сказать Было Хоть немножко Да было Тщеславие есть Практически у всех Обидчивость Есть практически у всех Раздражительность Есть практически у всех Страх Есть у всех Ну что еще Ревность Есть у всех А больше Мы не будем касаться Есть и плутые И жестокие люди И кошмарные люди Мы о тех не говорим Возьмем хотя бы Самых нормальных людей У которых вот эти вот Пять качеств есть Практически всегда И вот тогда Нормальный человек Я нормально говорю Что сеет То и пожинает Сторицы Что сеет То и пожинает Сторицы То есть удар приходит Больше чем мы сеем Такой педагогический прием Господа Бога Ну куда же денешься от него Он мир и сотворил И когда мы испытываем Эту нагрузку Здесь нас обокрали Здесь что-то не додали Здесь в карьере Сбой идет Нас подсиживают Где-то там Несправедливостная поступает Дома у нас нет Лада Это все ответ Нашего прошло Каждый человек Сеял это И каждый человек Это получает А теперь возьмите И суммируйте это На всю нацию Хотя бы на нашу Вот они Ивановы, Петровы, Сидоровы И так далее Ахмедовы и прочее И что они Что они сеют То они пожинают И пожинают И пожинают Но дело в том Что когда я начал Разбираться с этой системой То есть Я должен был понять Если я хочу Воспитать себя Поскольку куда я не ходил Мне красивые слова говорят И в церквях И в разных конфессиях И в сектах И в эзотерике Одни красивые слова Да там добиваются Чего-то Какой-то такой Ну вроде бы Сначала Независимости Силы Управление некими волнами Но потом почувствовал А волны эти используются Того зла чаще всего Против конкурентов Подавить чью-то волю А это уже делать нельзя Вот Но это позже пришло А вот когда разбирался Я стал понимать Что я такой же Как и все И вот мои ошибки На меня записаны Как перфокарта Не прав Не прав Не прав Где-то и положительные дела Делал Поэтому у меня идет Через полость То хорошо мне То плохо То хорошо То плохо И я тогда решил проверить Эту систему Если этот закон действует Тогда Чистая логика Уже даже говорит Если меня сейчас Какая-то неприятность Настигла Не если это следствие Того Что когда-то была причина И я говорю Я же не святой Не святой Значит есть за что Меня наказывают законы Если он действует Есть И я приму это к сведению В науке это Как бы называется априори А в религии Это называется вера Там мы говорим вера А тут наука говорит До опыта априори Нет еще опыта У меня его тоже не было Но я условно признал Да Я условно признаю Закон действует Но если он действует Что по силу Ты пожнешь И когда в данный случай Приходит очень тяжелая ситуация Меня кто-то обидел сильно Обманул Обокрал Там или что-то Не важно Где и кто и когда Но не если это следствие События прошлого Если это так И если это признает Де факту Как говорят юристы Я не имею права Здесь на обиду На раздражение На гнев На уныние Почему Что ты сеял То ты и пожинаешь Если я честен Я должен это признать Если я был неправ И кому-то доставил Какую-то неприятность Я должен перестрадать По закону Высшей справедливости Этого мира И этот закон действует всегда Он никогда не прекращал действовать И поэтому я решил это проверить Как только я принял А принять это не значит На словах простить человека Который меня обидел Вот я тебе прощаюсь И даже улыбнуться ему И даже Такое ощущение Что вроде бы и простил Ничего подобного Копнешь глубже А внутри обида Ты сидит Она осталась Она накапливается На одного обиделся На второго На третьего С каждым годом Все больше и больше И поэтому я понял Что если ты честно Хочешь простить У тебя должна исчезнуть Вот эта заноза Обида вообще Раствориться Не должно быть Это я вам рассказываю быстро На это ушло время Чтобы понять это И заставить свою душу прощать Уметь это сделать Но заставить ее насильно Надо прощать Потому что это полезно Для здоровья Вот этого как раз Ничего не дает Я должен вот так Своему же мозгу Объяснить В чем дело Потому что Мои мозги сопротивляются Тебя бьют и ты бей Тебе он что сделал Отомстить надо Мы так привыкли Мы так живем А я решил пойти по другому пути И вот так когда признал Что меня обязаны обидеть по закону Я обижал И меня будут обижать Я что-то делал У него плохое Значит и мне должно плохое Дать в судьбе Закон высшей справедливости Этого мира Не делай так И не будешь получать Такую судьбу Я стал прощать Научился искренне От души прощать Я перестал раздражаться На людей Тем самым Это единственный способ Списать грехи Никакая церковь Никакой иерарх Ни один священник Какой молсиний не был И как называют Даже святые Не имеют возможности Прощать грехов Это же страшная ложь Потому что грех Прощается Единым способом Один на земле Способ Можно сказать До Христа Что не было Праведников были Таким же образом Они из преступников Превращались в праведников Об этом пишут И в Ветхий Завет И до Ветхого Завета Существует литература Которая это описывала Что грех-то прощается Единым способом Признанием Права Что закон тебя Должен наказывать Признай этот человек Это весь смирение Настоящее смирение Как только я встал В такую позицию И стал прощать С меня стали списывать Грехи Прошло 4-5 месяцев И все практически Тяжелые болезни Из меня ушли Это было 46 лет Сейчас мне 58-й год идет Я вообще забыл давно Что такое врачи И так рад этому Думаю Хотя бы это одно И тоже великое дело Мне нужны врачи Потому что клетки мои Пришли в состояние гармонии За несколько лет Естественно Потому что я принимал Всегда в смирении И продолжаю это делать Я не обижаюсь на людей Совершенно Я ни на них не раздражаюсь Я ничего не боюсь У меня нет абсолютно ревности У меня нет тщеславия И тогда приходит Такая гармония внутренняя Да, бывает тяжело Потому что мир Не такой простой Если ты один Исправляешься И еще какие-то люди За тобой пришли Их немного Но остальной Это мир остается С кем он хочет По закону выбора Они не хотят исправляться Поэтому идут колкости Идут какие-то Напасти от многих людей Но ты противостоишь У тебя есть сила Почему? Когда-то Иисус сказал тоже фразу Потому что фразы Библейские Они стали оживать Я стал понимать Что мне говорил Когда-то Сын Божий В том числе и мне Лично Так же как и вам Он пришел людям земли И сказал Что надо делать Вот он сказал Что никто не приходит К Богу Как только через меня А что такое был Иисус? Он сказал Я воплощенное слово Вот В Евангелии от Иоанна Что говорит Вначале было слово И слово было от Бога И слово было Бог Словом сотворен мир Словом сотворен человек То есть слово это свет Это любовь И поддерживает нас Это линия И если я хочу Войти в состояние Чтобы меня Закон больше не бил Потому что У закона такая функция Наказывать преступников До той поры Пока он не перестает Быть преступником И защищать людей Которые не нарушают закон От всех прочих То что я испытал Иисус Сделал такую фразу тоже Если будете заповеди мои Исполнять Я и Отец придем И сотворим вас обитель То есть не дадим вас в обиду Мы защитим вас От остального мира И я это испытал Но это не значит Что остальную мир Я игнорирую Наоборот Я стал понимать Что если я научился этому Я могу передать этот опыт Я им стал потихонечку передавать Естественно Что с каждым годом Этот опыт нарастает Чем больше ты живешь Уже сколько лет Тем больше начинаешь понимать Что это единственная панацея Это выход Не только отдельного человека Из вот этого болота Которого мы попали И продолжаем погружаться в него Но это и выход Для многих других людей Естественно Что заставлять нельзя Потому что Тогда ты идешь против закона Закон выбора Один из настоянувающих законов Закон выбора Закон движения Закон взаимодействия Или что поселит И пожнешь Индусы называют Закон кармы Есть закон подобия Есть закон тяготения То есть эти законы Когда я их понял На практике Я от них начал отталкиваться А не от нашего образования Наше образование Если ты правильно впитал И пользуешься им Касается только земли Касается только Твоих интеллектуальных возможностей Способности обеспечить себя Зарабатывать деньги И так далее Но вопросы удачи Вопросы здоровья Будет ли работать на тебя Господин случай Или будет противостоять тебе Всю жизнь Вот это вопрос о духовности Потому что Перестань нарушать И то что ты уже нарушил Это сотни тысяч грехов Я не скажу Что я плохой человек Но посчитал Что мне в среднем Около 30 раз Я ошибаюсь В день В среднем Взял под контроль Неделю То есть Не словами даже И не поступками Только внутренний мир Мысли и чувства Неправильные Только это И умножил это На 365 дней в году И умножил это На 31 год Сознательной жизни Потому что 46 лет Мне тогда было Минус 15 лет Бессознательный Был допустим Подросток Который может быть Списать ему За по малости лет А вот это Это уже мое И получился Около 350 тысяч грехов И каждый требует Искупления А вот И мы и живем так И не понимаем Почему мы такие больные Почему у нас суставы плохие Позвоночники Сосуды И так далее Абсолютно все Настроилось Уж казалось бы Позвоночники Я бывший спортсмен А вот И достаточно серьезную Игру играл Грубую То есть ручной мяч Так били Так вот С позвоночником Что только не было И травмы И потом простуды были Заработал И все И все это исчезло В течение нескольких месяцев Он мне как новенький стал Вот Это Кажется чудом Для человека Невежественно В этом вопросе А потом Если я забуду Вы напомните По здоровью отдельное Просто расскажу Достаточно просто Вот Опираюсь просто На одну из формул физических Так вот Вот это все Требует искупления И если я проверил Личным опытом Что начинаю принимать В соберении судьбу Тем самым Я ликвидирую Свой рюкзак с кармой Он у меня тает Только потому Что я занимаю Правильную позицию Часто в эзотерике Так же Как и в многих Конфессиях Многие говорят Бог нас карает Да Мы неправедные Мы грешники Потом нам плохо жить Вот терпи Я говорю Ну конечно терпеть надо И в смирении принимать То что ты уже сделал Но надо же Остановить вот это Старое Это можно списывать Через смирение Но если ты смирение Принимаешь вот это все А новые грехи делаешь Ты опять же закладываешь То же самое Какой же смысл тогда Подметать листья Осенью под деревом Тут же опять падают Тут уже опять тебе плохо Это будет вечный Непрерывный бой С самим собой Зачем? А не мудрее ли взять И прекратить вот это делать? Только надо разобраться Что злого в тебе? Мы считаем Что вот нагрубил Нахамил кому-то Ударил Обокрал Это плохо Это грех Но то что человек Обижается Или он раздражается Или боится Казалось Что это же не грех А это тоже грех Я вам рассказал Недаром Что обижаясь на кого-то Вы тем самым Не желаете принимать Наказание Которое приходит Через кого-то В прошлом Мы были неправы Кто же нам Принесет это наказание? Какой-то человек Создаст ситуацию И мы пострадаем Потому что мы тоже Создавали эти ситуации И по закону Высшей справедливости Который контролирует Творец Неминуемо наказание Сразу могу Говориться Что возникает Сакраментальный вопрос Почему Господь не начинает С плохих людей Улупить-то этот мир Почему Вот некоторым Живется довольно роскошно Несмотря на что Они обокрали Целые народы Так насосались Как пиявки Капиталами И так далее И мы это видим Почему? Объясняю Вот тот же самый Творец Который излучает Представим Один фрагмент Излучение идет Вот он Закон Излучение Силовые линии И все Кто присутствует Здесь То есть Не искажают Эти силовые линии Своими Какими-то там Личными мотивами Неправильными То есть Не теребит Он живет Строго по закону Тогда он находится В состоянии Защиты Под неким зонтиком Он защищает его Праведник Он живет правильно Но если человек Чего-то боится Вышел на один шаг И там Раздражается Обижается Чеславие Ревность Вот на несколько шагов Человек вышел Из-под защиты Но он вышел сам За многие-многие Миллионы лет Человек так далеко ушел Что он даже не знает Как возвращаться Поэтому попытки Человека вернуть обратно Нужны точные инструкции А это и делали пророки Приходили Раз приходил Когда-то Кришна Потом Моисей приходил Это все посланцы от Бога Зараастр приходил В конце концов Иисус Христос пришел И одно и то же Всегда говорили Выполняйте заповеди Заповеди Выполнять надо Не только В поступках И словах Но и мысли И чувства Должны быть чисты Держи очаг помыслов В чистоте То есть Нужно заняться И внутренним миром Потому что Бог говорит Это вы материалисты считаете Что вот ваш поступок И слово Здесь хорошо И здесь хорошо А внутри вы гнилые Вы неправильно мыслите Вы вот этими эмоциями Брызгаетесь Хотя и сдержанно Хотя вежливые Внешне Но это и называется В общем-то Лицемерие Вы в этот мир Улыбчивее А внутри вы полыхаете И гневом Чем попало А это есть грех Почему Бог говорит Когда я контролирую мир Я контролирую не только мир Ваших поступок и слов Но и мир ваших мыслей и чувств Это все дети мои Эти все дома Мои Я их создавал И нарушение на любом этаже Есть грех А не только вы здесь и здесь Это ваша точка зрения Она неправильная А моя точка зрения Создателя И контролера этого мира Другая И чувства ваши под контролем И мысли Если вы не победите На этих двух этажах Вы погибнете Вы считаете себя праведниками Почему-то все плохие А мы хорошие Почему-то так плохо живется К сожалению Вы не понимаете Как бороться на этих двух этажах И вот когда приходили пророки Они в принципе этому учили Но потом та Гвардия Которая называется жрецами Они все время уродовали знания Оставляя вроде бы Мотивы правильные Надо жить по заповедям Надо делать то-то-то А на самом деле Они их искажали В конце концов Жрецы превращали Очередной приход пришельца Инструкцию В от себя тяну Оставляя там Какую-то часть От Бога Но часть от себя И тогда истина размывалась И превращалась В неудобоваримое То, что Иисус и называл Они говорят К вам камни Вместо хлеба будут давать Красивые слова Как он назвал священников Дух тысячелетней давности Вы похожи на гробы раскрашенные Внешне все красивые Полированные С кистями А внутри прах и тлен Что вы несете Вам Моисей дал закон И почему вы не живете по закону Иисус потребовал От жителей того времени Его даже жить по закону И когда он доказал Что он не от мира сего Когда чудеса такие Стал являть И люди поняли Что действительно Бог перед ними Тогда сказал Вы не слушайте этих священников А слушайте меня Надо в религию входить Не парадностью какой-то Внешней А внутренним миром своим Вы должны перестроить свою психику Это я уже современно говорю Прямо на те речи Которые он говорил когда-то Вы должны уметь держать помыслы в чистоте То есть мысли они чистые Чувства должны быть чистые Но еще раз Для того чтобы своему глупому рассудку Объяснить в чем наша неправота Нужно подвергнуть серьезному анализу эту тему Вот я объяснил когда-то Своему же мозгу в первую очередь Почему моя обида Раздражение и гнев на кого-то Является грехом Потому что моя реакция неправильная Удар судьбы Только тогда списывается грех Когда я внутреннюю позицию говорю Господи спасибо тебе Не раздражаясь Я наоборот говорю Грех с меня списывает Эта ситуация А если я начинаю входить в состояние обиды Или гнева Против кого-то Или мстительности какой-то Требую немедленно восстановление справедливости Чтобы ему тоже было плохо Раз мне плохо Я может даже не в мышлении это А вот эмоция такая идет Это же требование к Богу Господи ты что-то зазевался Тут меня Бьют твоего любимого сына Дай-ка ему по мозгам тоже И побольше Так как я хочу То есть мы ставим себя выше Бога И начинаем это требовать Свои эмоции А мы этого не понимаем И человеку это надо объяснить Поэтому мы в состоянии Все время богоборщицы находимся Мы против Бога реально Многие говорят Я верю Я хочу Да Все А на самом деле эмоция Это бессознательное сопротивление Богу Просто из невежества А невежество возникает на почве лени духовной Нежелание разбираться в этих вопросах И вот когда мне припекло В 1994 году так припекло Что я вынужден был этим заниматься Я развалился уже У меня все Конец здоровья плохое В России обвал идет В карьере обвал идет Везде все повалилось И вот среди вот этого разрухи и так далее Стою я бедный, несчастный Чуть ли не на одной ноге Все больное Все кривое Все разваливается Да что делать Куда обращаться Куда не пойдешь Там взятки Тут все таких денег требуют И бандиты, и чиновники И все на тебя навыли Что такое Что делать И тогда я завопил Господи, помоги Если бы Представить Я такую картинку Смешную Бог мне и сказал тогда Наконец-то Я тебе понадобился Оттуда 46 лет Ты как-то без меня обходился А теперь я вдруг тебе понадобился Когда у тебя совсем все плохо Хорошо, говорит Я тебе помогу При одном условии Научись жить по закону Закон Если уважать его будешь Реально И исполнять его Поможет тебе Диалог этот выдуманный Но условно Это собственно и произошло Понимаете Человек имеет позицию Это старую По инерции Что он является Жертвой многих обстоятельств Многих нечестоплодных людей Которые плохо организовали Наше общество Плохо Скажем нам в семье Живется и везде все неправильно 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 Мы везде имеем Каких-то врагов Или по крайней мере Каких-то противников А на самом деле Противник один Сам человек у себя Мы вечный бой ведем Сами с собой Потому что Как только я Вот это перестал делать А старые грехи Искупил в смирении Уже через 4-5 месяцев У меня все Практически тяжелые болезни Из меня ушли Я опять стал почти новый Потом еще прошло Может быть Если отсюда отсчитывать Месяцев 10-12 И вот здесь Смотрю У меня Обстоятельства жизни Потеплели Везение пошло Мне стало жить нормально Складываться стали Заработки Там все-все И причем Особых напряжений Это не нужно делать Само пошло Как бы Ты включил некий механизм Я тогда понял Что Иисус говорил Своим ученикам Опять же к Библии возвращаюсь Для меня эти Каждый раз были открытия Эти фраз Не ищите во что одеться И чем питаться Так поступают язычники Ищите прежде Царство Небесное Остальное все приложится И я когда стал искать Царство Небесное Просто простыми словами И рассказать то же самое Что я перестал вот это делать Искупил самые тяжелые Свои неприятные Какие-то Сто, что я натворил Но я уже стал тормозить И меньше и меньше Стал делать плохого Невозможно Сразу стать праведником Невозможно сразу Идеальным человеком стать Это долгий путь Но когда ты включился И начинаешь бороться Побеждая каждый день То, что тебе положено И в каждой ситуации Ты можешь выйти победителем И можешь опять проиграть Но сразу победителем Везде ты не будешь Потому что сила твоя Духовная накапливается Постепенно Ступень за ступенью Это годы Годы и года Нужны Когда это стало происходить Я понял, что я попал правильно Мне просто нужно время Весь остался вопрос Во времени Чтобы в этом времени Не остыть Не облениться опять И не свалиться С этой дороги Не уйти А не падать с этой дороги У меня закон Я стал понимать Как только я начинаю Опять тормозить себя Ну как Ну я уже всего добился Я вроде бы здоровый И все получается У меня тут же начинаются Неприятости опять Как бы мне говорят А ты не остывай Ты продолжай действовать Ты святой? Я говорю Нет Ну так продолжай Между твоим состоянием И идеалом Есть очень большая дистанция И ты должен ее постоянно сокращать Это есть условие Я говорю А когда это условие кончится? А никогда Вы никогда не сможете быть Абсолютно святыми Почему? Воистину свят только Господь А вы все время будете В состоянии шлифовки Это закон движения Один из тоже основополагающих Пока человек движется В развитии У него все нормально Если он правильно еще движется Если он останавливается Начинаются опять проблемы И я конечно первый год-два От этого уставал Когда же это кончится? Ну сколько же можно бороться-то? А он мне говорит Никогда И позже Когда я уже привык К этому ритму Я понял Что это великое благо Все время движешься Все время меняешься И у тебя жизнь Разворачивается Все равно по-другому Каждый раз Она не одинаковая И тогда перестает скучно жить Потому что жизнь Понимаешь Каждый раз Все более и более правильно И начинаешь удивляться Красоте этой жизни И ее справедливости Справедливости этого мира И тогда истинно И от души Начинаешь благодарить Творца Спасибо Господи За то, что мир такой Красивый, правильный Мудрый И законы очень мудрые А я был в этом В процессе Просто пешкой По собственной вине Из-за собственного невежества А невежество Еще раз говорят Про порождение лени Я был ленив Почему? Мать всех пороков лень Стряхнув лень Свою духовную именно лень Не физическую Не интеллектуальную Духовную Я начал исследовать И получил очень много И только опыт И практика Может привести человека На эти изменения Поэтому говорить Можно с утра до вечера Цитировать Библии Или каких-то других Великих людей Или книги А толку от этого никакого Поэтому до Христа Библии не было После Христа Прошло несколько десятилетий Когда появились Евангелия Так называемые Евангелия переводится С греческого Евангелион Благая весть Но благою весть Ее назвали люди Правильно Но дело в том Что евангелисты Как их назвали потом Четверых Их десятки тысяч было Мемуары о Христе Писали многие Но потом Во втором веке Попытка была Потом в начале Четвертого века В основном Началось Создание Этих евангелий Если бы евангелисты Эти и Марк Иоанн Лука И Матфей Если бы они знали Что их тексты Будут что Канонизированы То есть узаконены И это будет Абсолютная истина Для людей Они бы наверное Вздрогнули И сказали Да вы что Разве мы можем Гарантировать Абсолютно точно Как говорил Иисус Мы помним примерно Что он говорил Там 20-30 лет назад Первое же евангелие Было написано Спустя там 30-35 лет После смерти Христа И так далее Дальше по хронологии Можете вы вспомнить Что вам говорил Профессор В молодости Где-то в вузе Или в школе Что говорил преподаватель Естественно Основные какие-то Да фразы Такие ключевые Врубились Но многие Нюансы нет Сам Иисус говорил Своим же апостолам Ученикам Вы еще не можете Воспринять то Что я вам хочу дать Прям цитат От Христа В Евангелии Это не можете воспринять Ибо человек Не может впитать Все сразу Если бы Иисуса Не убили Возможность У его ученики В течение 10-20 лет Стали очень сильными И начали бы тогда Передавать знания Без искажений Но когда Иисуса Христа Убили Из этого сказку Что он чуть ли не добровольно Взошел на крест А на самом деле Апостолы настолько Стали быстро искажать То что Иисус принес Эту идею Что Иисус отказал В общем-то Линия света Отказала им Во связи Уже через год Тому есть свидетельствовать Каждый год В творение От Творца Входит мощная Такая импульсная Ну как бы Зарядка Это происходит В районе Праздника Троицы И праздник Белого Голубя Если кто немножко Знает Историю То есть Троица И Голубь Они где-то рядом Праздник Люди назначают Переносят Как-то их На самом деле Где-то в районе Конец мая Начало июня Происходит Эта импульсная зарядка Конденсатор Раз Вспышка идет И в творении Появляется Ну как обновленная энергия Свет заряжает Творение Импульсная зарядка Происходит примерно Один раз в земной год Один оборот Вокруг солнца И когда апостолы Получили Нисхождение Духа святого На них Через 50 дней После смерти Христа Что и вызвало Праздник Пятидесятницы И секта такая даже есть Но дело-то в том Что это ежегодно сходит А прошел год И апостолы Это уже не получили Они не почувствовали Этого удара света Тем самым Бог отказал им в связи Почему? Потому что они начали нести ложь Вместе с правдой Вместе с то Что и дал Иисус Они начали от себя Тянугородить Чем дальше Тем больше Бог не может поддерживать Людей во лжи Потому что искажения Были серьезные И поэтому следующее Действие от Бога Последняя глава Нового Завета Называется Откровение на Богослово Начинается Первая глава Первый стих Что Бог Иисус Христос Дают Через раба своего Иоанна Через ангела Рабу своему Иоанну Что будет на земле Апокалипсис Знаменитый Это первая глава Первый стих А вторая глава Второй стих Откровение Там вообще ужасная Фраза В отношении апостолов Я цитирую Потому что я запоминаю Такие вещи Чтобы не таскать Библию с собой Просто записывайте Можете проверить Вторая глава Второй стих Откровение Иисус говорит Иоанну А через Иоанну И нам в том числе Знаю дела твои И труды твои И терпение твое И знаю Что ты не сносишь Развратных И испытал тех Которые называют себя Апокалипсис То есть Иисус Христос Сам лично Называет апостолов Лжецами Потому что Они не выдержали Проверку Временем И вместо того Чтобы бороться Со своими пороками Они еще очень важно Начали распространять То что они Весьма смутно поняли И поэтому В идею Христа Вкралась от себя Этина Сначала апостольская И потом На основе Апостольских знаний Глебла в основу Ошибок Которые растиражированы Были конфессиями Христианскими В этом и есть понятие Почему конфессий Это много христианских Ведь идея Христа Один Одна была Иисус был один И Бог один И человек по Происхождению Один и тот же Все мы на земле Одни и те же Но нас начали Растаскивать На конфессии На подконфессии На секты Это и есть идея Сатаны Разделяя властвуем Есть кто читал Немножко Льва Толстого Он как раз пишется В одном из своих Памфлетов Что говорит Чтобы вести В заблуждение Сатана сказал Своим демонам Возьмите Гот Ведро Зерна Одно зерно Там есть истина Но в ведре Там сотни тысяч Этих зерен И высыпьте на людей И они не найдут Где правильно Слишком похоже Все А слова-то хорошие Часто А дела плохие Поэтому Иисус Когда ты предупредил Библия же Предупреждение Многие придут Под именем моим Много будет И лжецов И лженаставников То есть лжеучителей И они будут Своими чародействиями Вас соблазнять И многих Соблазнят Но это волки В овечьей шкуре То есть Слова-то овечьи А дела их волчьи Это происходит Как в политике Так и в духовной сфере Поэтому Если политики Могут нас Обокрасть Политически И экономически И экономически Отобрать страну В конце концов Лишить Какой-то Если правильно Мир между нами связь. Но если конфессия этой связи не дает, она никакого отношения к религии не имеет. Поэтому ни одна христианская, ни секта, ни религия, а равно и все прочие на земле не способны дать этой связи. Это и доказали беспомощность своей. Посмотрите, что в мире происходит. Где есть такая группа людей или какой-то народ, который действительно пошел через Библию или через католическую вариант, или протестантский, или мусульманский, а у мусульман есть и шииты, и сунниты, а там есть и подразделения ни секты, и эзотерика мусульманская, типа суфизма. Например, то же самое происходит в любой религии. Есть и в иудейские то же самое подразделения. Куда ни сунься, и в буддистов есть, и дзен-буддизм, и такой, и сякой, чего только нет. Так вот, чтобы прекратить это разделение, нужно связать душу с человеком. Это тем самым, что уничтожит грехи наши. А как уничтожается, я уже говорил, старые уничтожаются через смирение. Признание закона на мое личное наказание. Реальное признание от души должно быть. Душа есть в человеке, а не мозг. Мозг только инструмент. А основы грехов все меньше и меньше делают. И тогда у тебя, между тобой и твоей душой, начинает светлеть небо. И в конце концов, человек превращается в полное, полноценное существо. Если правильно рисовать, то, что я рисовал линзу, просто проиллюстрировать надо было один момент. А так, человек, человеческое тело, есть самое маленькое, что есть в человеке. Его способность мыслить распространяется вот так, но способность говорить меньше. Есть определенный звук. Насколько, ну, ты можешь так крикнуть, что через километр тебя услышат. Можно. Где-нибудь в степи. Вот. А способность мыслить, есть как бы более обширная зона. А дальше способность чувствовать, еще более обширная зона. способность эфирные воспринимать ощущения, способность сущностные ощущения воспринимать, то, что наши предки видели, и леших, и водяных, они их видели. Это реальные существа. И назвали их определенно. А дальше и духовные ощущения, высшие, что у нас есть. Не дух сидит в теле, а тело в духе. Самое крупное образование, что у нас есть, духовное. А в материи запираются все галактики, вообще вся материя. То есть мы огромны. И огромные возможности наши. И мы их утеряли в связи с тем, что сами заперли себя. Либо здесь, через материализм, либо через ложные идеи, конфессиональные, сектантские, эзотерические или материалистические здесь. Вот наши стенки, которые нам построили, лживые наши жрецы, или ложь науки, которая не принимает Бога. Еще раз. Восстановить связь можно только что, уничтожив последствия своего падения. Уничтожается оно только одним способом. Приходили отсюда Кришна, Зарастар, Моисей. Отсюда приходил Иисус Христос, и все несли одно и то же. Выполняйте заповеди, выполняйте заповеди, выполняйте заповеди. А вот тут жадные толпой, как бы собирались некие товарищи, и начинали от себя тему творить. И поэтому ни одна из этих идей, в конце концов, не стала достоянием наших душ в полной мере. Что-то мы чувствуем от церкви, что-то хорошее, призывы хорошие, люди там часто хорошие бывают. Но, к сожалению, некие догмы умертвили религии. А какие? Иисус Христос никогда крови своей ничего не искупал, что является центральной догмой в силах всех христианских религий. Никогда не искупал. Можно сказать, давайте от противного пойдем. Искупал. Но тогда почему мы, верующие в Христа, продолжаем болеть и страдать? Почему? Следовательно, уже это говорит о лжи. Мир не исправляется одной верой в Христа, как потребовал когда-то апостол Павел. Верьте в Христа, и только верой праведной жив будет человек, только вера искупает все грехи. Мы сами не можем искупать грехи. Это Павел, писал апостол. И только Иисус, наш заместитель по греху, крови свои все смывает. И что-то мы не чувствуем, чтобы с нас кто-то смыл все. Я не говорю о неверующих, а тех, кто верит, сколько у нас пожилых людей, которые действительно верят. А на самом деле вера неправильная в них. Есть книга, которая очень точно эти акценты расставляет в свете истины. Там автор пишет, что это ложные пути и ложная вера. То, что истинная вера заставляет человека исправляться. Вот сами подумайте. Если я истинно верю в Бога по-настоящему от души, какой я имею право жить не по закону? Ведь я, если я верю в Бога, что Он присутствует, Он творец, Он совершенствует, требует от меня совершенства. Как же я могу верить и не делать этого? Это абсурд. Это есть лицемерие. Я верю в Бога, но законы, на них плевать. Может, так человек откровенно не говорит, но он так действует. И не важно, знает он или не знает законов. Не знание законов не освобождает от ответственности. Есть такая юридическая форма. Правильно. И поэтому у нас жизнь не хлещет с утра до вечера. А мы не можем понять, почему. Вот то, что я вам начал рассказывать здесь. Что происходит здесь? Вот, допустим, многие хорошие люди. Вот они. Но если люди хуже, допустим, нормальных, есть, которые, я говорю, плуты, жестокие убийцы, организаторы травли, события многих негативных на Земле в крупном масштабном измерении. Вот. Они далеко ушли от закона. Но вот эта вот территория, что за территория? Это территория, которая с законом-то контролируется, но закон этим людям не помогает. Почему? А вы же нарушаете закон. Вы мало нарушаете, а те много нарушаете. Вы, скажем, на 20 рублей у Бога крадете, условно говоря, а эти на 20 миллионов крадут у Бога. То есть нарушают неизмеримо больше, чем вы. Но и те, и другие являетесь преступниками. Вот как бы в зоне. Преступники есть разные, которые на год посадили, которые пожизненно получил. Но вы все преступники. И закон не может защищать преступников. Какие бы вы ни были, мелкие или крупные, вы преступники. Мало того, вы рецидивисты. Вы всю жизнь так живете и даже не хотите исправляться. И что вы хотите от этой жизни тогда? В этой жизни не вы командуете парадом, а воля Божия. И она всегда будет наказывать человека, если он даже хотя бы два-три неправильные позиции имеет. И поэтому люди почти праведники не удомевают, почему так плохо жить. А тут вступают в понятие закон движения. Двигайся в сторону Бога. И избиение потихонечку прекратится. То, что я и сделал. То есть я говорю, да сколько же мне надо двигаться туда? Вон сколько, ну 10-20-30 лет надо работать, чтобы добиться чего-то. Это опыт всяких святых наших был такой. Оказывается, достаточно пойти в себя векторно, сказать, я верю в Бога. И пошел. Я начинаю меняться, тем самым тогда и Бог идет навстречу. Во-первых, ты двинулся, ты исполняешь закон движения, ты развиваешься, эволюционируешь в духе. Зачем ты пришел на землю? Развиваться. А если развиваешься в духе, плюс еще закон выбора, ты выбрал Бога, а не выбрал, что я есть единственная, исключительная моя жизнь, неповторима, я хозяин этой жизни, если я хочу, то и делаю. Могу сделать так, и никто не увидел. Ну и что? А вот он всегда видит закон, и всегда тебе накажется это. То есть нет ничего неискупленного. Человек вся за человека настигнет кара. Так вот, почему Бог не начинает вот с этих? Дело в том, что эти люди относительно хорошие. Чем меньше в них, тем они лучше. Естественно, таких очень мало. Таких больше, таких еще больше, таких еще больше. Ну я примерно был вот такой. Но я не был нежестоким, нежадным, независимым. И не устраивал всех интриг ни на каких этажах, ни на производственных, ни на государственных. Но меня вот эта свора вся давила. И мне такую жизнь создали, что мне стало невыносимо. И я решил исследовать и пошел сюда. Я был материалистом до 46 лет. И меня вот эта команда вынудила этим заниматься. И я понял, почему Иисус сказал, благословляйте врагов своих. Я их благословляю от души. Почему? Если бы не они, я никогда не пошел бы в сторону веры. Кто меня заставил? Они. И я понял, почему Бог не начинает с них. Они есть для нас что? Палка некоторая, которая загоняет нас сюда. И я понял, что у них есть своя роль в этой жизни. Они нам жизнь отравили, отравили. Злиться на них, как ни странно, не надо. Они тоже полезную работу делают. Кого они будут бить и доставать? Лентяев, которые ходят с демонстрациями. Отдайте деньги пенсионерам. Верните им льготы. Верните им там то. Верните им Россию счастливую такую-сякую. Да никто им не вернет. Потому что по закону Божьему ни те, ни другие не могут рассчитывать на справедливость в этом мире. То есть на нормальную жизнь. Почему? Они были грешниками и продолжают грешить хотя бы эмоциями. И постоянно будут биты, биты и биты. А когда приходит какой-то удар судьбы, они еще больше злятся. В том числе удары через них же идут. Вместо того, чтобы развернуться, простить и пойти действительно к Богу, они этого не делают. Миллионы, десятки, сотни миллионов людей этого не делают не только в России, но и в мире. Следовательно, к Богу они не идут. И избиения продолжаются. А почему сейчас особенно плохо? Потому что момент необычный на Земле. Если раньше было, сказать, ламинарное развитие событий, то есть довольно спокойное. Что посеял, то и пожнешь. Что посеял, то и пожнешь. Проходили годы, иногда десятилетия между преступлением и наказанием. А сейчас очень быстро сжимается между преступлением и наказанием. Резетски изменяются сроки. Ускорение идет. Вот то, что пришла комета определенная под Новый год, что начинает нарастать катастрофичность и многое. Это о чем говорит? Что Бог включил механизм подавления насильно всего зла на Земле. Не только всего зла, но и его носителей, основных людей. Сатану нельзя обвинять в том, что он есть зло. Он есть ложное начало. Он подталкивает нас, что мы делали зло, но никогда не заставляет. Никто из вас не может сказать, чтобы нагрубить кому-то или что-то. Кто-то вас заставил, Сатана, ничего подобного. Вы можете сдержаться, можете не сдержаться. В силу вашей воли, вашего терпения. Можете правильно поступить в ситуацию, можете неправильно. Есть люди, которые решают. В нашем государстве все воруют. Если я сижу, продаю трансформаторы или делаю на заводе, я могу их украсть. Или автомобильную запчасть в Тольятти, или лекарства какие-то и перепродать где-то и заработать на этом. Человек считает, что это нормально. А другой считает, что продавать водку нормально или сигареты, ну это же тоже труд. Вот или производить, я говорю, нет. Честные деньги, во-первых, которые заработаны честным трудом, направлены во благо общества, а не на ее разрушение, разврат. Но при этом не надо ненавидеть их, не надо злиться на них, не надо о них даже обижаться. Простите их. Почему? Они ответят перед Богом за это. Бог творец. И Он ничего никогда не забывает. Идет запись. И в свое время это произойдет. Не надо Бога под локоток подталкивать. Господи, ты что, не видишь, что творится? Он все видит. И в свое время все будет сделано. Тогда, когда надо. То есть, тогда, когда закончится процесс давления и вот это вот овцы, а вот это волки. И когда волки будут грызть и грызть овец, либо зайдут они сюда, либо не зайдут, падут под копытами вот этих. Выбирайте, человек. Выбирайте сами. Хотите и давление каждого настигнет. Одного, скажу себе, рисовать время. Одного там в этом месте, другого через 6 месяцев, третьего через год. Но избиение идет всех. У одного за другим все это падает, сейчас валится и так далее. У каждого сейчас час икс. Но в конце концов, этот процесс будет закончен. И как только Бог посчитает, что хватит этого давления, кто пришел сюда, вот, какая-то часть людей войдет и защищены будут этим законом. А кто не войдет, тогда раздавит само зло. То есть, зло большее уничтожит зло меньшее. И потом само упадет под ударами Творца. То есть, закон уничтожит их. Это и есть откровение на богослово об этом пишет. При каких обстоятельствах как это будет. Об этом и пишет очень по-современному книга. Вот Аскар и Расбергард, вот она, трехтомник. Фактически, это Евангелие есть, которое когда-то обещал Иисус. Евангелие, еще раз, благая весть, когда Иисус ушел, и его слова постарались воспроизвести с какой-то степенью точности, называют это Евангелие от Христа, Новый Завет. А вот он сказал, что перед кончиной веков, то есть, будет много событий, будет глад и мор, то есть, голод и болезни, будут там землетрясения, наводнения, войны и военные слухи, то есть, будут нарастать. Они и раньше были, но не в таком количестве. Нарастает же все, скажем, годы все больше и больше. Вот. По причине беззакония вас охладеет любовь. Люди друг друга не любят, уже откровенно. Остались одни какие-то чувства у некоторых отдельных особей, но на самом деле народы друг друга боятся, естественно, есть за что. Друг друга люди боятся и есть за что. Потому что обманывать начинают уже собственные дети, убивая стариков за квартиры, да много чего бывает. Идет что-то просто вакханальник какая-то. А островок людей нормальных сжимается, их становится все меньше и меньше, потому что они либо падают под ударами этих, либо идут в какую-то ложь и там помощи-то нет. И поэтому Иисус сказал, все это начало болезней, то, что Он перечислил. Но потом придет Евангелие, Царствие, еще одно, и будет проведено по всей Вселенной, то есть и на Земле. И тогда и наступит конец. То есть появление вот этой книги, это есть Евангелие, является одним из последних знамений. Она в России появилась в начале 90-х годов. В сам издате оно приходило еще лет 20-30 назад. Но тогда внимания особо никто не обратил. А сейчас она сотнями тысяч экземпляров распространяется. Причем опять же никому не навязывается. Потому что книга это довольно интересно. В свое время, когда она мне попала в руки в 95-м году, где-то в ноябре в конце, я вот чувствую, у меня ощущения уже такие нормальные появились. Я чувствую, мне от нее хорошо. Просто ощущения хорошие какие-то. ощущения это более точный локатор. Мозг он только логикой обладает. Он может мыслить так или так. А для того, чтобы сделать вывод, надо ее прочесть, да еще и правильно оценить. А рассудок часто, ведомый ложными идеями, оценку дать точно не может. И так далее все будут ее в какой-то степени игнорировать. И только душа, которая локатором обладает определенным, может почувствовать, от нее благо идет, от нее какая-то радость идет, ощущение наполненности. У меня к этому времени уже это появилось, этот локатор. Я немножко отступлю назад и скажу, в первые дни, когда начал этим заниматься, у меня пошло предупреждение, когда я стал справляться с обидами, раздражения поменьше, ревность у меня быстро умер, страх умер быстро, в течение месяца страх ушел, не стал бояться. Когда все эти изменения пошли, я думаю, а не стараюсь ли выполнять заповеди, что-то похожее на это. Думаю, надо Библию почитать, и мне сказали, что Библию читать тебе рано, потому что ты не сможешь в Библии понять, что там от человека, а что от Бога. Не сможешь разделить, у тебя не хватит разрешающей способности твоего излучения. То есть, ты слишком в грехах еще. Пройдет время, и ты это почувствуешь, когда ты сможешь понять, что в Библии от Бога, а что от человека, пока не трогай ее. Иначе будешь очередным толкователем, как и таких тысячи было в истории. Я почувствовал в этом действительно резон есть. И когда я стал меняться, прошло полтора-два года, и уже эту книгу я прочел, и только потом я начал чувствовать Библию. А здесь все описано. Что, говорит, как люди пришли к ложной вере. Как они к этому, к этому пришли. Я думаю, так не может писать человек. Вот чувствую, что так человек писать не может. Кто написал эту книгу? И позже уже, это был 95-й год, и только в 99-м году или в 2000-м, не помню, в 98-м, пришла информация, что тот человек, который приходил как человек Иоанн Креститель, а до этого был Илья Пророк, если кто немножко знает Библию, потом эта же личность пришла как Иоанн Креститель, Иисус сам это подтвердил. Потому что его иудеи спрашивали, Господи, а ведь сказано, что прежде чем Мессия придет, придет Илья Пророк. Он говорит, да, а вы что, не видели Иоанн Креститель? Это он и есть. Там Библия это есть в Новом Завете. Так вот, приходил когда-то Илья Пророк, потом эта же личность пришла как Иоанн Креститель, и эта же личность пришла как писатель Оскар Эрнест Бергард. Это Пророк, но он всегда предваряет главные события. Как Иоанн Креститель крестил Христа, и он говорил, что идет за мной тот, кто сильнее меня, тот, кто не достоин сандали там завязывать, что-то в этом роде. Так поэтому сейчас приходит еще раз эта личность и говорит, идет вслед Сын Человеческий. И тогда берешь Библию, и там написано, Иисус Христос говорит, во время прихода Сына Человеческого грянет суд. И будет, как во времена Ноя. Это в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Иоанна с ним написано немножко другим, в другой текстовке. Я от вас ухожу, Иисус говорит, и миру более не явлюсь. Но умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа Истины, который придет и наставит вас на всякую истину, расскажет правду обо мне, о грехе и о суде, и пребудет с вами вечно. Это Евангелие от Иоанна, глава 14, и в 16 повторение идет. Почитайте, это очень интересная вещь. То есть Иисус был воплощенный и любовь. Бог не давал ему поручения наказывать землю, хотя он в распоряжении эти силы имел. Это была последняя терапевтическая, ну, скажем так, попытка оказать людям помощь. Возобновление силы слова, его точности, истинности. Вам говорили пророки, я пришел подтвердить пророков и исполнить закон, а не нарушить их. Он не был против Моисея, наоборот, он подтвердил. Но законы Моисея за тысячу с лишним лет были так изуродованы, что понадобилась помощь опять высшей силы, чтобы сказать, Моисей вам дал законы, те же самые заповеди, почему же вы их не исполняете? Что вы горделиво ходите, где-то стоите, публично молитесь, кому это нужно? Связь создается не так с Богом. Я воплощенное слово, ешьте это слово, пейте это слово. В этом смысл причастия. Потому что человек уже как бы воплоти был Бог, не сама плоть, не электроны, протоны были Богом, а то свечение, та сила, которую люди даже не видели, но они ее ощущали. Убеждение такое было от него, он говорил, людям абсолютно верили. И тогда они либо его враги были абсолютные, потому что они понимали, что они слишком кривые здесь на земле, либо это были абсолютно его почитатели. Сразу делилось, либо на врагов, либо на равнодушных не было. И поэтому, когда он пришел, он начал беседовать на языке души. То есть, его линия света, она начала, что, вибрации в душах людей создавать, те, которые здесь отсеченные. Поэтому, что такое пророк? Пророк, пробивающий вот эту грязь, все тучи, приходит, и его линия света защищена, и он начинает истину говорить. Ни одно существо на земле не может добраться до истины. Почему? Потому что линию эту держать защиту не может не в состоянии. И только Дух Святой может поддержать человека в шести вверх. Нас завалили, как хламом, наши же собственные грехи. И прорвать эту корку невозможно, без помощи сверху. Вот поэтому к нам зачастили пророки последние тысячелетия. И в конце концов сказали, ну, если вы не справитесь при наличии этой помощи, тогда вам конец будет, потому что Горбатого так могила исправит. Вы не хотите исправляться. Вы несете зло этому миру, посмотрите на этот мир. изувечена экология вся. Вы не только себя уничтожаете, уничтожаете и животное царство, и растения, и отравили воду, и воздух. Что вы хотите продолжать, так не получится. И что же вас ведет, какие ваши конечные цели? В основном деньги и комфорт. Вы желаете какой-то хорошей, нормальной жизни, у вас не получится. Еще раз говорю, что вот эта линия, если распространить ее на 150 миллионов россиян или на 6 миллиардов людей Земли, никто не желает в смирении принимать то, что происходит. Значит, никакого искупления грехов нет. Значит, они накапливаются все больше и больше, и в конце концов, критическая масса до дна. И тогда обвал. Это и есть суд страшный. Сколько же нужно терпеть? Ведь не хотят люди исправляться. В этом есть смысл суда и его необходимость. И вот Иисус, когда пришел, еще раз говорю, это была линия любви. Последний раз было по-доброму человечеству предложено исправиться. Люди не захотели, убили Христа, и его практически никто не защитил, даже ученики. Поэтому один его предал, Петр, и отказался от него, как он и сказал, ты от меня откажешься? Еще до третьих петухов трижды откажешься. Вот такие были сильные ученики у него. Это только шума много, а по посту это были, ну, может быть, и люди намного лучше, чем остальные, но из них лепить святых, или которые могли религию какую-то дать, нельзя. Поэтому апостол, тот же самый Павел, говорил, наше знание несовершенно, придет совершенно, и наше исчезнет. Мы служители Нового Завета, не буква, а духа, ибо буква убивает, а дух животворит. Но нельзя же вот все, что написали люди, и потом назвали это святой книгой, нельзя же воспринимать это все, потому что там противоречия, абсолютные противоречия есть. Где апостол Павел противоречит апостолу, скажем, Иакову, откровенно противоречит. Потому что Иаков пишет в своем послании в Новом Завете, что вера без добрых дел, мертва сама по себе, ничего не дает вера. А Павел пишет, что нет только веры, и спасает человека, добрые дела не в счет. Абсолютно полярные позиции. Мало того, это противоречит Христу, который говорил, если любите меня, выполните мои заповеди. А моя наивысшая заповедь это взлюби Бога твоего всем сердцем, разумением и душой. И в Евангелии Атеана говорит в 14 главе 15 стих, если любите меня, выполните мои заповеди. А дальше ниже, а кто слов моих не выполняет, меня не любит. Поэтому, если выполняешь заповеди Христовы, значит, ты христианин. А если не выполняешь, и даже не собираешься этого делать, ты никакого критошношения к христианству не имеешь. Ты такой же точный язычник, как и те, которые вообще не верят, ни во что. Потому что, еще раз говорю, фраза его, не ищите во что одеться, чем питаться, так поступают язычники. Не язычники ли мы? Язычники. Потому что мы боимся завтрашнего дня. Мы ищем, чтобы пропитаться, как нам одеться во что. Но мы совершенно не ищем Царство Небесное, оно ищется исправлением. Исправление нужно получить абсолютно точные инструкции. А как получить точные инструкции? И тогда надо искать. Искать, искать неутомимо. И вот люди походили, кто в эзотерику, кто в секту, кто в церкви. Сколько учеников, он много у меня. И они каждый раз говорят, мы там наткнулись на то, что дальше на наши вопросы не отвечают. Или отвечают, очень нелогично, когда начинаем искать правду, как же это не стыкуется. А ты что? Ты кто такой, чтобы с нами спорить? Мы священники, значит, абсолютно слушать. Дальше там мешанина, абсолютно алогичная. Как же можно воспринимать то, что непонятно? Человек-существо же, не роковое-то растение. У него мозги даны и сердце, для того, чтобы понять что-то. Даже сам Иисус в Библии потребовал знания, а не слепой веры во что-то. Это цитата из Евангелия от Иоанна. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте, а не слепо верьте во что-то. Это требование от Бога, что мы должны этот мир познавать, а не верить слепо жрецам, которые сами-то в Бога толком не верят. Если бы они в него верили, они бы сами закон начинали бы исполнять. Они оправдывают себя, кто Павлом, кто Петром, кто еще какими-то там богословами, что заповеди невыполнимы. И одной рукой они нам предлагают, гиенна огненная вас ждет, вызовы грешники и все. Надо жить по заповедям. Это одна сторона их пропаганды. Или проповедь. А другая сторона, как только начинаешь говорить, хорошо, я хочу жить по заповеди, а научите. А как может научить священник, который никогда в ту сторону не ходил? Он сам этого делать не умеет. Чего он может научить человека? Да ничему. Красиво говорить, мы и сами можем научиться. Пойдешь на какой-нибудь факультет дикторов и будешь прекрасно говорить. То есть в такой экспрессии, что вовы заткнешь 10 священников за пояс, но при этом заповеди-то не исполняются. Иисус тоже говорил, не каждый говорит, «Ощеме Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а тот, кто говорит, исполняет волю Отца Моего». Вот тогда да. А кто ее исполняет? Это заповед. Да никто. И почему-то игнорирует все эти цитаты Христа, но во главу угла выдвинули цитаты апостолов. Например, какие? И там довольно долгий текст. Послание римлянам, 7 глава, от 30 какого-то, или от 13 стиха до конца этой главы, 7 почитайте, там примерно так написано. Павел резюмирует религию христианскую. Примерно так. Мое сознание служит Богу. Почему? Потому что я грешить не хочу. Я не хочу грешить, человек есть сознание. Раз мое сознание грешить не хочет, тем самым оно чистое. Я этим служу Богу. Но плоть моя при этом грешит. Но если мое сознание, человек не грешит, не хочет грешить, а плоть моя грешит тело, то уже грешу не я, сознание, а грешит, сидящий во мне грех. То есть моя плоть. И поэтому Павел повел себя буквально, как из палаты номер 6. Он отказался сознанием отвечать за действия своей плоти. Буквально. Я читал его, удивлялся, думал, как можно эту ахинею нести людям, как идею Христа. Это абсолютная противоположность. И Павел, он вообще не касался при жизни, он вообще не знал Христа. Ну, как он знал, он лично не был ни его учеником, а был проповедником совершенно иной религии. Иудейский, который вступил в сражение с Христом, а начали преследовать Христа, и сказали, еще раз придешь, вы иудеи, мы тебя убьем. Если рисовать карту древнего мира, то нужно немножко знать историю еврейского народа. Вот Средиземное море, Дельта Нила, вот река Иордан, озеро Генесарецкое, еще какое-то мелкое, потом Мертвое море. Так вот, Моисей, когда понял, что еврейский народ не хочет выполнять заповеди, он ушел и умер. Как, при каких-то писать, не знаю. Разбил скрижали, на которых было на этих табличках выдано те же самые 10 заповедей. Он ушел, и все. Но оставил Иисусу на вину. Иисус – это обычное имя земное, Иешуа. Иисус на вину – это последователь Моисея, который выводит еврейский народ уже на землю обетованную, куда ей говорил Моисей. И не расселяется по обе стороны реки Иордан. Примерно по такой схеме. Иуда, колено, Вениамин, по-моему. Здесь Дан, потом, кажется, Ефрем, Монассия, Иссахир, Завулон. А тут не помню, кто. Потом здесь тоже Дан, здесь Гат, Рувин. Ну, примерно так вот расселились. Вот Иссахир и Завулон, два колена, государство Галилея. Иисус был из Назарета. Город, который расположен, был Галилеей. Почему его называют Галилеянием? А вот Иудея, основанно, Иуда и Вениамин. Иуда и Вениамин, два колена Израиля, организовали государство Иудею. Иерусалим был здесь. И на общем сборе народа израильского было признано, что это столица религиозная, политические там свои столицы были. Между ними шла вражда, скажем, колено Ефрема, Самария, государство, которое враждало и с теми и с теми. Потому что очень гордый, говорит, Ефрем, и все время ведет войну. Почему, говорит, что хорошего от Самарии-то может быть? Ну и так далее. Вот это все в Библии написано. Но Иисус был не иудеем, а был израильтянином. Потому что в 937 году до нашей эры еврейский народ раскололся, уже и политически, уже не стал иметь общего царя. Соломон и Давид были последними, можно сказать, царями. И потом развалилось. Вот это осталось понятие Израиль, А вот это иудея. И поэтому далеко не каждый еврей есть иудей. Здесь религия иудаизма, а здесь осталась старая религия еврейская. Они, и религиозное у них было несоответствие. Поэтому это совершенно разные судьбы. У этого, у этой части народа и у этой части народа. И поэтому Иисус, который приходил из Назарета проповедовать сюда, в Иудее, в Иерусалим. А Вифлеем был здесь, на территории Иудеи. И когда была перепись населения, и мать Мария и Иосиф пришли сюда, в этот момент рождается Иисус. Потому что не было ни гасинцев, было битком набито, поэтому пришлось рождать в сене, то есть в сарае. Произошло здесь, в Вифлееме. Почему и сказано было в Ветхом Завете, что Мессия родится в Вифлееме, под Вифлеемской звездой, под звездой Давида, там, ну и так далее. Так вот, он действительно, Иисус родился в Вифлееме, на родине Назарета, его родители. И в конце концов, после бегства, потому что Волх высказали и роду царю, что родился некий царь иудейский, который прекратит это существование твое. Тогда он велел, то что избиение младенца, уничтожить всех младенцев, до года, что ли, до двух, я уже не помню. И было избиение младенцев. В Вифлееме, тех, кто родился в Вифлееме, убить. Когда они ушли и потом вернулись в Назарет, прошло время, Иисус вырос и начал проповедовать. Спустя, ну, это длится 30, наверное, начал проповедовать. Хотя царь Ирод, по хронологии, умер, скажем так, вот Рождество Христово считается, мы сейчас живем, 2005 год, царь Ирод умер за 4 года до этого, но при царе Ироде было избиение младенца. Значит, можно добавить еще годик, два-три, и получается, что Иисуса Христа реальный возраст лет на 7 больше. Не 33 года, а лет 40 кому. В принципе, это уже доказано, но особого значения не имеет. Ну, какая разница, сколько ему лет было? Для его проповеди это не столь важно. А люди начинают увлекаться и вот ссориться из-за этого, что нет, ваша религия этого не признает, а наша вот этого не признает. Ведь это второстепенные все вещи. Основная идея учительская была в его заповедях, в его проповеди Нагорной, в его беседах с учениками. Это вот немножко история, чтобы понимали, что происходило и на какой почве происходило. И когда он пришел сюда еще раз, ему сказали, еще раз придешь в Иудею, мы тебя убьем. А родственники ему говорили, в том числе и Мария, и Иосиф, и дети, ну, если его было живое, и 7 или 8 детей у Марии. Это вообще такая смешная история, когда читаешь историю обождествления Марии, как из нее Богоматерь слепили в течение нескольких вселенских соборов. Есть такая книга. Это просто кошмар. Когда убивали людей, это чтобы голосовали, что она Богоматерь. На самом деле, они Христу говорили, ну, что ты ходишь там куда-то, ты немножко о семье позаботься. Они думали, что если он там сын старший, он должен больше заботиться о них. Но Иисус пришел для всей земли. И в Библии это есть. У него масштаб работы был со всем народом земли, а его пытались родственники оставить, ну, как бы, своим карманным помощником. Он же очень много мог. Он чудеса творил, они, может быть, ему говорили, это сделай нам, чтобы баранов было не 15, а 250. Поэтому одной фразой говорит, Господь, ну, там, говорит, нет пророка ни в семье, ни в своем отечестве. Что-то такое. Нет пророка. Это никто тебя тут не понимает и не слушает. И когда он пришел в Иудею и знал, что его там убьют, но в основном-то отсюда пошла неправильная религия и дать сопротивление, потому что позже войны начались, и Израиль, север, был подчинен Ассирии, а юг чуть позже, Вавилон. У них разная судьба, разный плен. Потом Иудею захватили после Вавилона, по-моему, царь Кир, а после Кира римляне. И тогда опять начались вопли. Постоянный плен, постоянный геноцид, уничтожение лучших, как говорится, сил народа, унижения страшные. И тогда опять вопли. Господи, помоги. Бог опять услышал, потому что это один из первых монотеистических народов был. Я говорил о том, что они уже не были язычниками. Уже Моисея они притянули, как монотеисты. Довольно передовой в духе народ был. В язычников посылать Бога трудно, потому что его не поймут. И по закону подобия притягивается тот, где сознание доросло до монотеизма. Вот, возвращаясь сюда, что человек пришел на землю для того, чтобы познать этот мир, этот, 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 в личном опыте познать, а не слепо верить в непонимание, непонимающие какие-то вещи, непонимать. И должен прийти сюда сознательным. Поэтому Иисус пришел сюда и сказал, придет другой. Дух истины – это другая линия. Троица еще состоит. Бог един, но проявляет себя по-разному. Чтобы вы понимали суть Троицы, можно сравнить так отдаленно с понятием человека, хотя это совершенно другое понятие. Но вот, допустим, если я могу одной рукой делать одну вещь, другой рукой, другую вещь, в это время мыслить о третьем, значит, я имею какую-то степень свобода. Я так часто на лекции рассказываю, я могу этой рукой мешать кашу, потому что это было. Я помню этот эпизод, когда у меня маленький ребенок был, мне жена поручала, мне некогда, давай, ты свари кашу. А мне в институте в заочном учился, я читаю какую-нибудь там свою литературу, кашу на плите, включил, и механически мешая, включил вот этот механик, и мне уже не надо не заботиться. И читаю, и понимаю все. И в это время там какое-то животное ко мне домашнее подходит и мешает, трется ногу, там кошку, ей вот швыриваю. То есть смотрите, сколько движений. Эта рука это делает, рука держит, мозг читает, нога работает, этот человек может разные вещи делать. Неужели Богу мы откажем в том, что он по степени свободы значительно выше? Поэтому его правая рука любовь, левая воля. Если правая рука приходила на землю, тело не было Богом. Люди вполне резонны из других религий, упрекая, в том числе и в Коране, что как же так, у вас много богов, и там есть Бог, и вот Иисус Бог. Но это тело не было Богом. Тело было что? Инструмент для передачи знаний. Чтобы передать людям, находящимся под блокадой вот этой лжи, чтобы дать истину, надо прорвать эту блокаду, в теле выдать человеческое тело, научить его говорить языком какого-то народа, разузнать, где и как, почему врут, такую систему заблуждений изучить человеческих, и сказать, вот это все типичное не то, посмотрите, нет логики, нет логики, нет, это ложь, ложь и ложь и ложь. Вот он настоящая религия, и выдать ее, как это можно сделать, не имея языка, или мозга? Невозможно. Потому что откровение люди утеряли, способность человеческого мозга связываться и получать информацию на мысле уровня, человек потерял, потому что любые волны искажались человеческими сознаниями, в том числе и жрецами. А если кто не слушал жрецов, их убивали, их проклинали, анафем, что только не было. И в христианстве это было, и везде так. Поэтому очень жесткий этот режим от жрецов шел. Никакого тебе свободы не давали. Ни познания, ничего. Верь слепа в то, что они предлагают. Сами люди, не выполняющие заповеди. Поэтому Иисус перед смертью сказал, я ухожу от вас, и миру более не явлюсь. Умолю Отца, отдать вам другого утешителя, Духа истины, который придет и наставит вас на всякую истину. Бог Отец, Бог Сын, и Бог Святой Дух. Так вот, Бог Сын приходил, а Бог Святой Дух, сейчас действует. Потому что все механизмы, которые обещал Иисус, включены, они включились. Многие события, просто читаешь в Библии, смотри, это происходит, это происходит, это происходит. Одно из самых заметных, одно из знамений, говорит, что перед концом веков не конец света, правильно, а конец веков, то есть конец определенной эпохи. Жизнь не прекратится, но нечистью с земли сметут вот эти вот волны света, которые сейчас все больше и больше давления имеют. Иисус говорил, что больше миру не явится. Дважды Он в Библии говорит, я миру более не явлюсь, но умолю отца, да, другого утешителя, придет другая ипоста строится. Дух Святой по его линии пойдет. Мало того, мы этой линии рождены, человек рожден этой линией, волей Божьей, сотворен, творческой волей. Поэтому по этой линии сразу, прежде всего, это чувствует наши души. Наш Дух получил инъекцию уже давно. И вот эти годы, может, 10-15 лет, мы испытываем все больше и больше давления. Нас куда-то толкает что-то. Мы начинаем искать. Почему? Просто мы родитель включил, и накал этот растет. Все мощнее и мощнее эта линия призывает душу восстать против этой лжи. Если хотите вообще уцелеть. И для человека, который не так уж сильно опутан, вот у него там, может быть, небольшие такие программки есть в характере, у него еще есть шанс, а вот у них шансов-то нет. Поэтому Иисус говорил о них, не надо метать бисер перед ними, иначе не развернуться и растопчет вас. Слово служит для хороших людей, а перед ними никто рассыпаться не будет, и помощи им никакой не будет. Но они остаются, пока я объяснил, для чего? Как давление против нас, чтобы загнать нас под закон. И многих загоняет, именно обстоятельства загоняет. А кто обстоятельства создает? Люди. Люди, которые пытаются у вас урвать последнее. Они создают. Поэтому не надо их ненавидеть. Как ни странно, их тоже любить надо. Благословлять наших врагов. Пусть они живут, и они будут трогать только тех, которые не желают идти к Богу. Но тогда это заслужено. Тогда вопрос отпадает. Ой, почему же так страдают люди? Ответ. Потому что они это заслужили. Они не хотят исправляться. А почему страдают дети, которые невинные существа? Невинные они до определенного порога. Смотрите. Родился человек на земле, когда-то. Умер. Его душа ушла, она вечная. Пришла на землю, опять родился, умер. Опять душа ушла. Родился, умер. И так череда этих воплощений идет. Здесь первые грехи были накоплены, не понимая этой системы. Старые грехи плюс новые в этой жизни. Здесь пришел человек со старыми грехами, искупить и понятен. Он здесь не понимает. И в каждый этот период идут пророки, приходят помощники, кто-то обращается к людям. Они их что, либо не слушают, либо слушают и больше жрецов, чем суть религии. Тогда сюда приходит этот хлам, за много лет еще новый, потому что это не изменяется, что уменьшать вот эту греховную массу только смирением. Кто же в смирении-то живет у нас? Да никто. Кто мир воспринимает спокойно и благоварит Творца за такой мир? Да никто. Отсюда накопление-то идет, а разгрузки нет. И что происходит? В конце концов, у Бога терпение кончается. Он говорит, хватит. Много раз предлагалось человеку исправиться. Не хочет. Следовательно, и живут так все народы, поколение за поколением. Ребенок, который пришел сейчас в новую жизнь, допустим, в следующую жизнь, родился на земле ребенок. Сейчас, может, две недели или год. Вот он живет в этой жизни уже. Родился и живет. Но прошлое-то с него не списано. Потому что, умирая вот здесь стариком, он был грешник. И не знал, как исправляться. Может, не хотел. Посмотрите, разве пожилой человек, это святой человек? Нет. Возраст не дает понятия святости. Да, уважение к возрасту должно быть воспитано. Он должен заботиться о стариках. Но вопросы духовные весьма строгие. Человек остался перед смертью и в состоянии обиды на кого-то. И страхи накоплены. Да много чего было. И слов плохих иногда наговорено между родственниками и так далее. Это все лежит, как грустно, на чайской душе. И он не искуплен. Когда же его искупать? Что, списать сказать? Ну, умер, и ладно. И пусть зло прекратится. Что подобное? Что по силу, ты упожнешь. Как видите, пунктир только в теле. А душа-то, которая является истинным наследником всех грехов, она же отвечает и в этой жизни. Рождается ребенок, то есть эмбрион, который превращается в конце концов вплоть, вот, мать родила ребенка. Но эта душа, которая пришла вот опять сюда, она же несет грустную ответственность. Ребенок начинает болеть и страдать иногда с первых же дней своей жизни. Вот в чем дело. И почему это происходит? А потому что мама и папа, имеют свою греховность. Вот у папы свои грехи, и у мамы там свои грехи. И в сумме они начинают притягивать ту душу, которая примерно имеет такое же поражение в характере. То есть примерно те же самые качества. И когда душа приходит вот с такой нагрузкой, вот с такой нагрузкой, притягивается по закону подобия, втягивается в ту семью по подобию. Один из основополагающих принципов рождения души. Какая душа придет? Ведь душа – это гость семьи. Родители принимают ее, не родители рождают душу, а отче наш породил вечную духовную единицу. Родители помогают воплотиться этой душе на земле и понять эту жизнь. Еще раз попробуй пройти этот урок. Здесь неминуемо, пока ты не поймешь на земле ничего, ты не сможешь отсюда выморнуть. Пройдет время, если его используешь бесполезно, тогда ты погибнешь вообще, когда закончится вообще ваш процесс образования духовного. Ибо ты не развивался, кто же виноват. А кто может дать ребенку выход из этой трясины, если и мама, и папа толком не понимают ни сути религии, ни настоящего духовного воспитания дать не могут. Они сами в этом плавают. И получается, что каждое новое поколение становится все более грешным, все более жестким, более практичным, более рациональным. То есть интеллектуальность растет, и мы это замечаем. И это есть эволюция, потому что передний мозг, ведущий интеллектуальными возможностями, он нарастает, то есть нейроны переднего мозга все больше и больше, скажем, новым поколением. Это функция такая. Закон эволюции развивается именно то, что востребовано. А мужичок, который ведает приемы информации взлетой, образной, он все меньше и меньше возможностей-то имеет. Поэтому вот в магии, когда восстанавливают, или эзотерик, они говорят, ну вот мы же вам вернули откровение. Я говорю, ничего подобного, медитация не есть откровение. Это картинки, которые приходят из астрального мира, вот отсюда. А этот мир грязный, и управляется он сатаной, то есть сатана влияет на мир наших чувств, на мир мышления. Выбраться из объятий сатаны, это опираясь на слово Божие, разобраться со своими грехами и перестать грешить. Тогда выходишь из этого плена. И Бог в этом тебе помощник, но если ты этого не хочешь, не хватает тебя воли и терпения, кто же виноват, что такой слабый? Кто виноват, что ты за эти жизни, не накопил ни воли, ни терпения? Это истинные качества человеческие. И никакого интеллектуального намека здесь нет, потому что интеллект разрушается вместе со смертью. И человека снова надо обучать. Ботаники, арифметики там и так далее. А Дух-то имеет, что складывается, с чего сила Духа? Преодоление препятствий, а для этого нужна воля и терпение. Пришел человек на Землю, зачем он вообще появился в материи? Потому что слабому Духу надо стать вот таким сильным. Как и слабому стать сильным, Солнцем? Значит, пришел на Землю, преодолеваешь препятствия, это борьба за жизнь. Преодолел препятствия, значит, из такого стал таким. Еще два препятствия стал таким. Еще сотни препятствий таким. Еще миллион препятствий, вот таким. Вот тебя можно выпускать. Тебе же полигон создали. В плотной материи легкий Дух пришел, одевая вот эту плотную материю, которую нужно кормить, поить, защищать. Необходимо же, хочу жить. Вот этот инстинкт самосохранения создан, для того, чтобы человек ценил свою жизнь и защищал ее. И создана боль, чтобы ему было больно, когда его кусает зверь, значит, от него надо убегать, защищаться. От холода тоже плохо. От голода тоже плохо. Значит, надо думать, надо работать, надо развиваться. А это, значит, преодолевает препятствия, и в сумме потом идет развитие Духа. Но только нужно все это делать в пределах нравственных законов. А человек сошел с этой тропы и решил пожить за чужой счет. И многое что другое происходило. Это произошло за многие миллионы лет отклонений. И вот вернуться сейчас на круги слоя, опять в развитии, чтобы продолжить маршрут, нужно прежде всего выполнить заповеди. Тогда закон опять принимает и начинает поддерживать тебя в шести и вверх. А если ты не будешь этого делать, то есть наоборот идет отторжение, как вот отторжение организмом больного органа. Он вредит, значит, но надо что? Изъять, резекция, операция и все. Если орган нельзя уже вылечить ничем, то есть никакими проповедями человек на них не реагирует, тогда уничтожение идет какой-то части человечества, как опухоли. То, что сейчас и происходит. Людей все больше и больше гибнет. Вот поэтому дети-то они только в теле маленькие, а в духе-то они такие же старенькие, как мы все. Мы когда-то вместе все начинали вот это движение. Это прошло сотни миллионов лет назад. И наша наука, к сожалению, настолько завралась, особенно в отношении происхождения человечества. Есть и теории Дарвина, есть и другие теории, а на самом деле уже доказано. И вот есть статьи, которые сейчас в интернете распечатывают, написаны в одной статье. Человечеству миллиард лет. А то, что я рассказывал иногда на лекциях уже несколько лет, Майкл Крымо есть такой ученый, и есть огромное количество, кроме него, добытой информации, что там 2,8 миллиарда лет назад кусок монолитной скалы, в котором вкрапление металлические шарики с кольцевыми насечками, явно технического происхождения. Возраст этой скалы, естественно, вместе с шариками, потому что она вплавлена, как куда-то попала, оплавилась и внутри застыла. 2,8 миллиарда спектральный анализ показывает. 2,8 миллиарда лет. Следовательно, если такие шарики, то есть явно технического происхождения, значит, цивилизация техническая была еще раньше, когда же была обезьяна. Я говорю, примерно 5-5,5 миллиардов лет назад, где-то около этого. И 11 миллиардов лет вообще живет Земля. То есть примерно половина этого срока пришло на Землю. Каким же образом, скажем так, если мы этого вопроса коснулись, каким же образом все это происходило, если взять нашу планетарную систему? Если кто-то имел дело с работами Плыкина, был такой доктор, физмат-наук, по-моему, вот он информационные свойства воды исследовал, и какие-то фрагменты я оттуда у него взял. И, собственно, это совпадает с той информацией, которую давало в душе, что Солнце когда-то было более холодным. То есть и гравитационные поля были послабее, ну, вообще вся полевая система звезды была слабее. И от Солнца масса какая-то в какой-то... Вот идет вспышка какая-то на Солнце очень мощная. И в данном случае отлетает какая-то масса. И начинает вращаться по первой орбите. Допустим, Солнце было, может, оранжевое тогда. Возьмем так, как рождались все планеты, так и же Земля. Остальные планеты в расчет не берем, чтобы не загружать рисунок. Потом опять вспышка. Отходит эта масса на какую-то другую траекторию, на третью, на четвертую орбиту. В конце концов, она остывает до той степени, что первая жизнь какая-то и появляется. Те же самые сине-зеленые водоросли, которые хозяйничали миллионы лет на Земле, в воде. Потом приходит время млекопитающихся. Потом приходит время высших приматов. Ну там рыбы, ящеры в эволюцию, вы знаете. Потом приходит млекопитающий. И в конце концов, в какой-то момент на Землю что? Приходит дух человеческий. И воплощается в лучших особях. И приматы получают этот десант духа. И тогда те приматы, которые получили дух, они начинают развиваться и в течение миллионов лет превращаться в людей. А те, которые не получили дух, они так и остались обезьярами. Дарвин этого не смог объяснить. Почему? Потому что рассудком этого не объяснишь. А дальше что происходит? Пошел новые вспышки на Солнце. Конечно, эти периоды занимали сотни и десятки миллионов лет. Развитие шло. А за счет чего, собственно говоря, изменялось все? Ведь Солнцем кто управляет? Материалисты считают, что какая-то вспышка была, галактика, Вселенная стала расширяться и все. Какой-то супер взрыв был. Есть разные теории на эту тему. Их тоже читал за возможные. Но я всегда у этих физиков спрашивал, с кем удалось поговорить с авторами этой литературы. Говорю, где вы видели взрыв, при котором так идеально отлажено все? Что вилка температур на Земле идеальная для биомассы. Что электроны и протоны имеют абсолютно в зависимости константы. Скажем, 1836 вес протона больше, чем электрона. Всегда это константа. Заряд минус единицы – это константа. И многие другие константы. Свет, отяготение и прочее. Но отяготение константы меняется, как и некоторые другие. Почему? За счет гравитации. Чем больше напряженность гравитационного поля, тем дальше планету может удержать Солнце на другом расстоянии. Это меняется гравитация. Но дело в том, что доказано учеными, что гравитационное поле влияет на понятие времени. Чем выше напряженность гравитационного поля, тем быстрее процессы внутри этого поля идут. А когда идут быстрые процессы, более быстрые, чем раньше, значит время меняется. Потому что самое простое определение времени – это скорость жизни. Скорость развития каких-то процессов. Это есть время. И ничего такого сложного здесь нет в этом понятии. Поэтому внутри простанства в каком-то идут процессы, они развиваются с определенной скоростью. Это есть время. Оно регистрирует изменения. Что было такое, стало такое. Было глупое, стало мудрое через 20 лет. А может было глупое, стало еще глупее через 40 лет. Процесс идет. Каждый делает то, что хочет. Развивается или в конце концов деградирует. Мы находимся сейчас на каком-то удалении. И мы знаем, что это примерно 150 миллионов километров. Это называется астрономическая единица. Вот это радиус удаления от Солнца. А если этот радиус, который когда-то появились первые люди, ну, грубо говоря, предположим, что он 15 миллионов километров был, а сейчас радиус 1 равен, или, скажем так, 10 радиусов, а сейчас радиус 2 равен 10 радиусам этим, то есть сами понимаете, что 2PR, длина окружности орбиты, это величина переменная, а эта величина, переменная, это величина постоянная. Значит, за счет радиуса меняется длина окружности. Кратно. И если первый человек пришел и заселил землю здесь, пошло развитие, и первые библейские долгожители, помните, было 900 лет, 800 лет, потому что отсчитывали года, тоже оборот вокруг Солнца. Если 2PR был в 10 раз меньше, соответственно, тогда и в 10 раз больше лет было. То есть это кратно по биологическому циклу, примерно как 80 и 90 лет сейчас, также было 800-900 оборотов вокруг Солнца. Никакого чуда тут нет, долгожителей не было. Видите как? То есть Библия совершенно четко перекликается с этими знаниями. Происходило это почему? Потому что на Земле время было неоднородным. Гравитация была неоднородной, константы менялись. Только если мы живем последний виток, вот этот около 60-70 тысяч лет, последнее, но время вот здесь только однородным, оно одинаково. То есть скорость жизни здесь одинаковая. А вот здесь оно было медленнее, а тут еще медленнее, и вглубь веков все медленнее и медленнее время. Почему? Потому что когда человек появился впервые на Земле, давать ему быструю скорость жизни нельзя. Пришло существо совершенно в незнакомый мир. Вошло в тело обезьяны, ему надо понять эту жизнь. Соответственно, процессы очень медленно шли. А потом, когда прошло десятки миллионов лет, раз первый отбор был, кто неправильный был, отсеялись, вошли сюда. Новый режим времени, новый режим времени. Так каждый раз происходило. Поэтому вот эти витки, это есть расы. Но этих рас было более двухсот. А не так, как эзотерика пишет, там пятая, шестая раса, ничего подобного. Человечеству столько дали попыток развиваться, а мы так и не развиваемся. Для самого лентяя в духе созданы все условия за счет времени. А он не хочет развиваться. Поэтому Бог нам как бы говорит, я сделаю для вас все возможное. Время вам дано было, наверное, в пять раз больше, чем самому лентяю нужно. Помощники приходили, всю историю приходили. Приходили, приходили и приходили. Во все времена и во многие народы. Последние, вы помните, Кришна пять тысяч лет назад, Зарастар там три с чем-то тысячи лет, Моисей три тысячи лет назад, Иисус две тысячи лет назад. Какого вам рожда еще надо? Что вы хотите от меня? Когда я сам пришел к вам в лице Христа, вы его убили. Как же с вами разговаривать? Как же с вами вам помогать и так далее? Вы неисправимы. Значит, вступает другая тактика. Приходит последний, то, что называется Библией сын-человеческий. И тогда во время его прихода грянет суд, как и пишет Библия. Устами Христа он так говорил. Приход в сына-человеческий – это суд. Поэтому он отберет людей, тех, которые хотят к Богу идти, и поможет им. Остальные будут уничтожены, причем не Богом, а собственным злом. Бог как бы говорит, я снимаю с вас защиту, оставайтесь один на один с тем злом, который вы породили. Поэтому то зло, которое вы несете этому миру, через худших людей вам вернут. Вы либо раздавлены, либо войдете под защиту закона, но закон примет под защиту только исполняющих закон. Это же справедливо. По-другому-то не может быть. У закона такие функции, еще раз говорю, наказывать за какие-то грехи и защищать людей, которые с ними справляются. Вот такая ситуация. И поэтому здесь, когда бурят скважины сверхглубокие, они, допустим, приходят сюда и говорят, ну, 200 миллионов лет, а статографическая шкала говорит, что 200 или 250 миллионов лет был, по-моему, Триас период. А вот, по-моему, так, где-то 250 миллионов лет начинается этот средневековье. Мезозой, Триас, Юрский, по-моему, и Меловой, или Меловой-Юрский. Вот. Примерно это, значит, либо в Триас попадают, иногда и сюда в 300 миллионов лет, говорят, это Пермский период или каменно-угольный. Каковы там человек? Там только ящеры-то еще не появились. И вдруг находят техногенность какую-то, потом бурят еще, скважины находят за миллиард лет. Как что, да, вся шкала неправильная. Потому что то, что называется до Кембрии, это 570 миллионов лет. А выше, говорят, ну, там непонятно, что было. Вот это первый Кембрии идет, потом Ордовик, Селур, там Пермский и так далее. Но выше этого 570 миллионов лет, непонятность какая-то. До Кембрии. А получается, что там человек жил. И доказано это десятками и сотнями находок уже. Значит, получается, что наша наука ошиблась в части возраста. И почему так упорно отстаивает свои ошибки? Потому что теория Дарвина отказывает Богу в нашем родстве. Нет никакого Бога. Человек произошел от обезьяны путем отбора, развития этой обезьяны. То есть нам говорят, наш родственник и первый предок это есть обезьяна. А Бог говорит, нет, вы по рождению от Бога. Вы есть свет, вы есть любовь. Но только вы очень хорошо заблудились. Вы никакие не обезьяны. Вы используете тело обезьяны как сосуд для пребывания на земле. Он подготовлен для вас. Это план такой. Хотите развиваться, развивайтесь. Но вы не есть материя. И обезьяна даже не есть сама материя. Потому что душа обезьяна, она пришла из сущностного. Но она не вечная, в отличие от вас. Вы вечные. А душа зверя, она распадается на составные какие-то энергии, формы. И потом опять собирается. Поэтому у них идет очень быстрое изменение вида. Если вы знаете, что у животных очень быстро мимикрия не как называется. Видоизменения идут. Особенно вот такие существа, как тараканы, крысы. У них мгновенно идет накопление какой-то информации, они мгновенно на нее реагируют. И отравить уже следующее поколение крыс, допустим, этим ядом, иногда трудновато. Они очень быстро реагируют на изменения, на приобретение защитных каких-то функций, свойств вернее. Теперь давайте поговорим немножко о физике пространства и о физике души. Еще раз, бесконечность какая-то Бога. Вот то, где мы живем, многослойное. А что такое эта граница? Что за граница? Вы помните, ну, точечный источник света, да? Если лампочка горит какая-то, вот, столб, лампочка, от нее, вот так, первый круг хорошо виден, второй едва-едва проглядывается, да? Обращали внимание. Есть и помех нет. Обычно это бывает не в городе. В городе разный свет отсюда, отсюда, отсюда свет, ничего не поймешь. А вот где-то, бывали, на сельских, в сельской местности где-то одинокий столб горит, и там хорошо это видно. Это называется, так, по-моему, гало. Свечение вокруг, такие, концентрические. Дальше тоже есть, но в ней уже выпадают из нашего, нашей ангстремы, не ловят. Инфракрасное излучение там и так далее. На самом деле, по такому же принципу созданное творение. И все эти границы являются вот такими характерными линиями. Только, естественно, масштаб огромен. Поэтому граница, и эта граница, скажем, в пределах этих двух границ пространство-время несет свои свойства какие-то. Каким образом сформирована иерархия? Если это сущностная, это эфирная, это физическая материя, тут проявленная материя. Напоминаю вам такую общеизвестную формулу. Е равняется mc квадрат. Энергия, которая переводится с греческого, деятельность. Энергия переводится, деятельность. Следовательно, деятельность какая-то, исходящая в данном случае от Бога, превращается, в конце концов, в массу. Если отнять что? Скорость. То есть затормозить эту энергию. Формула-то как читается? Энергия равна массе, разогнанной до квадрата скорости света. То есть если массу материи вот эту разогнать, умножьте 300 тысяч в квадрате, столько, что будет. То есть 9 и в 2 раза нулей больше. Да, 10 нулей будет. Так кажется. Что получается? 90 миллиардов километров в секунду. Эта формула довольно-таки гениальна. То есть если разогнать материю до такой скорости, она превращается в энергию, то есть в другое состояние. Это нормальный постулат научный. Так вот энергия, если она идет, если в ней отнимать скорость постепенно, нули за нулями, она и придет в состояние скорости света, а потом начнется что? Формироваться материя в какие-то формы. Из чего? Из электронов, протонов. И все это происходит в основном при переходе эфирного мира и физического. Вот эта граница, здесь как раз начинается явление первого ускорения. Поэтому ученые, которые работают в этой области, ускорители создают, ну, эти вот циклотроны. Они разгоняют частицы, получают совершенно иные свойства у них. Чем больше разогнать, тем свойства более меняются. Потому что частицы начинают дробиться на более мелкие. Если этот вопрос исследовать, получится, что вся эта граница, она в конце концов сойдется на нет. То есть треугольник скоростей. Чем ближе к Богу, к источнику, тем больше энергия. То есть большие скорости, динамика выше. Соответственно, и частицы все мельче, мельче, мельче. А потом кончается мир этой материи, начинается совсем инородный мир. Построен на тех же самых законах, но константы другие. За счет чего? За счет скорости. Ограничение, основное, скорость света, то есть эта материя не располагает больше скоростью. Уже граница примерно в 400 раз быстрее. Это пограничное состояние вещества. Между эфирным веществом и физическим существует переходная граница, она очень маленькая. А дальше, в этом мире, может быть, еще добавьте, там, десятка, два, три нулей. Я в цифрах не исследовал это. Если выбраться выше, то есть ближе к Богу, еще быстрее, добавьте еще сотни нулей. Сюда выбрать еще быстрее, то есть жизнь, чем ближе к Богу, тем быстрее, тем более динамичнее. То есть мы в духе очень быстрые, а в теле медленный, развитие медленное идет. И мы это знаем. Отсюда человек, который рожден в более быстрой жизни, там нам всем нравится очень быстро ездить. Их кто, конечно, страха не имеет. Почему? Какой русский не любит быстрые езды? Ну, это сказано о русских. Вообще-то люди любят скорость. Вот когда, что такое быстро, ну и во сне, когда летаем, иногда такое удовольствие получаешь, это потому, что мы хотим этой скорости. У нас совершенно иная скорость жизни в духе. И изменяемся мы здесь намного быстрее, чем в теле. Допустим, если я в духе изменился довольно быстро, первый дивиденд я получил в те нескольких месяцев, а тело медленно поддавалось. Ушли болезни, но потом то там-то скрипнет, то там что-то не то, и потихоньку-потихоньку начинаешь все исправляться. Почему? Ну вот, закончим с этим сначала. Получается так. Время здесь одно. Чем быстрее волна, тем быстрее время. Потому что волна задает ритм времени. Объясню почему. Что такое волна, в конце концов? Есть что, пики? Если вот в одну секунду одно колебание, называется это один герц. То есть, пиковый удар волны по какому-то объекту. Можно уподобить это, возьмите молоток, ударьте по гвоздю. Это можно сказать, одна волна прошла. А потом две волны, три-четыре. Чем больше герц в секунду, тем больше плотность колебаний. Соответственно, каждый пик это удар по объекту. Поэтому в свое время я когда изучал, почему я начинал медленно работать и с каждым новым месяцем прирастал, где я быстрее становился. То есть, если больной мне подавался первое время, там, два-три часа сеанс шел, я его лечил. Ну, онкология, там, астма, чего только не попадалось мне. Вот. А потом стал быстрее. И сейчас вообще сеансы настолько быстрые идут. А почему? А потому что волны, плотность волны росла. А это частота колебаний. А частота колебаний, кто знает мышкой физику, это спектр. Менялся спектр. Из какого-то инфракрасного, потом красный, потом там оранжевый, желтый, ты в какую сторону идешь? В сторону ультрафиолета. А дальше начинается рентгеновское излучение, правильно, по длине волны. А рентген что такое? Это проникновение в структуру, то есть, я вижу тело насквозь. Это же секрет экстрасенсов. Меняется излучение. То есть, твоя длина волны умещается уже в обозреваемые вот эти предметы. То есть, глаз наш, так же, как и любая волна, вот обозреваемый предмет, если одна длина волны уместилась, я его вижу. Если моя длина волны больше, я не вижу этого предмета, он для меня слишком мелкий. Но когда у тебя меняется излучение, не только частота, а ты еще по ступеням идешь, все больше и больше, и изменяется плотность, увеличивается, то есть, а это спектр. Да еще ты переходишь на другие скорости волн. Здесь, 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 много астральных ступеней. А потом, когда переходишь за астральный мир, для тебя совершенно ясно становится ложь всего этого мира. В этом есть суть призыва Христа. Никто, как только через меня, туда не попадет. А Иисус был Слово. Ешьте это Слово, пейте его, то есть, сделайте образом жизни заповеди. Если вы действительно это сделаете, победите все пороки на всех этажах, в том числе и на чувственном, тогда вы выходите за пределы астрального мира. Вся ложь ограничится только вот этими мирами. Выше ваша душа, вы с ней связаны, а душа связана с Богом. И это излучение, которое вы начнете проводить и в тело, не позволит вас больше обманывать никаким ложным идеям. Слишком высока чувствительность будет вот эта. К вам ложь просто не подступится. Вы слишком сильный станете, заряженный этим светом. И излучение, естественно, меняется, потому что мы на Земле оцениваем излучение волнами, плотностью волны, амплитудой. Плотность – это частота колебаний, амплитуда, что еще есть? Длина волны. Длина волны обратно пропорциональна периоду колебаний. Единица на Т. И это меняется всегда. Чем чище ты становишься душей, тем большие возможности получаешь. Поэтому, по сути, как и пишет эта книга, никаких законов у нас нет. Потому что возьмите нормального человека, как любой из вас. Вы же не хотите убивать кого-то, кого-то грабить, хамить, говорить пошлости, да и много такого, что нет в нормальных людях. И вас что, к этому принуждает кто-то? Нет. Это природа человека. То есть, природа человека, мы рождены от Бога. И в нас это заложены, это естественные, нормальные наши черты характера. Почему же мы начинаем себя неправильно вести? Из-за лени, невежества, тщеславия, то есть гордыня. Человек начинает желать большего, чем он заработал. А все так делают. Почему я не такой? И вот пошел разврат. Коррупция. Если душа этому поддается, она туда уходит. А да, душа, которая это не поддается, страдает и говорит, ну почему же я честный, порядочный человек, я живу своим трудом. Почему я-то страдаю? И еще я вам ответил на этот вопрос, что чуть-чуть преступности, и Бог не может помочь вам. Потому что эту преступность надо сокращать. Если мы уменьшаем ее, динамика есть, тогда идет помощь. Не сокращаем, нет помощи. А чтобы сокращать, что нужно? Нужна воля и терпение. Интеллекта-то особого не надо. Интеллект нужен, чтобы преподавать, чтобы довести до самых простых логических таких фразах то, что происходит. А для того, чтобы бороться с собой внутри молча, для этого этого не надо. Для этого надо понять вот эту систему, и что, только воля и терпение нужно. Почему я когда рассказываю о том, как строится храм наш, храм он не из кирпичей, как и Библия говорит, что храм внутри нас. Первый камень, который вот в основу нашего храма, это вера. Иисус когда-то говорил, блаженно просящий духом, и Берехия, Царство Небесное, просить надо у Бога, не микросхемы рассудка, это волны 300 тысяч на секунду. И даже не чувствами, они в 400 раз быстрее, то, что и ведут маги. Это есть лжецы, лже-пороки, лже-учителя, которые втянули людей под эти все знамена. И любой человек, который не исповедует через заповеди религии, он не пройдет туда, он обманут. Поэтому вера должна быть духовной. То есть у нас есть дух. Вот вера должна вот здесь возникнуть. Вера – это состояние души, а не мышление по поводу тому, что я верю или не верю в Бог. Мышление – это еще не вера. И даже чувство – не вера. А вот ощущение – это вера. А чувства и ощущения – это разные излучения. Мозг генерирует мысли. Концентрированные мысли есть гипноз. Астральная наша оболочка генерирует чувства. И концентрация этих чувств называется оккультизм или медитация. А ощущение – это генерация духа. И концентрация ощущений ведет не к медитации, а к откровению. Но зарабатывается только выполнением заповедей, как и в Библии сказано. Ангел повел меня в духе в пустыню и показал, чему будет там. Это ветхозаветные и новозаветные, все одно и то же было. Принцип один и тот же. Так вот, вера настоящая, это состояние души. Когда я верю, это ощущение, что твои границы кончаются, и ты сливаешься с чем-то бесконечным. Такое состояние, это вера настоящая приходит. Второй камень – надежда. Потому что ты надеешься на благополучный исход все-таки, что в этой жизни можно чего-то добиться. Вот. И вера, надежда и любовь это из области ощущений. Это ни чувства, ни мысли. Люди не могут это отделить, а нужно. Мышление – это обеспечивает нашу логику на Земле, изучение мира проявленных вещей. А вот чувства, мы даже чувства не можем толком объяснить, но отделить их от ощущений надо. Чувства обеспечивают нас тоже, в конце концов, в этом мире. А вот в следующем, дальше, без ощущений делать нечего. Это наш локатор там. Если он молчит, мы слепы, и мы в том мире не можем ориентироваться. Это все равно, что человек здесь глухой, слепой и немой в этом мире. Как он может в этом мире тогда жить? Это калека. Поэтому мы, в конце концов, духовные калеки, пока мы не восстанавливаем свою верхнюю духовную ипостась. Это же я, это основа наша. Как же можем без нее жить? Мы забыли про нее, засели вот в этом маленьком мирке и считаем себя великими, знающими и мудрыми. Называем себя хомо сапиенс. Какой же это сапиенс, который отравил себе всю жизнь? Мы же уничтожаем мир, в том числе искажив своим поведением. И многие считают себя невиновными. Это они плохие. Это вот они натворили. А вот эта линия жили в прошлом и тоже натворили какие-то грехи. И в сумме сейчас каждый имеет что? Свою лепту уничтожения этого мира. Нет безгрешных людей. Поэтому каждый отвечает только за свое. И давление это нарастает. Следующий камень. Вера, надежда, смирение. Это важнейший камень, потому что без смирения нет прощения грехов. Сколько церкви нас ведут уже? Две тысячи лет христианские. Разные. И нигде нет. Ничего хорошего. За исключением каких-то единиц, которые вырывались. Но постоянно, по-настоящему, вырваться из-под церковной догмы. Помните историю, скажем, Сергия Родонежского? Уход в леса. Подальше от этой церкви. Но почему-то заслуги его личности, что он победил грехи свои в лесу, находясь там в 30 километрах от ближайших каких-то людских поселений, в одиночку бился 20-30 лет, ну, может, и совсем в одиночку там. Но он побеждал их вне церковных догм. Он понял, что бороться надо с грехами, а не горделиво ходить у Амвона с какими-то кадилами там и так далее. Действительно, толку-то нет. Говорить, но не делать, это есть лицемерие. И вот это основа, это фундамент. Это фундамент любой религии. И личность должна опираться на эти качества. Дальше. Стены возводятся этого храма из двух качеств. Терпение и воля. Потому что если воля не обеспечена терпением, воли хватит на вспышку, кавалерийскую атаку против своих грехов. Но с ними бороться-то надо долго и последовательно накапливая опыт и знания. Только опыт есть что? Опыт рождает знание. Потому что к понятию знания надо относиться тоже строго, как к любому другому понятию. Знание не есть, что ты прочитал Библию и говоришь, я знаю, я читал Библию. Вы же не усвоили духовного смысла. Значит, вы не знаете сути Библии. Нет, знаю. что попугай тоже может много. Но он говорит, он не понимает, что он говорит. И опять же задорно вспоминаю, он говорит, ученые, говорят, это люди, которые очень много знают. Но мудрые, это, говорит, еще и понимают то, что они знают. Большая разница. Поэтому воля, обеспеченная еще и качеством терпения, в конце концов создает рост этого храма. Стены возводятся. В конце концов рождается и купол знания. Потому что вы в личном опыте, трудном опыте борьбы со своими грехами, в конце концов получаете дивиденды, как я. Здоровье. Пришла какая-то удача, но я хочу делиться. Тебя начинает, что, переливать через край силы, эта энергия. Она приходит, и что, нужно отдавать. А пока ты не накопил своего, пока ты свое бревно из глаза не вытащил, как ты можешь передать этот опыт, если у тебя его нет? Служен сначала иметь опыт вытаскивания бревна из глаза, то есть из своих сучков. Вот когда у тебя очень хорошо будет получаться, год, второй, третий, и смотрю, у меня привело это к здоровью, к этому, к этому, думают, слушайте, так идея-то действует. Оказывается, религия живая, оказывается, христианство дает великолепные последствия, если взять и начинать жить, так, как говорил Иисус. А не цитируют с утра до вечера фразы, как это делает в церквах. Смысл-то какой-то. И тогда сам себе доказываешь, прежде всего, что дает великое благо, передаешь это другим. Один пошел за тобой, второй, третий, за эти 11 лет довольно много народ набрался, у них начинает это получаться, у тех, кто работает, кто не позволяет себя обмануть, а некоторые позволяют. То есть обучение не дает еще понятия, что человек прорвался. Обучение, это как вот любая школа или РУС, тебе дали предмет, научили, вот это, 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 но ты должен этим пользоваться. Если ты этим плохо пользуешься, ты будешь плохой профессионал. Особенно это заметно в духе. Когда человек много о себе, ну, скажем так, мнит, а на самом деле он сидит на своей какой-то небольшой ступеньке и пыжится, и пыжится, потому что тщеславие не побеждено. А тщеславие это некие розовые очки и отсутствие абсолютной критики к себе. И вот мне люди звонят, что же вам не плохого? Ну, ничего вам не плохого. Я сразу задаю вопрос, вы святой? Нет. Значит, есть с чем бороться? Есть с чем? Ну, так и боритесь. А с чем? Я говорю, а почему вы не хотите искать? Вам что, плохо, умираете? Нет, не умираю. Мне нормально. Ну, так вот, берите и ищите. Ну, мне подскажите тут. Я говорю, могу раз подсказать, но если вам каждый раз подсказывать, у вас нет напряжения. Напрягаться, это значит заставлять себя работать. И дух заставлять работать, и мозги. А если вы будете жить на готовом, я буду вам давать, исходя из своего опыта. Личного опыта нет, и личного участия в процессе нет, а сдавать экзамен всем в равной степени придется на духовную зрелость аттестат получать. И вы тогда ответите не передо мной, а перед Творцом, когда этот суд пойдет и к вас коснется. А что ты-то делал, человек? Если ты все время вопрошал и готовое хотел получать, а сам ты что-нибудь искал? Да нет, я хочу готовое. Почему? Олень. Поэтому я это остро чувствую, всегда душой. Мне почему-то не хочется больше человеку помогать. Ему помогал, помогал с удовольствием, только чувствую, не хочу. Я тогда запрос. А почему? А потому что душа, которая твоя связана с Богом, говорит, хватит помогать лентяю, ты его развращаешь. И на уровне ощущений идет отказ. Не хочу. Если я передавлю и начинаю помогать, у меня начинает сыпаться судьба. Все. Замкнута на коротко. Ты не прав. И будешь получать по ушам. Потому что помогать человеку в данном случае, ты его развращаешь. А развращаешь, ты пользу не делаешь, ты вред делаешь. Думаешь, ты делаешь пользу. Это меня обучали так довольно жестко. Потому что преподавать и бороться с собой это разные вещи. Пока ты борешься с собой, вот скажем, мне нужно от чего освободиться. Вот были страхи, было тщеславие, были обиды, были раздражения, и гнев это высшая фаза раздражения. Были там и ревность, может еще какие-то мелочи были. И вот. И уничтожая все это каждый раз, а это же тысячи и тысячи форм. Я сколько раз боялся в жизни? А да и в прошлой жизни, может быть. Их называли наши предки бесами. Бес страха, бес ревности, бес гнева тебя обуил. И таких бесов я наплодил, он и посчитал сколько их? Сотни тысяч. И каждый требует искупления. Я вот шел в этой тропу, искупая в смирении, и не делая больше, терпел, работал и все, то есть воля начала накапливаться, терпение стало такое, достаточно серьезно, наработки. Вот и что, у меня дух начал освобождаться от этого. Меньше этого, меньше, 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 с каждым годом все меньше. Вот. В этом есть понятие свобода. Ведь человек есть дух. И значит, мой дух стал свободен. Иисус когда-то говорил, тоже библейская фраза, зиана, каждый совершающий грех есть раб своего греха. Почему? А он не может устоять. Все-таки боится. Все-таки раздражается. Поэтому вы рабы этих качеств и характер, вы их тысячелетиями, из поколения в поколение накопили. И справиться с этим теперь вашей воли не хватит. Но воля верхняя приходит по линии отца. И вот ваша воля такая, и отсюда воля пришла и дает вам эту инъекцию воли. Но вы должны сами этого захотеть. Искренне от всей души. Поверить и пойти. Только тогда вам наливают дотацию. А если вы этого не делаете, или ваша вера слаба, или нет желания бороться, тогда эта помощь не придет. Тут все надо понимать законы. Закон выбора. Бог говорит, я в какой-то степени связан. И не могу вам помочь до той поры, пока вы ко мне сами не пойдете. Вы должны первый шаг сделать. А первый шаг это не значит упасть в пыль. Господи, помоги, я тебе признаю, я в тебя верю. Бог говорит, это не движение ко мне. Это вас, так церкви греховные вас научили. Движение ко мне, по сути, есть движение, а не топтание и болтовня. Вы на словах ты ко мне идете и верите, а поработать над собой не хотите. И думаете, что вы натворили столько пакостей на земле. И Бог будет приходить из вас все это убирать и кровью своей все это искупать, как вас церкви учат. Ничего подобного. Это страшный грех, который натворили церкви, обманув вас огромное количество людей. По-другому Бог поступает. Если вы начинаете исправляться, Бог вам помощник. Не будете исправляться, Бог помогать не будет. Первый шаг должны вы сделать. Потому что не вы Богу нужны, а Бог вам нужен. Поймите эту суперпозицию наконец. И никто с вами нянчится и убеждать вас не будет. Хотите искать Бога, ищите. Не верите, не надо. Вас никто не преждает. Чтобы вы верили, чтобы вы к Богу обязательно шли. Нет. Ваша жизнь есть суд над вами. Если этот суд переходит уже в рамки терпения, когда вам совершенно несносно жить, вот только это наверное вас заставит справляться. Не хотите, ждите тогда, когда у вас подойдут такие события в судьбе. И когда вас начнут так давить, что вы тоже не выдержите. У меня, говорю, это случилось 11 лет назад. Есть люди, которые случилось это 2 года назад, 5 лет назад, год назад, месяц назад, которые приходят сейчас. Говорят, нам совершенно тошно теперь. Я говорю, нет бы, человек встал утром с кровати и сказал, Господи, я иду к тебе. Я все понял. нет таких случаев, почти не бывает. Может где-то есть, я таких не знаю. А в основном люди приходят через беды какие-то. А чтобы беды создать, нужны неприятные люди. Еще раз говорю, что их Бог-то и терпит на земле, и не дает им пока как бы отмашки уходить, потому что они нужны, они тоже на Бога работают. Они загонщики. Это тоже надо понимать. И вот свобода Духа как раз и есть свобода от грехов. И когда я это почувствовал, я понял, что никаких законов не существует, как и пишет эта книга. А существуют только мои способности духовные, которые были заперты, чем? Моими грехами. Разве можно мне отдавать вот эти быстрые волны, эту кладовую, если я бы ими продолжал обижаться, если я получил бы в распоряжении этот арсенал, я бы обиделся, скажем, на свою дочь или там на жену, я бы убил их. Я понял, что мне заперты все эти волны. Даже маги, которые вскрыли только небольшую границу, вот эти 400 церкви, и то, сколько вреда наносят. Есть маги доморощенные, а есть профессионалы, которые в спецслужбах работают. Хорошо, что они там направлены против врагов, если все прокинуть на нас. Ведь можно человека убить, остановить ему сердце, если человек хорошо консистентировать. Есть аппаратура такого типа. Пожалуйста. Это только на этой волне могут делать. Кого они могут достать, эти маги? Только тех, которые ниже их по типу. Материалистов или слабо развитых в вере. Человек, который перешел в состояние борьбы и начинает, что, идти по этому маршруту, ну, давайте, нарисую немножко побольше, что ненаглядно. Вот он, астральный мир, вот человек, вот его грехи. Иисус пришел и сказал, так же, как и сейчас второй пришел, вот вам коридор на выход. Я путь, я истинная жизнь. Чтобы войти в этот коридор, нужно исполнять мое слово, а его довольно трудно исполнять. Почему? Попробуйте пожить без страха и упрек. Эмоции. Почему? Я тоже когда-то столкнулся с этим, и мне показалось, что это невозможно. Как можно избавиться от страха? Как можно избавиться от обиды? Ну, ладно, тщеславие, немножко прихвастнуть, это я, может, исправлюсь. Но обида-то, он меня обижает, я-то что? Я же жертва. Получается так, что жертва вот с сегодняшнего дня обокрали меня, я обиделся. А может быть, в прошлом я тоже какую-то нечистоплотность совершил, и теперь потеря вот здесь привела к большой потере моей. То есть нельзя рассматривать справедливость в контексте одного дня. Надо рассматривать ее в контексте всей жизни, а иногда и не одной. Я должен терять по закону. Я должен это признать, что это правильно. Признаю, что это правильно, это и смирение. Тогда Бог говорит, ты свою ошибку исправил, искупив ее своим страданием. За тобой не чистится больше вины по данному конкретному эпизоду. И так каждый раз. Если принять это во внимание, начинается борьба. Это трудно, потому что инерция большая у нас. Мы продолжаем реагировать. Сразу невозможно стать ни святым, ни правильным, ни так далее. На это многие годы уходят. Но кто хочет, он работает, кто не хочет, не работает. Исходя из свободы выбора. Бог дает выбор. Не хотите исправляться, значит, все ваше зло, которое вы имеете, даже эмоциональное, оно будет возвращаться в виде определенных негативных историй в вашей жизни. Хотите продолжать быть битыми? Пожалуйста, воля ваша. Поэтому я никого не заставляю, не пугаю, я просто рассказываю о своем опыте в приложении к христианству. То есть, если я хочу быть христианином, не потому что вот это название такое красивое, нет, потому что это вход. Если он сказал, я путь, я истинная жизнь, с чего начинаете работа? Почему он говорил, будьте как дети, иначе не войдете в Царство Небесное? Потому что меня от ребенка отличает тем, что я образованный человек, два диплома технических, плюс, потом медицинский появился. В сумме все это мне не дает освобождения от плохой жизни. Значит, дело не в образовании. И весь мой опыт, в общем-то, человека не слабого за всю жизнь, я много чего добивался. Я руководителем работал в советское время, с границей долго работал, много лет. Я сам этого добивался. Мне хватало и воли, и терпения, и, скажем, и желания, там, настойчивости, образования хватало. Я учился с удовольствием, потому что я знал, зачем мне это надо. И в сумме мне это не дало хорошей жизни. Значит, я понял, что-то здесь не так. И стал искать в другом месте, и нашел. Как ни странно. Я даже не сразу понял, что я религией занимаюсь. Мне показалось, что эти опыты какие-то, вот похожи на эзотерику, все, поплавают, поплавают первое время, потом чувствуют, что-то у них не совсем правильно. При всех разглагольств у них о честности, о порядочности, о обсуждении тщеславия, то есть и тяги к деньгам, у них это присутствует. А это называется лицемерие, когда говорит человек одно, а внутри в нем другое. Значит, надо если бы любить честным, и то, что ты говоришь, и делай тогда. И вот если ты говоришь и делаешь, тогда твое слово наполняется силой света. А если ты говоришь и не делаешь, тогда свет отказывает тебе в поддержке святого слова, становится слабым. Каким образом работает, скажем, в основном, ну, священники, там, жрецы всех времен и народов? Они говорят на земле, цитируют то, что когда-то приносили пророки. Цитируют буквально одно слово в слово. Но поскольку они не пытаются работать, то есть, может, и пытаются, но у них не получается. Значит, они не выше либо астральный мир, либо мысленный мир. И вот отсюда информация-то идет. Но душа человеческая выше, как их душа заперта, поскольку отсечена непобежденными пороками, то есть, невыполнением заповедей. Так и человек, который приходит, скажем, в данную конфессию, неважно, какая конфессия, он же тоже блокирован своими грехами. Он бы желал исправиться. И когда он приходит, говорит, научите жить по заповедям. Он говорит, ты должен почитать опыт старцев, там вот есть такое. Если он пошел к эзотерикам, они говорят, почитай Анастасию, почитай кришнаизм, там этот, хагавадгиту. Кто что предлагает? Укажи свои там. Есть эти. Но они не боролись. И у этих учителей, и у этих есть грехи. Может, одного больше, у другой меньше. Что происходит? Душа-то здесь, вот они души. Кто может душу человеческую ввести в состояние борьбы? Только тот человек, который сам прорвался туда, естественно, при помощи воли Божьей, прорвался и соединил свою душу с телом. Вот тогда слова, произнесенные на земле, наполняются силой света души, а за твоей душой стоит Господь Бог. И говорит, ты говоришь правду, ты говоришь и делаешь, и тогда ты выдаешь на земле это сильное слово. Но если ты этого не делаешь, ты будешь камни вместо хлеба давать, как говорил Иисус, потому что ты сам не прорвался туда. И, естественно, красиво говорить многие умеют, как политики, так и церковники, но тогда эти слова мертвы. Они ничего не дают. Они не дают подъема. Потому что, когда ты говоришь, и твоя душа вибрирует, потому что она связана со светом, она что, борется, тогда ты начинаешь вещать на всех этажах. Вот они все, оболочки твои, и твои оболочки начинают передавать на оболочки того, человека, который ты зовешь. Тогда он отзывается душой. Это есть подъем. Если этого не сделать, и говорить только здесь, не прорвавшись, никого человек не поднимет на борьбу. В этом есть поражение всех церквей. Они обосновали невозможность выхода туда, кто к Павлу, кто это, просто цитата оттуда. Но Иисус же говорил, выполните заповедь, если любите меня. Это же установка от Бога. установка основателя церкви христианской, Иисуса Христа, который сказал, если любите мне выполнить заповеди, и тогда что? Держать чак помнится в чистоте. То есть не только здесь, но и здесь должны чисты. И тогда вы соединяетесь, тогда вы на связи с Богом, возникает связь, которая есть, религия. Потому что религия переводится в восстановление связи, ре-приставка, восстановление. реновация, реинкарнация, реставрация. То есть это восстановление чего-то. В одном случае религия, восстановление связи. Она должна быть реальной. А посмотрите, сколько зла, сколько лжи в этом. Сейчас появилась книга, и мы ее распространяем, которую привезли с Украины. Не знаю, может, ей 20-30-40 лет, не знаю, сколько. Эта книга называется «Откуда все это появилось? Откуда церковь придумала вот такие, такие, такие вещи? И там читаешь, и просто волосы дыбом встают. Насколько ложная эта система. Что, скажем, как священники присвоили себе право быть священниками. Ведь Иисус в Евангелии от Матфея в главе 23-й пишет, 23-я глава, 8-й и 9-й стих, почитайте. 9-й стих говорит «Никого не называйте себя на земле отцами, ибо один у вас Отец небесный». Так же написано. А у нас отцы святые, а святой – это выполняющий заповеди. То есть не в слове «Отец» его Иисус запретил произносить человеку. «Нет у вас Отца на земле, он наверху». И Отец есть земной, и есть Отец небесный. Священник никакого отношения к этому не имеет. А святой – это выполняющий заповеди. То есть узурпация термина, ничего не имеющего за… Это просто ширма. Это первое. Второе. Восьмое стих этой же главы, 23-й Матфея. «Никого не называйте себя на земле учителями, ибо учитель у вас Я. Вы же между собой братья». Так Иисус говорил. Потому что Бог знает все, и Он может учить. Человек не может обладать всей полнотой истины. Он может передавать только то, что добыл в кровавом, как говорится, в опыте, в борьбе со своими грехами. Что добыл, то отдаст. Что не добыл, не может отдать. Опыт этот бесконечен. Поэтому и я что могу, что добыл и разобрался в этом четко через знание. Знание – продукт опыта. То, что в опытном порядке я пережил, я говорю, могу поделиться. А то, что я не пережил, чем я могу поделиться? Только теории. Я могу, да, предполагаю, что это так. Но я еще не проверил, так это или не так. Это нужно опытом проверять. Особенно такие вещи тяжелые. И, конечно, большой помощник. Эта книга, она мне во многом многое объяснила. Но здесь вот вернемся к этой теме. Поэтому Иисус говорил, моими словами будут говорить и моими именами называться, в том числе и христианскими церквями. Но по делам их узнаете. Не выводят христианские церкви человека вот сюда. Возьмите такое движение, как рерихи. Очень много словословия. Откроешь огней йогу, там потрясающие по красоте тексты. Товарищи, давайте будем там, идемте верхними путями к свету. Мы такие там в хахаты попрыгнем, терминология своя там, и что только нет. Идемте, давайте, давайте, идемте, идемте, давайте, давайте, идемте. На этом все кончается. А где? Как? И получается, что эта пустышка оформлена в очень красивой упаковке. И когда потом уже глубже начинаешь копать рерихов, их биографии, Елены там или Николая, или последователей сыновей, оказывается, там многое вздора было. И дележа, безобразное дележа имущество было после смерти Николая Рериха. Какие же эти пророки? Выберешь Балавадскую, не говоря о том, что это чистый адвокат дьявола, он передавали передачи, она в Америке жила какое-то время. В биографии читаешь, в 15 лет девушка выходит замуж с единственной целью приобрести статус замужней дамы. Через месяц бросает мужа своего, пользуясь его состоянием при разводе, естественно, и отдается. И пользуясь статусом замужней дамы, она уже выезжает за рубеж, начинает эти махатмы там, и пошло дело. Она растоптала судьбу человека с этого начала карьеры, этого псевдопророка тоже, и так далее. Это теософия. И когда читаешь, что Бог плохой, сатана оказывается хороший, он нам открыл глаза, и знания эти оккультные, это Прометей, в обход богов дал знания, правильно? Давать человеку в обход бога вот эти знания, которые привели к оккультизму, и постановки порчи профессиональной, как это называется, на простом языке, вот что сделал сатана, и она его называет Прометеем. А Бог сделал брак плохого Адама и плохую Еву, что взял, и человек, почему зло творит? Потому что человек бракованного Адама создал, Бог создал плохого человека, не способного творить добро, непонимание того, что человеку дает на свобода выбора, а свобода выбора человек плохо пользуется, но если не дать ему свобода выбора, допустим, ограничить человека возможностями только творить добро, вот человеку он может творить только добро, но не забывайте, что человек был слабое существо, он даже еще не человек, а только семя, и должен стать сильным и сознательным. Каким образом человек будет добывать сознание, если у него нет свободы выбора? Что бы он ни сделал, о, все добро, тогда он просто уснет на ходу и скажет, да я сплю, и уже добро, я ничего не делаю, уже добро, плюнул в колодец, добро, пнул собаку, добро, отрезал кому-нибудь голову, тоже добро, мне дубить даже не надо, вообще ничего не надо делать, а зачем? Нам развиваться нужно, а развитие всегда напряжения, и мозгов, и сердца, а напрягаться, это безусловно разбираться в чем-то, знать надо, вот, и поэтому, если этого нет, то получается, что в свободу выбора, то есть право на ошибку, зачем дано? Человек как бы оставлен в режиме свободного плавания, вот тебе творение, вот тебе законы, будешь делать плохо, твоя жизнь сама приведет тебя к плохому, будешь делать хорошее, жизнь приведет тебя к хорошему, и человек должен выбирать, ну вот, делай добро, и тогда тебе добро с Торицей даст нормальную жизнь, и тогда что ты выпрашиваешь у Бога? что вы постоянно стоите, Господи, помоги, помоги, как же он может помогать вам, если вы постоянно вредите этому миру, и даже этого не понимаете, прекратите вред, и тогда у вас жизнь расцветет, и здоровьем, и счастьем, но вы же этого делать не хотите, вам видите, недосуг, у вас некогда, вам деньги надо зарабатывать, детей воспитывать, и много что другого, и поэтому вот этими проблемами закрылись, и как бы от Бога, это такое хобби, я хожу в церковь, хожу, я свечки ставил, ставил, пост соблюдал, соблюдал, молюсь сколько надо, как батюшка сказал, все, на этом религия кончается, какая же это религия? Это формализм, никакого отношения к религии не имеющей, это формально, человек принадлежит какой-то конфессии, а конфессии это частный взгляд группы людей на взаимоотношении человека и Бога, а религия у нас на всех одна на земле, единый Бог и единая религия, и выполняйте заповеди, будьте вы негром, китайцем, шведом или русским, какая разница? Мы все едины по природе, и у нас общий корабль земля, с общими законами, а расточить все это на разные религии, перессорить всех, это как раз задача сатаны была. Это поэтому, когда в результате опыта многолетнего появляется уже знание, купол, и в конце концов ты начинаешь понимать суть любви, а это крест, пожалуйста, символ истины. Тогда храм построен, а любовь, мы ее тоже не понимаем, что это такое, поэтому фразы там, возлюби врага своего, нам кажется потрясающими по глупости, или по крайней мере, я ощущаюсь полным невеждой, почему я должен любить врага своего, или благословлять его. Я объяснил, почему благословлять врагов нужно. А любовь небесная, которая исходит от Творца, Бог есть любовь, есть строгость и справедливость закона. Когда вы хотите, вы родители, многие из вас родители, или будущие родители, если вы хотите воспитать сильного человека, достойного человека, способного в жизни разбираться во всех аспектах, интеллектуальных и духовных, так вы из него это сделаете. А если он начнет отлынивать, лениться от всего, там он маленький еще, так вы его немножко начнете прижимать и заставлять. Если отпустить, это он накоется на волю случая, тогда ребенок врастает диким, и начинает вредить, естественно, обществу, какими-то негативными чертами характера, в конце концов, тем самым он и вредит себе. Какая же любовь родителей в данном случае, это анти-любовь, если вы не воспитываете, вы должны очень четко обрисовать вот эту систему, и сказать, хочешь быть нормальным, здоровым и сильным, и никогда не болеть, и уметь любить, и тебя будут любить в ответ, потому что ты учись любить, и только в ответ тогда тебе любовь придет. Не умеешь любить, тебе никогда любовь настоящая в жизни не дана будет. Закон такой мира отдай, и только тогда с тебя воздастся. Что ты можешь отдать, кроме своего кривого характера? Чуть что, то в раздражении, то в обиде, то в ревности тебе. Почему ты так живешь? Что такое ревность? Ревность – это, я полюбил, значит, ты мое. Это любовь чувственная, любовь ощутительная, настоящая. Еще раз говорю, вера, надежда, любовь – это ощущение. Когда любовь, ощущение есть настоящее, это от души идет, любовь никогда ничего не требует такая. Она не требует, чтобы женщина, которую я люблю, была моя, и что она смотрела только на меня, и думала только о мне, и вообще больше ничего, только как я хочу, ничего подобного. Это полная свобода этой женщины, сказать, я тебя люблю и очень, но я хочу, чтобы ты была счастлива. Со мной или без меня, если тебе не нравлюсь, будь счастлива с другим. Мне будет печально и горько, может, что она не со мной, но я уважаю и испытываю величайший такт по отношению к ней, чтобы, говорится, ни сном, ни духом не беспокоить ее, если я ей не нравлюсь. Это есть любовь. А кто так умеет любить? Редко-редко написано это в легендах каких-то, мифах. Может, где-то изредка и бывает, и то на короткое время, а потом все рассыпается. Почему? Противостоять пара не может натиску зла этого мира, потому что этим миром, поскольку мы живем в ориентации на прибыли, на какие-то чувственные удовольствия, естественно, что нами управляют, наши пороки. И как только начинает возребать настоящую любовь между двумя, мужчиной и женщиной, тут же все зло, как свора, накидывается, начинает бороться. Почему? Иисус был любовь. Соответственно, антихрист, почему называется антихрист? Анти-любовь. В любви заложено освобождение. Если люди от души друг друга полюбят, не просто свою женщину или своего ребенка, или своего мужчину, а просто человека, как человека. И будет ему постоянно, ну, доброжелательными быть. В состоянии все время помощи, поддержки и так далее. Если так люди научатся жить в любви друг другу, вот именно эту любовь заповедовал Иисус. Строгость и справедливость. Если задирается враг, я ему отвечу. Он пытается захватить мою территорию или разрушить мою семью, я ему дам отпор, имея на это право по закону Божьей любви. Это строгость и справедливость, небесная любовь. Но она еще на земле имеет понятие чувственность и телесное влечение, это дань природе. К сожалению, мы слишком этот процесс раскачали, он нам не столь нужен. Но, как говорится, гармония полная, когда идет отсюда свет и попадает в тело только благодаря эросу, то есть небесная любовь. она питает дух наш. Вот такая схема. Бог есть любовь. И родил тоже волю и любовь. На земле это дух. И чтобы прийти в тело сюда, нужно что? Трансформировать. Потому что, еще раз говорю, дух очень быстрое существо. Волны колоссальные по скорости. А нужны что? Успокоение. Вот наши оболочки, это каскад преобразователей. Они волны очень быстрые, трансформируют и переводят в медленные. И на уровне астрального мира начинается что? Рассечение их на спектр. То, что индусы когда-то назвали чакрой. Фактически это не колеса, переводится с индийского, а лучи. И тело усваивает уже рассеченный белый свет, а не полный поток света. В этом есть смысл вот этого рассечения на спектр. Потому что при торможении в какой-то период происходит разделение волн. Они не могут держаться вместе. Нет этой спайки. Охлаждение идет, удаление от источника. И тело уже довольно медленный мир телесный. И мы усваиваем. И вот любовь по этой идет. От духа, который есть свет, любовь и воля, приходит, но если это зажато здесь, чем грехами нашими, едва-едва капает отсюда. Чуть-чуть любви, чуть-чуть творческих способностей. У кого чуть больше, у кого чуть меньше. А если это устроит, что прорыв будет такой водопад и любви и света, ну кто его даст? Значит, кто-то должен прийти и поджечь здесь, как Бигфордовые шнуры души. А значит, нужен что? Посредник, который придет и даст все это на земле. Так вот, поэтому Бог и послал второго сейчас. Он пришел и выдает это. Получайте, получайте, получайте. И я когда-то в 1924 году получил от этого источника и вспыхнул и пошел. Но от меня требовалось, что самому разбираться во всем. Когда трудно, помощь идет. А в режиме тренинга помощи нет. Разбирайся сам. Терпи, работай. Ты так себя воспитываешь. Потому что сначала, я первые недели понял, это как, знаете, как подарок. Думаю, как здорово-то. Прошло 2-3 недели, я стал таким экстрасенсом. Могу это. В преступлении там одном разобрался, помог человеку, ну, своему товарищу, кто его квартиру обобрал. Имена выдало. Это, это, это. О, какой я великий. А тщеславие-то полно еще было. Меня так стало раздувать. Я, какой же я сильный, надо же. Вот так просто из меня поперло. И потом мне раз, это какая-то ошибка. Я говорю, как же так? Я же думал, что это правильная информация. Я получил такой ответ. А ты что, хочешь жить все время на готовом? Тебе дано, чтобы ты поверил, чтобы твоя вера окрепла. А теперь будь добр. Спустись с небес на землю и начинай все с нуля. Я, конечно, приумился. Ну, а я думал, что я уже великий, так просто 2-3 недели. Оказывается, все надо строить, здание. То есть мне показали, вот тебе свет, вот путь, вот оно есть. Я пошел, такая радость пришла. А потом теперь вниз на землю и начинай строить сам. Тебе просто аванс, показали кое-что. Но здание ты должен сам строить. Ну, не Бог же за вас будет экзамены сдавать. Как в каком-то дурном там заведении, где преподаватель, может, за деньги там, а давай я тебе поставлю, ты мне принесешь это, ты мне, я тебе. Ничего подобного. Это очень большая строгость. Строгость закона. И закон требует, чтобы мы были нулевыми в духе, а теперь поднялись и начинали строить вот этот храм. И мне удалось в какой-то степени что-то выстроить уже. До конца, конечно, нет, но он продолжает строительство. Потихонечку, потихонечку камешки кладываются. Конечно, бывают ошибки. Откатишься назад, поймешь, стыдно, еще что-то произойдет. Но думаю, раз есть стыд, значит, есть внутри еще и совесть. Совесть реагирует так. Когда уже нет совести, тогда и стыда не будет. И когда в эзотерике вижу, что надо бороться со стыдом или ничего подобного. Стыд, основа целомудрия. В этом есть победа. Потому что совесть, как бы откуда возникает вот это расхождение между главной волной от Бога идет, которая нас основала, Дух. И вдруг приходит что-то, то, что ты не то сделал или не то подумал. Или там нагрубил кому-то. Почему стыдно? Потому что твоя волна не соответствует волне твоего родителя и, собственно, тебе в Духе. Это не твое. Зачем ты так делаешь? Возникает внутри, что вот этот прокурорский надзор неплохо становится. Зачем ты так сделал? Вот если этот контроль живой, значит, все, человек еще живой. Он что-то может добиться. И в главе целомудрия об этом и пишет Абдрушин, что многие неправильно понимают смысл целомудрия. Что если женщина или мужчина не отдаются никому друг другу, в этом есть основа целомудрия и ничего подобного. Смотря что сознание закладывает в это. И есть люди, которые действительно отказались от интимной жизни и прослылись святыми на земле. А это же страшная глупость. Бог же сказал в главе Бытие, Ветхий Завет, плодитесь и размножайтесь. Вам дается на это право, живите в радости, но только любите друг друга. Если вы любите, греха в этом нет. А если не любите, грех будет всегда. Если у вас даже будет семь печатей в паспорте, и 20 раз вы будете венчаться во всех религиях мира, все равно будете грешники. Потому что вы не в любви живете. Это есть прелюбодеяние. Вот и все. Это и есть основа. И поэтому в души напишут, целомудрие это не есть отказ от нормальных радостей жизни. Только должно все в меру быть. А вы должны, во-первых, любить друг друга. И во-вторых, смысл. Если вы отказываетесь от интимной жизни, ради чего? Если вы свою жизнь посвятили Богу по-настоящему, и вот как бы такой пассионарий, которым просто некогда этим заниматься, тогда может быть да. И то это зачем лишать себя этих красок жизни. Но когда вы хотите прослыть святым, а это страшное тщеславие, из-за этого лепите себя вот этого праведника, постника, это же страшное искажение. Вы и телу своему вредите. Да и в общем создаете ложный имидж. Потому что тело вам дано. В том числе и для этого. И оно должно жить полнокровно. А у нас что вокруг устроили интимных отношений? Такую свистопляску. Вы подумайте. Вся ругань, все это вокруг вот этих интимных отношений крутится. Все, почти все. И что придает окраску этим словам? Не то, что сами по себе слова плохие, а то, что человек считает, что это плохое, это оскорбление. А ребенок, если бы родился и услышал такие слова, но если бы они ласково произносились, он бы не считал это грехом и плохим словом. И поэтому, если и Бог пришел спасать этот мир, Он пришел спасать только тех, которые ориентированы на Него и пойдут навстречу. А для тех людей, которые не желают и не верят в это, Бог говорит, ну что ж, оставьте суд мне, аз воздам. Есть тоже такая фраза в Библии. Аз воздам, то есть я воздам. Не судите вы других, да не судимы будете, а вы день и ночь судите. Ваши обиды и претензии к этому миру, это и есть суд. Потому что, вот когда вы требуете справедливости, немедленно сейчас, не отходя от кассы, еще раз говорю, это и есть мстительность. Я хочу, чтобы ночью голову было плохо, потому что он мне сделал плохо. А это и есть суд. Чем отличается от анализа? Поверхностное, можно сказать, я же тоже сужу, я вон как их там, этих, одного за другим. А я говорю, это не суд, это анализ. Анализ и суд, разные вещи. Анализировать мы имеем право, и не только право, а обязаны. И наша душа дает оценку нравственную. Мне это нравится, мне это не нравится. А если не нравится, начинаю объяснять свою мозгу. Почему мне вот эта ситуация не нравится? Потому что это крикливое, вздорное, ничтожное существо. Но я не хочу, чтобы ей было или ему плохо, потому что он там вор, или негодяй, или скандалист. И на то есть надзиратель, главный прокурор. Он и воздаст. А моя задача, вывести свою душу из-под этого влияния, не дать себя в обиду, то есть не обидеться, не войти в состояние раздраженности. Это первая победа. И вторая, если я могу сделать что-то для окружения, которому он мешает жить, это вторая задача номер два. Первая самому, еще раз говорю, и не войти в состояние раздраженности. Но если ты умеешь это делать, научи это делать других. И тогда другие будут правильно реагировать. И тогда этот скандалистик тестовать перестанет. Они просто будут улыбаться и навстречу говорить, ну мало ли уродов на земле ходят, на каждое это хорошее настроение напасешься. Вот. Я, когда обучал ребят, я говорю, если вы пока слабы и не можете устоять, можете сыграть такую игру. Представьте, что вы в этот мир выходите каждое утро, вот только встали с кровати, и вы в этот мир попали. Вот. И в этом мире есть люди в белых халатах, это нормальные люди, то есть врачи. А если и психи, вы на территории психбольницы находите. Мир – это психбольница, настоящая уже. А, соответственно, надо реагировать правильно. Вы же реагируете как на нормальных людей. Обида есть, реакция какая? Я ожидал от этого человека, который на вид интеллигентный, нормальных отношений. Но я вот проходил мимо него и немножко там его заделал катком. Ну, едва-едва. И он на меня обматерил. И у меня, естественно, реакция на него. Обида – за что? Ну, вы думали, что он нормальный, а он-то ненормальный. Это у него маска такая вежливая и хорошая. Он, может, даже и Библию знает наизусть, и Сократа знает, и всё знает. Но это у него здесь плавает, а души это не коснулось. Поэтому такой и остаётся. Внешне интеллигентный человек. И вы на него обиделись – это неправильно. Надо не обижаться, а сразу ему простить. И тогда вступает закон в действие. Он его накажет и достаточно быстро. А если вы реагируете на него отрицательно, вы с ним имеете потусторонние связи уностральные. Возникают путы. И тогда вы связаны с ним. И пока вы не разорвёте эти путы, то есть прощением, вы так и будете тащиться в этой упряжке вместе со всей толпой в пропасть. Поэтому, чтобы отделиться, нужно уметь прощать. Нужно уметь не бояться это, это. И тогда ты отбрываешь все лианы и начинаешь что? Взлетает твой эоростат освободился. Отходи. В Библии это называется процесс разделения на овец и козлищ. И когда овцы отойдут в сторону, Бог говорит, а вот им потом я устрою жизнь. Но вы-то отойдите в сторону. Как мне судить всю эту массу? Мне же нужно вывести какую-то часть людей, которые ориентированы все-таки на исправление. И я им помогу. Но основная масса, те, которые званы, будут многие, но призванных будет мало. Но те, которые не будут призваны, Бог говорит, я тогда с ними и разберусь, когда вы отделитесь. То есть гречка отдельно, камни отдельно. Все. Полезное остается, неполезное будет уничтожено. И в этом есть справедливость, и в этом пишет, и описывает Библия эти процессы. И вот эта книга повторяет только в современном уровне. И почитав эту книгу, я понял, что это есть и в Англии. И многие сотни тысяч людей это признают. Вне моего, так сказать, участия, которые читают, просто потрясены силой этой книги. Единственное, что читать ее нужно не только рассудком, но и душу. Когда душа участвует, тогда очень хорошо эта книга понимается. Если человек считает только рассудком, она для него довольно тяжела. И автор это объясняет. Эта книга полуфабрикат. Она заставляет вас работать. Каждый абзац, чтобы понять. Такое странное ощущение. Простой текст, взять его довольно сложно. Пока не начинаешь вгрызаться, в образах все это представлять, и только тогда начинаешь постигать смысл. Но постигнешь его только вот на таком уровне. Проходит время, как я первый раз в 95-м, или в 94-м, в 95-м почитал, проходит время, там месяц-полтора, чувствую, что эту книгу не читал. Вот ощущение не тянет. Начинаю открывать и читаю фразы, и как будто я их никогда не видел. Они новые. Я начинаю осмыслать уже совершенно на другом уровне. Почему? Потому что первый раз, когда я прочитал условия, несколько месяцев читал книгу, у меня сознание было таким до прочтения, после прочтения стало таким. Я много что понял. Но это все-таки ограничение. Когда в следующий раз приступаю, у меня уже сознание лучше понимает. Оно стало шире. Впитываемость лучше, проникаемость в текст лучше. Следующее прочтение дает мне еще расширение сознания. И так каждый раз, сколько не читаешь, оно тебе расширяется, расширяется, расширяется. И люди это тоже самое испытывают. Сколько бы ни читай, это все равно дает тебе новое, новое, новое. И каждый раз, когда какое-то событие в жизни, не понимаешь, в чем происходит, я говорю, вы не забывайте, что у вас кроме меня есть и другой помощник. Вот. Человек открывает книгу и прямо на том месте, в котором ему все объясняют. Это 100%. Почему? Потому что это Евангелие. Оно заботится, чтобы открыли именно там, где надо. Сколько раз такое же было? Есть, конечно, и некие другие темы, которые касаются лжи, конкретных, эзотерических идей. И, я думаю, это не суть важна. Главное, поймите, что вот эта система, которую ты рисуешь, вот этот астральный мир, ни одна теория не способна вывести человека туда. Почему? Почему Иисус, как бы Христос, ну, я считаю, это лучший проводник в тот мир? Потому что Иисус был Бог, а остальные были пророки. Мало того, эти пророки последние, Моисей был. После Моисея пришел Иисус. Моисей тоже был пророк от Бога. Но его очень хорошо изуродовали за три тысячи лет. Иисуса две тысячи лет уродовали. Но в отличие от Моисея, он был от Творца. Соответственно, физика его возможностей намного выше. Физика по-гречески – природа. Лучше переводить на русский язык, стало понятно. Его природа, Творца, не равна природе сотворенных существ, он всегда же пророк. Отсюда тяга его, я как бывший имеющий, механическое образование, если, скажем, уподобить тягу пророков силой одну тонну, а его, он бесконечен по тяге, у него нет ограничений. Сколько надо, столько и приложит усилий. Главное, чтобы ты этого захотел. И тогда тебе, как морковку из грядки, отсюда выдернут. Да, больно будет, обдираться будешь об свои грехи, но выдернут. Искупление, оно больное. Вот что происходит. У пророков на сегодняшний момент, из-за того, что астральный мир стал очень плотный, силы на то уже не хватает. Теория одна и та же, выполняйте заповеди. А вот силы только Творца. Творец никогда бы не прислал высшее свое звено помощи, если бы на то не было крайней необходимости. Почему? А он же совершенство. А совершенство никогда ничего лишнего не делает. На то оно и совершенство. Он выгодит абсолютно точные приемы, абсолютно точную дозацию того, чего надо сейчас. На земле и в творении. В этом и есть совершенство. И если он присылал раньше сотворенных, потом первосотворенных, а потом сам пришел, меняется масштаб посредников. Почему? Потому что астральный мир, все вырисовать, сначала только легкой дыркой покрылся наших грехов. Это было давно. Чем ближе к нашему времени, тем более плотнее стали грехи. А потом во время пришествия Христа они были такими. То есть прорвать вот этот кордон намного сложнее, чем этот. Поэтому когда-то справлялись наши освобожденные духи, свободные, то есть из нашего сословия. Потом пришли первосотворенные, это пророки. А вот здесь уже, как бы они сказали, Господи, мы уже не можем. Слишком велико зло по плотности. И поэтому сам Иисус пришел и погиб здесь. Из-за того, что людские сознания не справились и даже не поняли, что это единственный способ избавиться. И помощника они не защитили, и, соответственно, земля опять во мрак погрузилась. И тогда, после убийства Христа, отсюда было признано, что с землей больше разговаривать через посредников не надо, бесполезно. Потому что они либо прогоняют, либо убивают их. А тогда что? У совершенства какое, может быть, еще мнение? Вам очень много лет дано на исправление. Не хотите, тогда придет вот здесь. Суд придет. А за это время совсем тут тошно стало. Настолько плотно закрыли нас. То есть абсолютно непроходимые тучи. И тогда приходит Сын Человеческий. Мало того, он зашифрован. Если Иисусу Христу дали возможность работать более трех лет, то второму не дадут и трех месяцев работать. Потому что слишком сильно зло на земле. Отсюда земля пока не будет подготовлена к катастрофам. Сейчас уже вот с полухи идут. Как только дойдет почти до конца, скажем так, только осталось дернуть за веревочку, и за три-четыре недели, возможно, ему дадут открыто работать. И тогда выйдет человек, и вы увидите многие, что за ним тот же самый крест и голубь. То есть вот некая фигура. И так же, как за Христом стоял крест и голубь над ним. То есть что такое крест? Крест – это символ истили, и голубь – это символ Духа Святого. Это было и за Христом. Конкретно от Троицы, кто идет, у них все такие атрибуты. И подделать это невозможно никаким экстрасенсам, ни скопищу экстрасенсам, никаким идеям невозможно. Это такой свет брызнет, и он где-то рядом. Поэтому Иисус и говорил, не верьте никому, лжецов будет не с числа. Это Евангелие от Матфея, почитайте 24 главу. Не с числа был же пророком, же наставником, который будет и называться моими именами, то есть Христом. И с Виссарион был такой уже, был, он объявился Иисусом Христом. Последний из того, кого я знаю, кто объявился Христом, это Григорий Горобовой. Где-то около кремлевских чиновников там болтаются, деньги зарабатывают. Тоже объявился в прошлом году по интернету Иисусом Христом. Но дело-то в том, что они Библию плохо знают. Ведь Иисус сказал, больше он на землю не появится, но придет другой. Дух истины. А он называется и в Ветхом Завете, и даже в Новом проскочил в одном месте. И Эммануил. В переводе с еврейского языка, с древнееврейского, переводится с нами Бог. А кто с нами? Напоминаю, что человек рожден волей Божьей. Вот человеческий дух, рожденный волей Бога. С нами Бог. Переводится Эммануил. Он с нами в духе. Это линия нашего Отца. Отсюда-то идет и помощь, и до земли распространяется. Через наши души. Поэтому мы и остро чувствуем это. И помощь, и благодать, и поддержку. При одном только условии. Иди и строи свой храм. Строи здесь. А без толку ходить и поклоняться куда-то. Это не то, что не надо ходить в церковь. В церковь ходить неплохо. И я хожу изредка туда. Есть вон монастырь любимый, донской, где очень интересные события происходят. В духе там. Такое сильное место, там излучение очень мощное, свет. Вот я там получал сколько инструкций, пока еще слабоват был. Вот то есть мне невозможно было противостоять. Вот в Москве довольно тяжелая энергетика. Я туда приходил, так же, как есть патогенные места, а там есть защита хорошая. И там шли очень картинки такие, которые мне обеспечивали. То, что надо делать, то, что я обязан делать. Мне там давали рекомендации, когда я не видел своих вот таких. У тебя тщеславие есть, у тебя гордыня. У тебя вот это, это. Так, да, правильно. И уходил оттуда, и начал опять бороться. Потому что я это в одиночку прорывался. Меня никто не учил. Вот. В этом-то и есть смысл, что придет не Иисус, но придет другой по линии Троицын. Дух истины. Иисус был Сын, а это Дух. Бог Дух. И в отличие от Сына Божьего, который пришел, и ни с чем тут не связан был. То есть, бессущностное ядро Божие пришло на землю, скажем так, одетое в эти оболочки, в том числе и земную оболочку Иисуса из Назарета. Это земное имя. Иисус, это, можно сказать, и Федор мог быть, и там, и кто угодно. Ну, это было имя еврейское, Иешуа, Иисус. А Христос, это спаситель, переводится. И спасет Он грехов своих людей. Чем? Ну, не крови же своей. Люди возомнили, что они настолько значимы для Бога, что Бог будет посылать на расправу и на растерзание своего Сына. Где справедливость? Что люди будут здесь такие пакости творить, такое зло. Будет Бог приходить и погибнет из-за них. Они Его в награду прибьют к кресту гвоздями и скажут, ты заходи к нам почаще. Потому что у нас здесь и так тошно. И каждый раз, чем чаще ты будешь заходить, тем лучше. А мы тебя будем опять награду будем уничтожать. Или что-то такое дело. Вот люди додумались на такой ахинеи. А на самом деле Иисус совершенно другое предложил. Спасение, говорит, в выполнении слова моего. Напоминаю еще раз христианство. 22 глава Матфея, 36 стих. В ответ на вопрос книжника «Какова твоя наивысшая заповедь?» То есть, христианство, что есть наивысшая заповедь? «Возлюби Бога твоего всем сердцем, разумением и душою твоей». Это моя наивысшая и на первейшей заповедь. Это цитата. А любить Бога в Евангелии Иоанну он отвечает «Если любите меня, выполните мои заповеди. То слов моих не выполняют, тот меня не любит». Вот вам все христианство. Остальное под разными лакурсами, притчи, беседы с учениками только что. Развитие и развитие этой темы идет. И вдруг апостолы говорят другое. Я могу так сказать, тогда апостолы не христиане и несут не христианские мотивы. Хотите быть христианами? Поступайте по Христу, но не поступайте по апостолу. А мы невежды в этих вопросах и передоверили все эти знания, исследования. Гражданам попал. Они вот что из этого сотворили. Но винить их не надо еще раз. Они виноваты в своей лени. А мы виноваты в своей лени. Что мы поверили и не разбирались столетиями с этими важнейшими вопросами. Хотя те, кто пытался в открытую разбираться, их либо сжигали, либо проклятию, анафеме, отлучению и так далее. Борьба шла всегда этого сословия против истины. Поэтому никогда ни один пророк не приходил в теле священника за всю историю. Иисус был сыном плотника, но не сыном раввина. Зараслор был сыном пастуха. Кого и куда ни Иисусу, нигде никогда не было священника. В теле священника казалось бы, здорово, да, было бы. Всадили бы в Папу Римского вот такой заряд света, и он бы рассказал бы всем правду. Начал бы с чего? Покаяние, что мы слишком народу много пожгли из-за истины. Поэтому надо покаяться и начинать жить по заповедям. Но если бы он только это озвучил в своем окружении, кардиналы бы точно его пырнули ножом, закопали и продолжали бы свое. Потому что они всегда против истины. На самом деле христианская церковь это псевдо-христианская церковь. И в католическом варианте, и варианты протестантства, и варианты православия. Шесть направлений православия. Иисус пришел когда-то и создал религию света вот на земле. Вот вам свет. Живите по заповедям. Апостолы двенадцать растащили это на направление. Иуда, когда повесился там одного, приняли еще в двенадцать. Двенадцать направлений. Каждый стал создавать свою религию в силу своей отсебятины. Тщеславие не было побеждено. Они говорили о Христе, да, это был великий, чем он дал спасение. Живите по ему слову, слову. Люди смотрели, говорят, а что он говорил, а как вот толковать вот эти фразы как? А вот это вот так, а вот это вот так. Не будучи особенно мудрыми, они начали это искажать. И тогда родилось двенадцать религий. Прошло это поколение. Прошли десятилетия после смерти Христа. У каждого из апостолов появились свои ученики, свои толкователи. Потом еще и дерево начало ветвиться. На сегодняшний момент мы имеем с несколькими тысячами. Ну, говорят, от шестисот до нескольких тысяч христианских религий и сект. Только христианских. Вот. Поэтому система заблуждений огромна. Вот псевдохристианские церкви, три направления. Католики, православные и лютера, нет, протестанты. Католиков одних только миллиард, сто пятьдесят миллионов. Против сто пятьдесят миллионов православных. Это Сербия, Россия, Греция и кто-то еще в Болгарии, кажется. Ну, и диаспоры там в Канаде, Франции, там везде. А протестантов насчитывают в одной литературе. От двух до трех тысяч направлений. Только направлений. Ну, если взять, скажем, сто пятьдесят, это получается миллиард, триста миллионов. Ну, допустим, пусть там здесь тоже триста миллионов, миллиард шестьсот миллионов христиан, около миллиарда мусульман. Если взять еще там буддистов и иудеев, наберется три миллиарда населения верующих, так называемых. Спрашивается, именно эти страны наиболее вред приносят земле. Самые передовые, развитые, христианские, мусульманские, иудейские, у тебя религии есть, посмотрите, вред-то идет ни от язычников, ни от чукчей, ни от аборигенов Австралии, ни от каких-то народов, которые вот только-только поднимаются. Нет. Они, может, если себе вредят, они только себя самовредят, может, невежество, ну, какого-то недоразвития эти страны, уничтожая другие страны, подчиняя их своим интересам. Какая же это религия? Что в мусульманских странах сладко, посмотрите, что там происходит, а в христианских что лучше, да нет. Обмануть соседа, обмануть своего же гражданина или обмануть другую страну через безобразную дипломатию или через угрозы, это считается потрясающим успехом. И вот так это называется люди земли. Это люди в духе, рожденные светом. Конечно, Бог должен прекратить эту лавочку. Весь вопрос только во времени, когда? Поэтому то, что конец идет, это явно. И Бог не будет больше терпеть этого, и он хозяин этого творения. И все же нужно либо по закону жить, либо уничтожено быть, как сорняки. Процесс этот пошел. А если, скажем так, задать вопрос, когда? Давайте опять обратимся к главе 24, то, что я говорил. Глот и мор. Когда, говорит, будет конец веков? Ученики спрашивают. И второе пришествие. А когда, говорит, будет увеличиваться? И глот и мор. То есть не будут, они и раньше были, увеличиваться будут. То есть голод и болезни, войны и ненависть ваша друг к другу. Когда будет все это увеличиваться? Землетрясение, наводнение, войны будут увеличиваться. Вот тогда и наступит конец. Но это только начало. А потом будет Евангелие Царствие, и тогда и наступит конец. Вот оно. Претерпевшие же до конца спасутся. Какие же претерпевшие? Те, которые не идут туда, вон, так же, как все воровать или еще что-то делать пакостное, они терпят душой. И Господа зовут. Господи, помоги. Ну, настолько тошно уже жить. Ну, дальше-то что? Помоги. А что такое помощь? А помощь послана. Пришла и сейчас слово звучит на земле. Берите и пользуйтесь им. Но человек должен разобраться, где слово правды, а где под правду, как говорится, маскируется огромное количество лжецов. Еще раз говорю, кроме христиан, сейчас на земле ничего не способно человека вытащить. Еще раз говорю, подъемная сила велика. Можно опираться на пророков, конечно, но пророческие силы не способны прорвать вас при всей своей правде. У них физика, еще раз, сотворенных, она ограничена. А вот этого безграничная возможность. Поэтому, чтобы прорваться отсюда, я опираюсь на безграничность, бесконечность. Тогда, да, тогда шанс есть. Если опираюсь на это, даже очистить от плевел, не хватит подъемной силы. Почему? Потому что по закону некому, вот Бог, вернее, Бог сотворил человеческий дух, и мы творим форму. А у человеческого духа есть некие свойства притягивать. Мы притягиваем все, а для того, чтобы не притягивали все, что попало, нам дано желание. Это избирательность притягивания. В желании в этом есть основа его. Я хочу, скажем, соленого. Или хочу там просто музыку хорошую послушать. Или просто посидеть в парке, в прострации такой, слышать листва, которые у меня падают, и шорох там воды, или журчание ручейка. Я хочу там. Или наоборот, выйти и призвиться на спортплощадке. Вот движение мне нужно. Или еще что-то. Я так хочу. И вот это желание рождается, и начинаю туда идти. И делать это. Почему? И так же точно формируется и притягивание. Если я действительно хочу для себя благо, любви и счастья, я ищу серьезно. Но когда натыкаясь на ленивые варианты, я даже вижу, что это особо не дает. Но зато я же причастен к Великой Православной Церкви. Кого там слушать, когда вот церковь имеет такой авторитет? А вот те, кто мне говорят о заповедях, авторитета такого не имеют. На кого ориентироваться? Человек же выбирает сам. Лучше я останусь в лоне Православной Церкви. Так спокойнее. Так спокойно, можно сыто, не сыто, вернее, вот потихонечку гнить, но зато долго. А вот здесь же бороться надо. Здесь надо перетряхнуть себя, взять в ежовые рукавицы и заставить работать. Это трудно. Поэтому человек свою лень оправдывает какими-то ложными авторитетами. Это его право, он может так сделать. А мы выбираем сами. От нашего выбора все зависит. Если человек выбирает какого-то пророка, он может пойти, но столкнется с препятствием, которое пророк своим излучением обеспечить не может. Он может обеспечивать это 2 или 3, или 5 тысяч лет назад, а сейчас и с изменением остановки. Невозможно. Поэтому еще раз говорю, здесь есть свое рациональное зерно. Почему я выбрал именно это? У нас нет национальных пророков. Пророки, которые приходили, не имеют национальной окраски. Они приходят для всей земли работать. Поэтому эти люди, которые присвоили пророк, это наше, там это неправильно. Пророк достояния земли и его слово достояния земли всегда было и остается. Я, если творю форму связи с Богом, я говорю, Господи, я в Тебе верю, а следовательно все открыто, и мои мозги, и мои все оболочки, то есть и душа моя, и дух мой открыт Тебе. Я верю Тебя искренне, от души, только помоги. Тогда помощь идет, опираясь на эту помощь, я начинаю взбираться по этой лестнице. А она тяжелая. Каждый следующий шаг требует от Тебя, не просто вот я иду, я должен понять, объяснить своему мозгу в системе земных понятий, зачем мне это надо. Не даром Иисус сказал, возлюбив Бога своего всем своим разумением, душою и сердцем своим. И здесь, и здесь, и здесь должны мы понять это. А если в ощущениях любишь, а здесь не понимаешь, значит, ты не доработал. Мозги твои всегда будут брыкаться, сопротивляться, пока ты им не объяснишь, и не заставишь жить мудро. И тогда твой инструмент избавляется от хлама. Идеи, которые его вели до сих пор, они перестают его блокировать. И он свободен. Потому что его одна идея захватывает. Живи по закону и можешь быть спокойным. Ибо твое будущее будет заряжено твоим настоящим. То, что сейчас творишь, если творишь добро, станет твоим завтрашним днем. Завтра творишь добро, будет твое послезавтра такое. От тебя все зависит. От Бога создал законы, но населив нас здесь, дал нам полную свободу. И как я буду поступать, так моя жизнь не будет складываться. То есть зависит-то все от меня. А мы же все говорим, на все воле Аллаха или на все воле Бога. Правильно. В конечном итоге так, потому что законы его контролируют этот мир. Но мы здесь свободны. Мы его, ну скажем так, ретрансляторы. Мы должны добро в жизнь проводить. Если мы этого не делаем, значит мы свой смысл бытия не выполняем. А тогда начинаешь карать меч правосудия. Именно правосудие. За правду мы страдаем. Что мы ее забыли. И никто не имеет права сказать, что незаслуженно это происходит. По крайней мере верующий. Если человек не верит в Бога, ну что ж, это его право. Потому что неверующий, материалист говорит, Бога нет, потому что я его не трогал, никогда не знал и не вижу. А то, что в мире происходит вся несправедливость и грязь. Бог не мог такой мир устроить. Вы же сами говорите, что Бог справедливость. А когда разберешься в этом, оказывается, да, действительно, мир справедлив. А человек свободой выбора натворил зло. Но это конечно. То есть какое-то время нас терпят, терпят, дают помощников, но если мы не исполняем инструкции, в конце концов, идет уничтожение. И не Бог нас уничтожает, а вот это зло. Просто Бог говорит, я тормоза снимаю. И вся ваша карма, миллионы, миллиарды ваших грехов на вас и рухнет, потому что я просто перестану обеспечивать вас защитой света. Не хотите со светом жить? Как шлюз открывается, говорит, получайте каждое свое. А разве Бог нас судит? Нет. Каждый сценарий пишет сам себе всю свою историю. И в последний миг, когда ему предлагается исправиться в смирении и пережить часть вот этих бед, остальное Бог уберет. Говорит, пойдешь ко мне, основную, может, 90% я уничтожу твоей кармы. Лишь бы ты сам максимально убрал хоть часть своего. Пойми это, что если ты не будешь работать и не убирать часть своих грехов, я тебе и помогать не смогу, потому что ты пытаешься как бы вот как пришел в гости кому-то, насвинячил, а хочешь, что за тобой хозяин убирал. Хозяин слишком сильный этого мира и заставит тебя участвовать в этой уборке. А если ты не хочешь, погибнешь. Таковы суровые законы справедливости. Вот это сейчас и происходит. Поэтому сейчас как бы шлюз уходит потихонечку, и на нас начинают падать все неотработанные грехи и ответственность. Поэтому становится жить тошно, плохо. Мы это испытываем, в том числе и в национальном масштабе. Те люди, которые немножко держат пульс на информации, что происходит с Россией, по интернету очень много интересных статей. Практически у нас Россию-то почти отобрали. Остается только какие-то штрихи доделать, и все, ее нет. Вот. И нам объясняют, почему, что эта страна уже чуть ли не наша. Подмена идет истории, подмена идет языка, подмена культуры, разврат со всех сторон наползает. Кто это делает? Это делают те люди, которым не нужна сильная Россия, и не нужна сплоченная нация. А чтобы отравить колодцы этой нации, то есть иммунитета ее лишить национального, нужно прежде всего развалить ее идеологию, ее культуру. Это есть иммунитет нации. И когда люди становятся малокультурными, и в идеологии направлены на нечистоту, то есть не на совесть, а на нравственность, а на разврат, на пошлость, беспособность обманывать, это лень. Не хочу учиться, а хочу жениться. Не хочу работать, не хочу учиться, хочу сразу за границу, дайте мне лучшие лимузины. Воспитывают же наших детей в этом. Посмотрите, какие зарубежные страны, посмотрите, какие автомобили. Ребенок его трясет, он хочет этого всего, но ему никто не объясняет на нравственную картину, что сначала ты должен быть очень сильным человеком, мудрым, обученным, образованным и вложить в свой труд, и тогда тебе это дастся. А ребенок нам говорит таким, правильно ты говоришь, папа? Да, надо быть честным, порядочным, надо уметь зарабатывать, но почему-то другие имеют. Я смотрю во дворе, 15-летние дети катаются на Мерседесах, или там на Ямахах по 30 тысяч долларов мотоцикла, вон они как носятся, они ничего не учились. Они вон, кто наркотики продает, кто машину ворует. Ребенок говорит, почему такая несправедливость? И тут папа разводит руками, что ему ответить? Он как педагог в данном случае не может толком объяснить. Вырастешь, поймешь. Ребенок вырастает и закрепляет свои отрицательные качества. И его исправить уже практически невозможно. И начнется тюрьма, а в тюрьме еще хуже. Оттуда он выходит, высшее криминальное образование имеет. И уж тогда он становится профессионалом. Либо просто как личность деградирует, а там сломают, что он уже не как человек. Окончательно уродует людей. И вот поэтому, говорю, социальными вопросами нет смысла заниматься. Я просто хотел вам преподнести основу нашего, от чего мы упали. Потому что мы не желаем жить по закону, а значит в этом мире не имеем права на нормальную, счастливую, созидательную жизнь. Вот и все. Вот вам основа преподнесена. Меня волнуют вопросы, что происходит в России. Конечно, волнуют. Меня волнуют вопросы, почему люди страдают. Да, я неравнодушный человек. Но вместо того, чтобы хвататься за таблетки, как мне больно, что люди погибают сотнями от наркотиков или тысячами там от чего-то, или в войнах и так далее. Я говорю, нет, нормальный человек не будет падать в обмороке от страдания за других. Добро есть высшая мирополезности. Такая формула есть. Полезно научиться самому избавляться и передать этот опыт другим. Вот тогда твое сочувствие, реально, тогда ты что-то делаешь. А сидеть в обморок, как около телевизора, трястись, ой, как плохо, ой, как вокруг все кружится, ломается. Никто ничего не исправит. Потому что исправить, прежде всего, человек может самого себя только. Это в его распоряжении. Исправить психику даже ребенка своего иногда не в состоянии. Потому что у него тоже свобода выбора есть. Если мы поздно спохватились, так уже как эти 50-50. Может получиться, а может нет. И так далее. И вот эти горькие истины я вот глотал, глотал, глотал и понимал, что моя сила зависит от моей качественной связи со светом. И чем больше я света набирался, тем больше во мне приходил покой. И, говорю, единственное и полезное дело, которое можно сейчас, это передать людям опыт. Опыт в приложении вот именно к христианству. Но не навязывать им. Я не имею права от вас ничего не требовать, не пугать вас, не зазывать. Помочь, пожалуйста. Вот вам аргументы, вот факты жизни. Здесь есть люди, которые учились и в какой-то степени год, два, три уже действуют в этом направлении. Захотите, можете с ними поговорить, что им это дало. Я просто самый старый в этом процессе, один цвет. А в основном здесь, ну, люди, которые несколько лет. Потому что первая школа была в 96-м году. Я еще тогда только-только обдуршина вот, ну, раздобыл. Даже не в 96-м, а в 95-м году. Именно на, в конце первой школы, когда одна женщина мне принесла эту книгу и говорит, Юрий Николаевич, вы говорите точно так же, как в этой книге. Я говорю, да. А я сколько ни сталкивался с эзотерикой, везде что-то не то. Я думаю, проверим. Беру книгу так, и мне от нее просто пошла радость какая-то. Вот это моя книга. Я чувствую, что это моя книга. Начиная читать, и в течение нескольких месяцев, когда я стал постигать, абсолютно один к одному то, что мне шла информация, она идет из этой книги. Просто все сложилось как пароль. Две разорванные бумажки вот так, идеально. И тогда я успокоился. Потому что первые два года в одиночку борьбы против всех довольно сложно. Потому что психика человеческая привыкла к некому коллективизму. Я считал, что не может быть один человек прав, а все остальные неправы. Ну, повально. Все церкви, все секты, вся эзотерика неправы, все материалисты неправы, один я, какой правильный. И мне все время тогда голодало. Думаю, ну, не может быть человек прав. Не может быть такого. Я думаю, что меня проверяют на гордыню. Но когда пришла эта книга и дальнейший опыт, я понял, что да, действительно. И понял слова Христа, который пришел и тоже был один против всех. Он и сказал, вас, учеников моих, мир возненавидит за имя мое. Возненавидит. Но прежде он возненавидел меня за то, что я обличаю, что дела его злы. Этого мира. Конечно, мир будет тебя ненавидеть. Когда ты вскрываешь ложь, как консервную банку. Вот православная ложь. Вот католическая. Вот теософская. Вот Штайнера, антропософия. Вот кришнаизм, это ложная бхагавадгита. И прямо на странице говоришь, посмотрите, что вы пишете. Посмотрите, что пишут ваши лидеры. Это же абсурд. И их начинает трясти от злобы, потому что их разоблачил. Как змея начинает жалить, которые вот прижали в угол. Вот так вот идет одно за другим. Вот эти идолы падают и падают и падают. Даже Иисус Христос когда-то приходил и развенчивал одно за другим. Но он был Бог все-таки. А если ты идешь за ним, ты невольно начинаешь впрягаться в эту упряжку и испытываешь все, в конце концов, в каком-то масштабе, то, что испытывал он. Давление. А когда ты выходишь за пределы физики, начинается астральный бой. То есть вся ложь этого мира пытается тебя прокинуть. Разе может человек устоять в одиночку против зла этого мира. Без помощи воли Божьей, конечно, нет. Поэтому коридор мне держит Дух Святой, а я иду при помощи Его. И только так. И поэтому мои накопления, мои изменения я не считаю собственным достижением только. Этот человек может проявить волю терпения, но без помощи Бога он ничто здесь сейчас, по крайней мере. Были времена, они давно прошли, когда человек мог прорваться сам. Тогда не было пророков. Но когда мы уже хорошо закрылись, тогда нужны были посредники, которые бы приходили, нас за уши отсюда бы тащили при помощи знаний и дополнительной силы. Вот что происходит сейчас. Конечно, я задавался вопрос. Мне спрашивали, кто вы? Один товарищ мне назвал. Какая-то смесь супермага с экстрасенсом, что-то у меня там с христианством, тут намешано все. И когда я говорю, вот мне журналисты спрашивают, вы кем себя считаете? Я говорю, человеком, который, может быть, приобретает это звание человек. Действительно, человек это звучит гордо, но надо завевать право на это название. Мы семена, посеянные в эту почву, и пока мы не научимся жить по законам человеческим, а это равнозначно законам духовным, потом человек переводится с санскрита «дух вечный, человек». Так вот, я буду человеком только тогда, когда научусь жить по законам Божьим, то есть по заповедям, а это святость. Вот тогда я буду иметь полное основание называть себя человеком. Потому что если я был преступником и невеждой, и лентяем в духе, и если избавляюсь от этого, от лени, в соответствии с этим приобретая какие-то знания, то есть лишаясь невежества, и начинаю понимать благо жития по законам, и я потихонечку становлюсь человеком, и мне больше другого звания-то не надо. Это не есть экстрасенс, сверхчувственный, сверхкачество. Какие сверх? Мы просто восстанавливаем свое качество, это необходимо. И никакой гордыни в этом не должно быть. Потому что исправляться преступнику, превращаться из преступника в непреступника, что же тут великого-то в этом? Это есть моя обязанность как человек. Я не хочу вредить этому миру. Реально не хочу. Я хочу этого добиться. Переставая вредить этому миру, и законы перестают вредить мне. То есть мне пристают наказы. Доказано это опытом уже многих десятков людей. Просто я посильнее, поэтому я и прикрываю многих. Когда у них проблемы возникают, я им помогаю. Вот посмотрите. Человеческое тело. Мало кто может поквасаться, что у него вообще абсолютно ничего не болит. И никогда не болит. Есть такие? Наверное, нет. Давайте рассмотрим, что же такое болезнь. Человек из чего состоит? Из клеток, правильно? Цитологию, вы знаете, не хуже меня. По крайней мере, анатомия школьная рассказывает о жизни клеток. То есть, из цитоплазма, митохондрии, и все прочие, клеточная начинка. Но клетка, из которой состоит печень, легкие, нервные ткани, и все прочие ткани. Клетка из чего состоит? Из набора атомов. Правильно? Мы это знаем. И ни один материист отвечать не может это отрицать. А из чего атом состоит? Давайте возьмем простейший. Увеличим его. Это чисто условные схемы, потому что квантованные частицы нарисовать даже, ну, может только схематично. Это кванты. То есть, это переходное состояние между энергией и массой, материи. Зарядом минус единица, два электрона. Ну, тогда в простейшем атоме будет два нейтрона и два протона. За счет чего сбалансированы все атомные структуры. Будем считать, что это идеальный атом. Центробежная сила и центростремительные уравнены везде. То есть, электроны летают там, где мы положим. По всем орбитам идеально. Внутриядерные связи тоже идеально сбалансированы. Вы знаете, есть электромагнитные, там, гравитационные, там, сильные, слабые воздействия. Так вот, за счет чего содержится в покое эта система в идеальном порядке? За счет волны 300 тысяч каветов в секунду. Материя другой волной не располагает. Это сбалансирующая сила. Балансирующая. А что же является фактором дестабилизации? Напоминаю, 400С. Если взять, скажем, мел, если я его со всей силой, как у меня есть, швырнув в стенку, он рассыпется, да, на какие-то осколки. Что будет на этой стене? Если эту массу зарядить, есть такие крупнокалиберные винтовки, и выстрелить, ну, дырка будет какая-то. Вот. Если придать ей какую-то ракетную скорость, тут не знаешь, что тогда будет. Иногда сравнишь с ядром школьным, если зарядить в пушку, разнесет стену. А если рукой, то есть скорость при одной и той же массе имеет колоссальное значение. Масса одна и та же, скорость другая. Поэтому воздействие импульсов, скажем, эмоция, а эмоция по скорости выше, чем скорость света, которая в балансе содержит. Так вот, эмоция, как есть, страх, то есть чувство, или ревность, или обида, или раздражение, или там еще что-то, зависть, когда тебя бьют эти волны, естественно, что материя этого не выдерживает. Потому что по скорости выше эмоции. И что, начинается, слетают с электрона со своих накатанных, как говорится, путей. Если имплитуда сильная у этих эмоций, тогда досягает и внутриядерный структур, искажается и внутриядерный баланс. И вот такой кривой атом, естественно, что клетка из таких атомов начнет давать сбой на уровне биохимии. Тогда и питание клетки нарушается, дыхание, то есть не выносятся шлаки вовремя и не вносятся питательные вещества. Это называется нарушение обмена веществ, начало болезни. Если это закрепленно, а вы сами посмотрите на свою жизнь, это же непрерывная череда каких-то страхов, обид и так далее, и так далее, и так далее. Это наша реакция на этот мир, потому что мы живем в состоянии постанов поиска справедливости, а ее нет. А потому что мы сами несправедливы. И заблуждаясь, начинаем неправильно полыхать этими эмоциями, отрицательными. Они отрицательные почему называются? Потому что они отрицают волю Божью, а не по воле Божьей. Это грех. И я объяснил, когда себе я от них избавился. Не потому что я их себе запретил, а потому что я это понял, что это, во-первых, борьба с Богом, а с Богом не поборешься. А я хочу быть здоровым, счастливым. Я им стал. Но и надо жить по закону. А поэтому, когда умер страх, раздражение, обиды, ревность, все это умерло, мои атомы потихонечку восстановили баланс. Из-за этих атомов клетки, естественно, состоящие, тоже перестали страдать. Из-за этих клеток мои печени, суставы, вообще все стало норм. Что ж тут такого сложного или что-то такого чудесного? Ничего особенного. А каким образом, допустим, я помогаю другим? Если у другого человека его клетки или атомы страдают, тогда моя система духовная, то есть передача волн по линии успокоения, я его захватываю, то есть его душа и моя душа от больной или там ученик, который пострадал, у него какие-то отрицательные, скажем, есть программы в его поле, матрицы, которые нужно разрушить. Если его душа еще не способна отбить атаки вот на этом уровне, на астральном и физическом, тогда что? Ты выходишь, накрываешь его своей душой и начинаешь что, уравнивать ее? И тогда твои вибрации, которые сильнее, начинают накрывать его и исправлять его ситуацию на уровне поля. А когда на уровне поля исправляется, и клетки получают нормальную стабилизирующую дотацию. вот что происходит. Также точно по линии Е равняется МС квадрат, то есть моя энергия много. И в конце концов по этой линии начинаешь формировать нормальную материю. По линии правильной энергии, точной, стабилизирующей поток идет. Это работа экстрасенс, но только экстрасенс, экстрасенсу рознь. На тысячу людей, если не больше, может на 10 тысяч, один отсюда берет источник, а остальные 9999 из астрального мира. И поэтому, если работает отсюда человек, он кроме вреда ничего не сделает. Он может подправить клетки, почему? Потому что скорость-то больше, 400С, он их исправляет, но и сам человек не живет по закону, а следовательно, его поле испещрено своими матрицами, привязанностью к астральной лжи. И тогда вместе с физическим устранением болезни, болезнь какое-то время отступает, в его поле, в основном астральное поле, и здесь, и на этом уровне идут искажения, и матрицы, которые идут через такого экстрасенса. И потом убрать эти матрицы практически сам этот автор уже не может, потому что расплавить их нужна волна более сильного, а у него ее нет. Температура плавления, то есть надо достичь тогда вот этой высоты, чтобы растворить это. И таких очень много приходило. После других экстрасенсов убираешь у них потихонечку, начинаешь потихонечку стабилизировать состояние. А сначала идет а потом происходит явление иногда более худшего порядка после исправления здоровья. Потому что кому можно доверить, кому нет, разные источники. Еще раз говорю, астральный мир достаточно сильные волны, но они, к сожалению, не чистые волны, потому что сама природа человека, который не справился с заповедями, она несет в ваше поле, если вы ему открылись, открылись. Я пришел и говорю, вылечите меня, я этого хочу. Мне надоело болеть, тем самым я открываю душу и тем самым нарушаю заповедь. Бог что сказал? Я Господь Бог твой, и нет у тебя иных богов, не сотвори себе кумир. Поэтому верить можно только Богу, хотя бы, если уж кому-то идете, возьмите, вот чинаш, молитву прочитаете, хорошо, а может быть и трижды, скажешь, Господи, отведи меня от искушения, избавь от лукавого, если там что-то, вред какой-то лучший. И тогда ситуация сама начнет вам подсказывать. Смотришь, ну не получается эта поездка такая. Что тебя отводит от этого? Да Бог тебя отводит. Поскольку ты его не слышишь, тогда молча в судьбе начинается препятствие. Читай свою жизнь. Ты же помолился и попросил помощи, тебя отводит от этого. Вот что такое болезнь. То есть панацея это. Я когда в 94-м году начал это проверять, я себе, конечно, такой режим довольно жесткий задал. Никаких таблеток и никаких врачей. Что бы ни болело у меня, как бы ни болело, с какой силой, я помогать себе не буду. Я должен проверить, действует эта система или нет. Конечно, я и болел, и температура, и все, первые вот эти месяцы особенно. Ну, говорю, месяцев 7-8, 4 основные болезни, в том числе какое-то время меньше, меньше, меньше болезней. И я без всяких таблеток их побеждал и намного быстрее восстанавливаешь, кстати, здоровье. Буквально бронхит тяжелый, два-три дня я здоров. В перемешку с гриппом, там, ну, максимум, ну, 7-8, это максимум, когда грипп тяжелый, знаете, что такое грипп? И в перемешку, говорю, с бронхитом, там, так, что тебе кости аж выламывало. И у меня дочка врач, она говорит, ты, давай тебе укол сделаю, что? Она мне жалеет же, ей больно, что мне так плохо. А я говорю, нет, 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 я должен все это перетерпеть. Почему? Если мне положено болеть, я переболею. Я не хочу от Господа Бога, от Его закона, закрываться таблеткой. Положено мне боль сильную пережить, я уж перетерплю. Но это не значит, что вы должны все так делать. Почему иногда мне звонят и говорят, у них когда-то что-то, грех я совершаю, кошмар, я таблетку съел, я говорю, а что вы передо мной-то каетесь? Просто вы, скажем так, ну не устояли какое-то время, ну не выдержали, вам больно съели, что-то особенное. Потом, вы не передо мной, зачем каетесь? Есть Бог. Вы там будете разбираться по той линии. Я могу рассказать, я могу помочь, но отчет вы держите перед законом, а не передо мной. Что вы передо мной-то каетесь? Я вам не запрещаю пить таблетки. Хотите вы их с утра до вечера, можете их, проблем-то нет. Я просто вам рассказал свой опыт, поэтому у меня и быстрое движение вперед было. Это вабанк называется. Либо умру, либо прорвусь. Я так поставил. Думаю, 46 лет прожил, все было, и любовь была, и почти на войне было, там это, это, это. Я пережил, все хватит. Если я даже погибну, ничего страшного. Остаток жизни, значит, и я пошел именно вабанк. То есть страх уничтожен был, я не боялся смерти. Но это не каждый может сразу добиться. А у меня получилось. Пока есть страх, конечно, всегда есть опасение. А вдруг я сейчас умру? Вот сейчас бы таблеточку и все, а мне уже конец. Температура 40 с лишним. Я говорю, тогда вы поступайте так, как ваша душа хочет. Хотите, возьмите и выпейте. Вот и в этом там большого греха нет. Просто вы немножечко застополите, окрепните, потом дальше пойдете. Не всем дано, ну, идти по максимальному, скажем так, режиму. Насилия в этом никакого нет. Главное, что справиться с ленью и понять, лень вас тормозит или ненужность этого дела. А вот, здесь такие вот нюансы есть, но сразу все не расскажешь на лекции. Поэтому, ну, система обучения, раньше она занимала месяц, два раза в неделю было занятие, восемь занятий. Потом восемь раз за восемь дней, потом мы стали за четыре дня, два, потом один день стали, семь-восемь часов. Вполне достаточно, потому что я стал убирать много того, что впрямую не касается вот этого выполнения. Ну, я перестал рассказывать о происхождении, человека о рождении, и там это, это в конце концов, в книге можно много что почитать. А главное дать основу. Как справляться с отрицательными эмоциями, как получить поддержку эту, как вот это, 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 это. И две формы, семинар и школа. Семинар, допустим, это просто ознакомление. А школа, это уже человек штурмует небо. Он пошел, и тогда, когда я его ввожу в состояние этой связи, я за него тогда отвечаю. И тогда мне нужно его опекать, особенно первое время. Когда ему трудно, я говорю, обращайтесь, я помогу. Тогда идет как бы взаимная такая работа. Разница большая. Вот. Ну и давайте вот остаточек времени, может до трех минут двадцать. Какие вопросы все есть, я постараюсь ответить. Можно? Да. Попали здесь. Грибок. Можно излечить? Можно. Врачей, только пять тысяч лекарств, надо выделить? У меня, я в бассейне, где-то в девяносто восьмом, что ли, году. Пошел в бассейн, как всегда, я на базаре ем все, что попало, подхожу, и не боюсь микробов, и в бассейнах не боюсь микробов. Раз, и вот ноги у меня, да, пришел домой, смотрю, что-то не то. Я таким белым светом, просто вот как в тазик налить белого света, сел в кресло, ноги, образ такой прислал тазика, и вот этот такой, как вибратор вот свет туда-сюда, абсолютно, вот такая, как бы звездная энергия. И у меня вот два сеанса такие, в течение двух-трех часов у меня прошло все. А это ногти уже состоят? Ну, когда... То есть это ногти? Дело-то в том, что надо так рассуждать, от чего, ну, ноги питания получают, крестцовое сплетение, правильно? А крестцовое сплетение привязано, как его называют индусы, первая чакра, красная энергия. Вот, излучение. Вот белый свет, то, что я рисую, идет, в конце концов, на уровне астрального мира, растекается на спектр. Семь цветов. Первый, красный, откуда вот ноги? Почему ноги страдают? Потому что красное, крестцовое сплетение, барахлит, оно слабое, оно не передает нервных сигналов. А почему? Потому что не получает дотации по красному лучу. А красный луч, первый, отвечает за духовную инертность. Если человек инертен в духе, у него будет слабое это место. И будет страдать опорно-двигательный аппарат, и все, что привязано к этому этажу, вниз. Вот. Второе, неправильное отношение мужчин и женщин. Эгоизм женский, эгоизм мужской, бьет по этому. Второе, район лобка, вторая чакра, так называемая. Третье, страхи, многолекие. Ведь жадность, тоже страх. Боюсь остаться без денег, поэтому никому в долг не дам, закопаю туда-сюда. Человек боится, боится завершнего дня, и он считает, что деньги ему помогут держаться на полу. Это тоже от страха рождается, патология вся, в конце концов. Поэтому суда бьет, материальные это все, завязки все. Страхи очень многолекие, если с ними разбираться. Четвертый, тоже тут гнев и ревность, тут вот обиды, тщеславие, эгоизм, здесь голова, это уже измы всякие, материализмы, фанатизмы, фундаментализмы, материализмы. Почему, что это идеи, которые неправильно нами управляют. Соответственно, мозги, как командир наш, начинают страдать, заслуженно. Отсюда сосуды больные, гипофиз неправильно работает, гипоталамус, не те гормоны выдает, оттуда не идет, скажем, в щитовидку, допустим, териотропный гормон, а щитовидка уже перестает выдать вторичные гормоны. Отсюда не идет андреонокартикотропный гормон, надпочечник, и тогда он, ну, недостаточность, недостаточность почечная. Откуда начинаются проблемы? Все от головы, как говорится. Это тоже командир такой. Видите как? И тогда, вот, зная это, от чего, что зависит ноги, тогда надо что, духовность подхлестнуть, чтобы человек развелся в духе быстрее. У меня ноги тоже были тяжелые, позвоночник больной. Четыре месяца я забыл с такой позвоночник, у меня как резиновый стал. Соответственно, и ноги получили импульс, меридианы открылись, и человек дышать должен, энергетически. Вот его схема. Голова и спинной мозг это центральная нервная система. И вот так вот примерно излучение работает. Тут входит в руки, в ноги, в основном, в конечности руки, ноги, и район промежности. А здесь вот так тоже идет. Есть и уши, получает свое, и так далее. Но это только очень огромная система. Это огромная система, то есть силовые линии. Они действуют как в этом направлении, так и в этом. Взаимно встречные потоки света идут. И если где-то, чакра, допустим, первая, духовная лень, идет запирание, ноги запираются, энергия запирается, и начинается что? Болезни здесь, ног, суставы, и подагры, нигде подагры, это какое? Ревматизмы всевозможные, артриты. Если здесь горло, обидчивый человек, сильный, гордыня есть, начинается что? Щитовидка, которая из-за иммунности достаточно серьезно отвечает иммунитет, дифференциация происходит лимфоцитов. Рядом со щитовидкой две пары пара щитовидных желез, которые отвечают за водно-солевой баланс. Тогда начинают либо излишние соли в организме начинают откладываться, выпадать в осадок. Сами знаете, где здесь, колени там и так далее. Либо, если недостаток солей, вымывание солей, это избыток воды, тогда отечность и, ну, костные ткани страдают, они хрупкие становятся. То есть и то, и другое плохо. Баланс идеальный, но же середина, норма. А норма какая? Ну, перестань обижаться, перестань быть эгоистом, перестань там это, перестань это. Разгонись в духе, должен развиваться быстро, наладить отношения с противоположным полом. Нельзя считать виной всему мужчин своих, а мужчины не должны считать виной своих женщин своих. Как мы все опрокинуем, ты во всем виновата, что жизнь моя несчастная сложилась. Я на тебя всю жизнь потратил, или потратил, а ты мне, я тебе все деньги приношу, что тебе еще надо? И вот эти разговоры стереотипные, сколько угодно. А на самом деле, разное только, вот мужчина измеряется, сколько он денег принес домой, насколько он там вот дома, семьянин и все. Иногда бывает так, вот женщина много разговаривает, говорит, да, говорит, все здорово и хорошо. Муж вот именно такой. Но настолько, вот приземленность какая-то, вот ощущение какого-то, ну, какой затлости этого мира, кошмарного, хочется чего-то такого яркого, чего-то необычного. Я хочу вот этого от своего мужчины, а у него нет этого. Идешь к какому-то совершеннейшему разгильдяе, который живет вот так, и мне с ним хорошо. Ну, почему? Ну, почему вот так складывается? Я говорю, потому что у нас в одном мужчине есть это, в другом это, в третьем это, в четвертом это, так же, как и в женщинах. В одной женщине есть вот это хорошее, в другом это, вот это, это, это. И мы, как эти, собирать хотим, собирать, а нет бы в одном лице все это найти. Но это лицо надо воспитать. Такую надо женщину воспитать, и мужчину такую надо воспитать. А это выполнение заповедей. Это практически решение всех наших земных проблем. В этом. Этим заниматься надо. А не сидеть и смотреть на некие пьедесталы, там какие-то святые. Трудно все это. А мы своим путем пойдем. Пусть греховно, ну, и вот так вот человек пасует перед этой горой, которая в Библии называется Гора Сион, как ни странно. Поэтому, я говорю, читая Библию, особенно Новый Завет и изречение Иоанна Богослова, которым Иисус передавал, что на горе Сион будет стоять 144 тысячи праведников и Агнец во главе. Они спасены будут. И я говорю, на горе Сион, так мы туда и лезем. Гора Сион – это не рукотворная гора, это, ну, скажем так, луга альпийской чистоты, там, где душа чиста. И можно на эту гору лезть где угодно. И в Ташкенте, и в Пекине, и в Москве, и в пригородах, и в огородах своих. Главное, что этим занимался. И вот эти люди и будут на горе Сион, потому что настоящие сионисты – это мы. Мы на гору лезем. А те, кто не лезут, они ищут где-то какой-то отметки, где Моисей там был, ходит туда, если туда пешком заберешься, ну, а что там сидишь, грехи твои все уходят, да что за чушь такая? Это и есть. Вот и люди в это верят, как ни странно. Почему? Сатана очень хорошо знает наше главное качество – духовная лень. И потакает ей всеми этими идеями. А человек – существо падкое на то, что все получить бесплатно, на халяву, как говорится. Пойти и пить отпущение грехов сразу. Сделай вот это, вот это. На коленях по какой-то лестнице в римском залезть надо. На коленях. И помню, как вот про Савонарова недавно была передача, который пришел, говорит, неужели все так просто? Какие мерзкие люди, думаешь, какой-то мерзавец залезть по этой лестнице на коленях. Все, проститься? Я что-то с этим не согласен. Начал фронт эту, и его сожгли. Вот как и жгли других людей. Всю историю людей. Церковь – это насилие и борьба, собственно, с людьми, которые пытались что-то понять в системе религии. И Янгус был сожжен. С ним вместе иероним пражские два богослова, достаточно порядочные люди в церкви, которые никакого реформаторства, собственно, не предлагали. Просто сказали, господа батюшки, давайте же мы покажем пастве пример, а то о нас уже анекдоты рассказывают. О нашем обжорстве, а и так далее. Половина анекдотов в средние века ходили имена о попах. Они это заслужили. Давайте хоть пример это покажем. Его затопали в конце концерта. Что это нам там еще учить будет? Взять, сожжечь, сожгли. А он даже не пытался что-то в религии Христа понять. Потому что это братья очень такая, не поспоришь. Вот и за ними столько записей этих грехов. От имени Господа Бога сжечь и убивать людей. Причем лицемерно говорить, что христианство есть религия покаяния, религия милосердия, всепрощения. И при этом братья жечь, братья сотнями тысяч, жечь, пытать инквизиции и так далее, и так далее. Какое же это христианство? Вон последний фильм был, я ходил недавно посмотреть, просто было любопытно, Царство Небесное, про Иерусалим, кто смотрел. Пожалуйста, крестовые походы. Убивать, убивать, убивать. И те маленькое количество людей, единицы, которые говорили, мы думали, что захватив Иерусалим, отняв его у Сарацин, у мусульмана, мы будем что, мы будем Господу служить? Ничего подобного. Там оголтела вот эта жажда наживы, власти и реализации своей дури всей, которой рыцари и являли. И те люди, которые пытались, их просто убивали и уничтожали. Вся история этих кровавых походов, какие же это христиане? Освобождение гроба Господня. От чего? И какого гроба? Вот эта вся ложь, в истории она вся совершенно четко проявлена. И только человек в своей лени уходит настолько в добычу рублей и там картошки своих гурцов, что забывает, что он рожден свыше. Мы об этом забыли и за эту забывчивость сильно наказан. И вот мудрый Господь над нами смотрит на нас сверху и говорит, неужели не хватает у вас мужества подняться с колен и дать отпор этой всей нечисти, которая просто вас захватила в сети? Ну дайте отпор, у вас же на то сила есть и помощник есть. У вас кооперативная работа только должна быть. Помочь вам можно только тогда, когда вы сами идете. Не идете, значит помощи не будет. Это закон выбора. Бог говорит, я своим законом связан. Я не могу вам помочь, пока вы сами ко мне не идете. Для меня мой закон свят. Я его не нарушаю. Если человек не сделал шаг-два ко мне, я ему помочь не могу. Я законом связан. Вы же меня не выбираете, следующее, я не могу вам помочь. Это закон. А человек это понять не может. Он вот по первому требованию, Господи, отче наш, ты давай, давай, давай сюда, мне что-то тут плохо. И Бог прям прилетит. Ой, ты где мой тут, любимый? Давай-ка я тебе сейчас все исправлю. А исправление-то идет как? Опять же не по церковному. Церковь как воспитывает? Бог все прощающий. Он нас любит и всегда нас простит. Главное, что вы жили правильно. Но поскольку человек неправильно не живет, а Бог все прощающий, человек так и надеется, что да, прощает. Ну, конечно, в церковь пошел, меня там простят от имени Бога все. А грехи-то так не прощаются. И в конечном итоге какой-нибудь очень настырный товарищ верующий так возопит Господи, ну, помоги мне, ну, прости меня. И Бог присылает прощение. Раз и прислал в виде наказания. Потому что по-другому прощения-то нет. Раз и какое-то событие негативное, а человек его как воспринимает? Господи, я у тебя просил помощи, а что ж мне? Опять плохо. Бог говорит, ну, если бы я смог с тобой диалог вести, я бы тебе сказал, я тебя прощаю через, ты прими в смирении, это есть прощение, но ты же в смирении не принимаешь. И еще удваиваешь свой грех тем, что ты не принял. Поэтому вместо прощения идет не только восстановление греха, ты его не искупил, но еще и твоя позиция удваивает грех. И следующий этап, этот же самый грех придет еще раз в твоей жизни. Но только он будет усилен. Не примишь там, придет еще больше. И в конце концов, это сейчас и нарастает вал. Как лавина на нас идет, наши грехи. А мы в смирении не умея принимать, в конце концов, эту лавину и получим, она нас раздавит. Вот вам система. И не мы ее придумали. Мы гости в этом творении, а есть хозяев. И он закон устанавливает. В данный момент ты останавливаешься, но эмоции остаются внутри. Что нужно сделать, чтобы она может... Конкретная эмоция какая? Ты раздражаешь. Нет. У каждой эмоции к ней свой подход есть. Вот я про обиду рассказал. Нет, эмоции раздражения. Эмоции страдают. Ну, смотрите. Вот, допустим, раздражение, да, она та же, как и обида. Вы на кого раздражаете? Ну, на ребенка, на какого-то соседа. Ну, на кого бы, да? То есть раздражение. Смотрите, первое раздражение, как мне удалось уничтожить. Я исследую вопрос так, просто. Я вышел в город. Это первые мои дни. Иду, и в метро все толкаются, в Москве. Кошмарное количество народу. Толкаются все, все какие-то... А я спешу. Мне так надо попасть вовремя куда-то. Я не люблю опаздывать. И вот эти столкновения, и вот у меня начинает нарастать вот это. Градус, как бы, это такой. Я терплю, конечно, у меня вот, что такое в конце концов? Сколько же тут народа-то? Раздражение начинается. Я вот домой пришел и начал разбираться. Так, отчего я раздражаюсь? Ну, вот сталкиваюсь с народом. Людей много. Не, ну, почему я сталкиваюсь? Потому что спешу. Я хочу успеть. А почему спешу? Ну, бы она вовремя попасть. Я говорю, так, вовремя попасть. Но это моя задача. А если люди, которые идут куда-то, кто за ребенком, может, едет, кто на работу опаздывает, кто там за продуктами едет, может, какая-то бабуля. Почему я их-то интересы не учу? Они тоже куда-то спешат. У нас общий город, не мой личный. Правильно? Правильно. Это же эгоизм. Эгоизм. Дальше. Ага. Я опаздываю, потому что я плохо еще и день спланировал. А если бы я дал запас на 10 минут раньше? Я бы спокойно использовал этот запас, обходил препятствия, мне было бы время. Я уже не поглядывал на часы. Кто виноват в том, что я время плохо спланировал? Кто виноват, что я ставлю свои интересы выше граждан? Я. И поэтому я должен в данном случае не раздражаться, если я честный и порядочный человек, а извиняться перед людьми, когда я сталкиваюсь. И у меня стало умирать раздражение. По данному конкретному случаю в транспорте. И поэтому, как только я попадаю в город, метро, вокзал, я сразу говорю, режим, рынок, вокзал. Все. Нужно бы терпение все собрать в кулак и идти вот так, как этот в регби, отбиваться. Ну что сделаешь? Просто я собрался и поплотнее стал. Вот это первое раздражение побеждали. Я рассказывал, как обида. То же раздражение, что нам мир несет то, что мы заслужили. Я должен это воспринимать без зла. То есть без раздражения тоже зло. Дальше, скажем, ревность, да? Интересное такое качество, которое трудно погасить. То есть ревность никогда не была порождением любви. Потому что если человек любит, он в части ревности только страдает. То есть он может страдать, потому что он теряет любимого человека. Ему больно, ему печально, но он никогда ничего плохого ему при этом не желает. А ревность – это обозначение, когда человек что? Начинает вот эти эмоции отрицательные, и с ним рядом тошно находиться. Даже если он молчит. А вот эта ревность домашняя. Ну, допустим, человек задержался. Ничего, ну откуда знают, где он задержался? Нет, уже есть подозрительность какая-то, вот надутость, уже все. Уже дома какая-то неблагополучная атмосфера. Потому что астральные волны, ты говоришь, а этот, наш общий аквариум, куда же от них денешься? Поэтому молча, а почему плохо? Потому что когда тебя любят, и когда тебя уважают, и тактичны к тебе, ты чувствуешь таким человеком рядом очень хорошо. Но когда тебя начинают давить вот этими эмоциями, тебе становится плохо. Он обидчивый человек, ревнивый человек. Эмоция-то, она молчаливая. Но это же действие. Это же тоже действие. Поэтому ревность, это тоже порождение эгоизма. Еще раз говорю, если я люблю человека, я должен говорить, что ты мое. Женщина, я говорю, не чемодан, взял и перестал, как хочу. Она тоже имеет свободу. Имеет какие-то интересы. Любишь ты или не любишь, неважно. Она личность. Часто мужчина, вот в беседу с мужчинами, принимает женщину, прежде всего, как полового партнера. Второе, домашняя прислуга. Два слагающих. Я говорю, а почему они считают женщину просто за человека и во многом богаче, чем мы, мужчины? Потому что женщина имеет вот ту изюминку, которую мужчин не достает. То внутреннюю красоту и силу души, если женщина еще сохранила это, она очень много может дать мужчин. Она, если будет это развивать, а мы свою, мужскую ипостась, только хорошая будет от этого. А когда становишься в позу, я мужчина, а ты кто? Тут такое нечто бегает, такое слабенькое. Ей надо управлять, ей надо помогать, и учить ее жизнь. Так за уши схватить и разворачивать, куда хочу, туда вот так. Но это же не жизнь тогда, это не уважение к личности. У нас, к сожалению, такое не получается жизни. Там, где в паре еще есть это, это здорово, когда мужчина и женщина сохранили уважение так друг к другу. Такие пары тоже есть. Но, к сожалению, немного. И потом от ревности надо избавляться от этого. Страдать мы имеем право. А вот принуждать человека, любить себя и внимание приковывать, это нужно заслужить. Заслужить ежедневным трудом. И тоже такая расхожая схема, которую я часто рисую. Смысл всех измен, ну, измены, это поиск яркой личности. Допустим, вам тускло с кем-то живется, вам неинтересно. Значит, чего-то не хватает. А почему у нас не получается долговременных счастливых пар? По-настоящему счастливых я имею в виду. А не просто вот сожительство. Мы терпим друг друга часто больше, иногда неплохо, иногда совсем плохо. И вот как-то идем так вот, поухабом этим. Потому что в Творец такую заложил основу счастливой пары. Если это мужчина, вот эта женщина, они вместе, имея вот такую, скажем, духовную основу, в том, интеллектуальную неплохую, они сошлись как бы на этих перекрестках жизненных и создали пару. И неплохо жили какое-то время. Но если они не изменяются духовно, они начинают что? Испытывать потерю интереса. И это правильно, это заложено в основе человеческого духа. Потому что человеческий дух должен, по законам эволюции, развиваться. И с каждым днем, месяцем и годом становиться ярче и ярче. И так же, как и женщина, так же, как и мужчина. И если бы это было, то каждый новый временной этап давал бы более яркие отношения, а не те самые, которые оставались. Как прочитанная книга уже все. Я все знаю. О привычках там своей жены, что она то скажет, что она вот так себя поведет. Я прихожу уже заранее. Чуть ли телепатия начинается. Все знаю уже. И она обо мне все знает. И ничего нового. А дух по природе, он всегда странник, он ищет нового и более яркого. Это заложено у нас. Это нормальная основа. Просто не умеем ей пользоваться. И поэтому, когда человек ищет более яркого и находит это другое тело, третье тело, восьмое тело, двадцать восьмое тело, а оно ему ничего не дает, в конце концов, он превращается в циника. И говорит, все женщины одинаковы. Женщины с хорошим опытом говорят то же самое мужчины. Все одинаковы. А на самом деле, тело никогда не напоит человека. Напоит человека душа. Да еще та, которая развивается. Поэтому в основе это и заложено, в счастливая пара. Вот она. И тогда, если все время развиваемся, мы постоянно будем испытывать увеличение тяги к друг другу. Просто будем потрясены от той красоты отношений, которая у нас будет вызревать. С каждым этапом все больше и больше будет желаний друг другу видеть, присутствовать рядом. Будет умирать вот эта перекачка нашего интереса полового. Он перераздут у нас. У нас будет возникать радость на уровне души, да такая мощная, что по сравнению с ним половые отношения будет что-то десятое. Они столь важны уж. И тогда такая радость непрерывная пойдет. И в семьях, и везде. И наши дети будут у нас учиться. И скажут, какие у меня потрясающие папа и мама. Да какая там улица, чтобы мне там не говорили, я защищен вот этой красотой. Я никогда не поменяю вот эту красоту отношений. И буду учиться так же, как мой отец и мать, чем буду слушать вот всяких там уродов на улице. И ребенок будет защищен этим примером. А когда мораль только читают, а родители неправедные, ребенок эту мораль не воспринимает. Я начинаю что? Антагонировать с родителем. Потому что он, может быть, отпор в открытую дать не может. В какой-то степени он зависит от денег папы, от заботы, от этого. Но он начинает хитрить и начинает уходить и жить своими принципами. А где он их возьмет? Там, где он увидит каких-то лидеров, в виде сильных личностей на улице или еще где-то. Будет их копировать. Ребенок лет до 14, до 15 копирует всегда окружение. Иногда, если он не имеет личностной основы, он до самой старости будет копировать, что своего нет. Он будет копировать то этого, то этого, то этого. А своего-то что? Не накопил. Или будет сидеть в дебрях книжных. Эти авторы будут жить как книжный червь, какие-то сериалы этими жить. В своей жизни нет. Мы подменяем. Надо самому жить, а не купаться с утра до вечера в этих книгах и в сериалах. В меру можно что-то посмотреть полезное. Но, в общем-то, надо и лично самому в этой жизни присутствовать. А когда мы, наверное, жить интересами бразильских героев или еще каких-нибудь, ну это же подмена вся. Это же тоже нас накачивают вот этими всеми делами. Пустышка, это же все пустота. Там много тоже полезного есть. Ну посмотрите. Ну посмотрел одну серию, видишь, как человек наказывается за свою глупость или за колебания, за свою слабость. Ну с утра до вечера тоже сидеть не стоит. Вот, поэтому ревность как раз, когда начинаешь понимать это и понимаешь закон выбора, если, говорю, моя женщина, которую я люблю, меня оставила и ушла к другому, я, если я люблю ее, ее люблю, подчеркиваю, ее люблю, а не себя. Я должен сказать, любимая моя, у меня слезы капают из глаз, но я хочу, чтобы ты была счастлива. Даже с другим, почему? Если я нашла более достойное существо, я рад за тебя и оказался слабым и плохим твоим партнером. Все. Больно признавать, но надо. Если ты любишь кого-то, а если ты любишь себя, тогда будешь по-другому любить. Как это ты уходишь с меня? Ты предательница, ты такая-сякая. Помнишь, как в ассесуале лоханке? Варвара, ты молчица подлая там. И сам ночью ходил бегать, бегал в кастрюльку мяса, грыз по ночам, которую Варвара готовила. Она ему днем, ну поешь, ну поешь. Жалко его, что ж, мужчина слабый, нравится более сильный, но нет, не буду кушать, я лучше с голоду умру. А ночью бегает, она грызла. Это примеры из классики уже. Вот поэтому любовь, это семейная вообще-то, ее же так не изобретешь, она не порождение мозга. Любовь, либо она есть, либо нет. И поэтому смешно требовать любви от кого-то, или когда человек остывает. Надо относиться к этому спокойно. В этом есть предмет для критики. Еще раз говорю, если меня женщина оставляет, значит, я должен прежде всего посмотреть на себя. А не на нее, я на нее нового партнера. Может, если я посмотрю на него, скажу, слушай, а какой он интересный человек, намного интереснее, чем я. Почему бы это не признать? Если у тебя тщеславия нет, ты признаешь это. И зависти нет, и ревности в тебе плохого, вот этого нет. И тогда скажешь так, чтобы догнать этого человека, и может быть, шанс есть вернуть, я должен его догнать и обогнать. А значит, что в нем хорошее? Вот это, это. Телесно, если я, допустим, достаточно развитый человек, у меня проблем нет в теле, тогда интеллект. Если я не зануда, хорошо образованный человек, если я могу побеседовать о музыке, о театре, и сам поиграть на гитаре, попеть песни, сочинить стихи, в этом тоже вроде неплохо. А в духе? Если человек пигмей, а женщина развита и идет, и больше, и больше, конечно, она будет, чтобы потихонечку от тебя отодвигаться. Что иногда и происходит в наших семьях, кто пошел учиться. Я говорю, здорово, если идут мужчина и женщина об руку вместе. А когда женщина начинает развиваться, очень часто бывает, муж становится на дыбы. Или я, или это секта. Я говорю, пригласите, пусть придет на лекцию и послушает, что это за секта. Если он пойдет, у него тоже будет расцвет. И нормальное состояние. Нет, не будут никого слушать, не читать упорно. Вот начинает. И вплоть до развода иногда доходит. И много что такого было. Если же относительно спокойно, мужчина и женщина. Если женщина уходит, а мужчина нет, каждый раз нарастает разрыв. Все больше и больше. Это заметно даже в интеллекте. Когда человек интеллектуальный один развивается, а второй нет, тоже одному становится неинтересен другой. Потому что учиться надо, познавать что-то новое.